Доброго времени, дорогой, любимый, уважаемый слушатель! У микрофона Костя Суханов, передо мной интереснейшая приключенческая книга. Как вы знаете, в основном я делаю книги бесплатно, но при вашей поддержке. Эта интереснейшая книга увидела свет благодаря моей слушательнице по имени Елена, которая живет на Дальнем Востоке и очень любит природу. Ваш лайк, комментарий, конечно же репост, а возможно и поддержка дальнейшей серии, ведь у автора много хороших книг, но он, как часто это бывает, к сожалению, незаслуженно забыт и позаброшен. В общем, ваш лайк, комментарий, репост и поддержка помогут понять нам, что делаем мы это не зря. Немного об авторе и книге. Произведение Юрия Вознюка не уступает по интересности книгам Даррелла, но практически забыты в России. Его очерки публиковались в центральных газетах и журналах. Вашему вниманию книга «Таежная Одиссея», которая автор открывает нам красоту природы Приморья, богатство ее тайги, озер, рек. Итак, мы начинаем. Приятного прослушивания. Поехали. Юрий Вознюк. «Таежная Одиссея». Глава первая. Начало науки. Скорый Владивосток Москва мы покинули с облегчением. Контрабандный паровоз собак всю дорогу держал нас в напряжении, а злая и мелочная сварливость наших попутчиц окончательно испортила то вдохновенное настроение, с которым мы начали свой путь. И все же, если исполнение желаний есть счастье, то мы были счастливы. Все, что когда-то грезилось, нам вдруг исполнилось. Неожиданно оказалось, что во второй половине двадцатого века в Приморье есть еще места времен Пржевальского и Арсеньева. Время пощадило их. Кое-что оставив для приунывших было охотников. Это черт знает что, но факт. Я Зверолов. И не какой-нибудь самодеятельный, а официальный штатный работник зооцентра. Наше трио – Сузев, Моргунов и я – Звероловы. Едем мы в экспедицию по отлову диких животных. Сразу же, как только наша компания погрузилась на станции Сиданка, собаки стали причиной всех страстей и волнений. Лайки «Волга» и «Жулик», которых мы по суровым законам железной дороги не имели права везти в вагоне, вызвали интерес и доброжелательность всех пассажиров. И только два из них, и как на грех в нашем купе, восстали против их присутствия. Что и говорить. Желчные это были особы. Они прекрасно понимали всю щепетильность нашего положения, и поэтому на каждой станции грозились пожаловаться на нас. Общество собак. Они восприняли, как ущемление своего достоинства, и всю дорогу не переставали ныть, что мы, где они показывали пальцами именно на нас. Завоняли весь вагон, напустили блох и всяческие напасти. Умные, дисциплинированные, со всевозможными паспортами собаки, видимо, понимали, что люди расшумелись из-за них и, забравшись под скамейки, старались ни единым движением не выдать своего присутствия. Если бы не поддержка остальных пассажиров, и нам, и собакам пришлось бы туго. Даже тогда, когда мы сошли с поезда и уже перетаскивали свои пожитки, попутчицы, прохаживаясь вдоль вагона, так прокатились по нашему адресу, что Маргунов не выдержал взять их. Покраснев от обиды, приказал он собакам и сделал вид, что отстегивает ошейники. Наши недруги моментально заскочили в вагон в состоянии близком к обморочному. Во всяком случае, их никто больше не слышал. Поезд ушел. Мы остались на перроне одни с той кучей поклажи, которая неизбежно сопутствует каждой экспедиции. Пожалуй, впервые за последние дни нам удалось, наконец, спокойно посидеть. Вся суета подготовки осталась позади. Экспедиция началась. Правда, наш триумвират не составлял всей экспедиции. Мы были лишь ее организаторами, и нам еще предстояло набрать людей. Командир нашего предприятия был Борис Петрович Сузев, заместитель директора Приморской зоологической базы зооцентра. Роста в Сузеве было не больше метра шестидесяти. Был он смуглолицый, темноволосый. Всегда прищуренные глаза и глубокие морщины вокруг рта придавали ему азиатский вид. Я никогда не видел, как смеются зайцы, но, глядя на смеющегося Сузева, почему-то думал, что они смеются так же. Его внешность никак не вязалась с представлением о профессиональном зверолове. Кем он и был на самом деле? В свои сорок два года Сузев оставался холостяком, и виною тому была охотничья страсть, властно захватившая его душу. Помощником у него значился я. Ко времени нашего знакомства у меня уже был некоторый опыт звероловного ремесла. Как-то я гостил у своего друга, жившего в одном из отдельных леспромхозов, края. Однажды на глаза нам попалась газета с объявлением о том, что Приморская зообаза принимает от населения диких животных. В тех местах было много кабарги, и мы с приятелем взялись ее ловить. Построили в тайге зимовье, соорудили вокруг него живолоки с собственной конструкцией и с первой порошей насторожили их. Успех превзошел все ожидания. За короткий срок нам удалось поймать одиннадцать осторожных и быстрых кабарожек. За добычей самодеятельных звероловов приехал на грузовике Сузев. Тогда-то и состоялось наше знакомство. Вторично мне пришлось встретиться с Сузевым две недели назад. Я только что вышел от врача, где мне недвусмысленно было сказано, что я симулянт. Молодая, внешне приятная женщина-врач чеканила слова, глядя на меня в упор. Вы же взрослый человек и не можете сообразить простой вещи. Если бы у вас болела рука, значит в ней происходили бы воспалительные процессы. Она бы опухла и покраснила. У вас же ничего этого нет. У меня действительно болела рука. В рейсе я то ли застудил ее, то ли еще что-то сделал, но только однажды проснувшись не смог ее разогнуть. Наш судовой медик добросовестно старался помочь мне и во многом помог, но по приходе в порт направил в поликлинику. И вот теперь я услышал такое, чего никак не ожидал. Растерявшись, я сказал ей, что здесь уж виновата, наверное, порода. У меня и голова не пухнет и не краснеет, когда болит. Я сказал это без всякой иронии, но молодой эскулап прямо-таки взорвался, расценив мое заявление как издевательство. Она укрепила ее во мнении, что перед ней симулянт, да к тому же нахальный. Как медик в случае со мной она не видела никакой дилеммы. Эта белобрысая пиглица твердой рукой закрыла мне больничный лист, написав в графе заключительного диагноза «Тет-а-тет», в то время я не знал этого выражения и потому перевел его как «мошенник», что, впрочем, соответствовало ее представлению обо мне. Вот в этот-то момент я и встретил Сузева. Увидев меня, он заулыбался своей неподражаемой улыбкой. За столиком в кафе я рассказал ему все и признался, что не знаю, чем заняться. В рейс идти нельзя, предстояло списываться на берег. Выслушав, Сузев удовлетворенно кивнул головой и тут же предложил поступить к нему на службу в качестве ловца диких животных. Признаться, такое предложение меня и заинтересовало, и в то же время смутило. Смущало то, что Сузев явно ошибался в моей квалификации. Да, когда-то мне приходилось ловить кабаргу, то это совершенно не значило, что я с таким же успехом смогу промышлять и медведей. А, ерунда! Небрежно махнул рукой Сузев, как будто речь шла о бабочках. Я их тоже никогда не ловил. Надо будет, поймаем. Может, для него это была и ерунда. Он уже несколько раз ходил на тигров. Вот мне стоило подумать. Поразмыслив, я согласился. Мы ударили по рукам, и произошло мое превращение из моряка в зверолова. В те времена зообаза находилась на станции Седанка, и мне приходилось ежедневно ездить туда из Владивостока поездом. В одну из таких поездок я встретил Димку Маргунова. Маргунов, широкоплечий блондин, мой одногодок, работал слесарем на заводе, где мы познакомились во время ремонта судна. Узнав, чем я собираюсь заниматься, он встал передо мной на колени. Димка сказал, что сейчас он не удел и стал уговаривать меня составить ему протекцию. «Возьмите хоть охотничьей собакой!» – скоморошничал он. «Буду вам вместо гончей зайцев гонять для потехи через палку прыгать!» Пришлось объяснить ему, что поначалу мы собираемся не зайцев гонять, а ловить диких норок. «Ну, знаю, видел в гуме в женском отделе!» «Ха-ха, на воротничках!» Откровенно говоря, я даже обрадовался случаю. Сузев был чуть ли не вдвое старше меня, и мне пришелся по душе такой напарник, как Димка. Не помню, что я сочинял, расхваливая Мургунова, но только Сузев возражать не стал, и в нашей компании появился третий. Первое время многие сотрудники во главе с директором зообазы косились на нас, справедливо сомневаясь в способностях столь скороиспеченных звероловов. Но Сузев, видимо, убедил их в необходимости более снисходительного отношения к собственным кадрам. К Димкиным родителям сказать о его переквалификации в звероловы мы пошли вместе. В небольшом домике Мургуновых сначала никто не понял, чем он намерен заниматься. Почему-то все приняли нашу контору за какое-то учебное заведение, но когда мы объяснили, что это работа, и нам предстоит ловить диких зверей, в доме поднялась тихая паника, смешанная с буйным весельем. Мать схватилась за сердце, отец за живот. Сухощавый и седоусый отец Мургунова смеялся до слез. — Ха-ха-ха-ха! Вы — диких зверей? — хохотал он. — Ну чего смешного, — возмущался Димка. — Бурундук тоже дикий. — Ха-ха-ха-ха-ха-хай! — Да. Сразу поскучнел Мургунов старший. А я думал. — Ну, правильно думал, и тигра поймаем при случае, — неуверенно сказал Димка. — Ха-ха-ха-ха-хай! Снова закатился старик. — Мать, прячь козу, Димка тигра притащит! Издевался он. Однако, видя наши спокойные лица, он вынужден был поверить в серьезность наших намерений. — Дурью мучайтесь, — сказал он. — Учиться вам нужно, а не по-таге шляться. Хотя... Он в раздумье посмотрел на нас и, не договорив, вышел. С того дня я поселился в их доме. Скоро Димка уговорил мать сшить нам походную амуницию. В доме появились ружья, патроны, рюкзаки. Димка зарегистрировал на себя винчестер и по вечерам часто упражнялся с ним. Винчестер был малокалиберным, и мы с Сузевым не советовали его брать. Но уж больно понравилось Димке необычное ружье. Днем на зообазе я и Маргунов проходили теоретическую подготовку. Первый поход намечался за норками, и мы старались как можно больше узнать об этом зверьке. Ходили в зверосовхоз, наблюдали за норками, расспрашивали работниц об их повадках, излюбленной пищи и многом другом. В зверосовхозе норок кормили как избалованных гурманок. Давали отличное мясо, свежую рыбу, яйца, вареные овощи, и мы переполошились, не зная, где будем брать все это в тайге. Потом, правда, успокоились, сообразив, что на свободе зверяки довольствуются более скромным гастрономическим набором. Да и вообще, совхозные норки были далеко не те, что их дикие сестры. Это мы понимали. К сожалению, на зообазе никто не знал, как надо ловить норок, и единственным нашим пособием была небольшая брошюра алтайских охотников. В ней были эскизы ловушек живоловов, и мы, изготовив несколько штук, попробовали их в работе. Помимо опытов с ловушками, нам приходилось заниматься и другими делами. Готовить металлические сетки, накомарники и палатки, охотничью обувь, посуду и прочую мелочь. На зообазе в то время находилась кое-какая дикая живность. Еноты, барсуки, змеи, медвежата и молодой волк. Мы их выпускали в большой вольер и учились технике отлова. Все побывали в наших руках, за исключением волка. На него у нас как-то не хватило времени. В домике на мысе Чуркино наши боевые царапины примирили с нами даже старшего Мургунова. А в глазах Димкиной семнадцатилетней сестры ни один мужчина не шел в сравнении с ее братом и мной. Наконец, наступил день, когда в кабинете главного охотинспектора состоялось заключительное совещание. Худой высокий Иван Архипович Бельский на громадной карте края показал место нашей будущей охоты. Он рассказал, что еще до войны в среднем течении большой уссорки были выпущены для акклиматизации североамериканские норки. Долгое время ими не занимались, и данных о результатах опыта не было. Только в этом году охотинспекция получила достоверные сведения, что норки прижились и продолжают размножаться, расселяясь по тайге. Охотники деревень Островной и Дерсу часто встречают зверьков на притоке Большой Уссурки-Перевальной, в том месте, где они были выпущены. Цель нашего похода состояла в отлове 35 зверьков, с тем, чтобы впоследствии выпустить их в Амурской области для новой акклиматизации. На следующий день, напутствуемые советами не совать пальцы в пасть диким зверям, мы распрощались с домашними и явились на зообазу. В создании наших туалетов участвовала Димкина сестра, а потому и выглядели мы в невообразимой смеси нарядов ковбоев, средневековых пиратов и слесарей-монтажников. На нас красовались шляпы горно-егерских войск, клетчатые рубашки, короткие куртки и темно-синие полукомбинезоны со множеством карманов и застежек молния. На рукавах наших курток Димкина сестра по совету отца пришила изображение цветных фазанов, но у нас хватило скромности отпороть эти эмблемы. Доставив свой багаж на станцию, мы с помощью базовских работников втиснулись в вагон и уже через несколько минут поезд уносил нас к Дальнереченску. Наш путь лежал в деревне у Вострецова и уже оттуда на лодках по реке Большой Усурки и ее притоку Перевальной. В Дальнереченске мы разбили свой бивак прямо в скверике вокзала, поставили палатку, внесли вещи и привязали у входа собак. Наш живописный лагерь привлекал внимание всех прохожих и пассажиров. В первую очередь с нами познакомилась железнодорожная милиция. Оружие всех систем и калибров и наш экзотический вид не могли не стать объектом ее внимания. Когда все вопросы были выяснены и милиция убедилась, что с нашей стороны ей не грозят никакие волнения, она, в свою очередь, дала нам исчерпывающую информацию по интересующим нас вопросам. И не только помогла советам, но и делам. Пока мы с Димкой вдохновенно врали собравшимся зевакам о пережитых страстях на звероловной стезе, Сузев с помощью милиции договорился с каким-то предприятием и машиной. Это было весьма кстати, так как добираться на перекладных до Вострецова с нашим багажом представлялось делом долгим и хлопотным. Деревня Вострецова, исходный пункт нашего таежного маршрута, находилась в ста с лишним километрах от Дальнереченска. Там нам предстояло купить лодки, нанять проводников, запастись провиантом. Ночь мы провели на том же месте. Это была наша первая совместная ночевка в палатке. Мы лежали под ее кровом и мысленно видели себя на звероловной тропе. Нас не смущали крикливые паровозы, бегущие по соседству, голоса людей, снующих по перрону. Мы знали, все это для нас уже прошлое. Впереди лежала тайга. Утром не успели мы с Димкой уложить вещи, как явился Сузев с машиной. И побежала за бортом серая лента дороги. Замелькали деревни. В полдень сделали остановку, закусили в чайной и к трем часам дня были уже на месте. Вострецово расположено на правом берегу большой усурки. Машина, высадив нас налево, ушла дальше на лесоучасток. Мы стояли на берегу и смотрели, как несет свои быстрые воды большая усурка. Ни моста, ни парома нигде не было видно. Наконец, из-за небольшого острова выскочила длинная узкая лодка и направилась к нам. Она-то и была тем общественным транспортом, посредством которого осуществлялась связь жителей деревни с остальным человечеством. Все наше снаряжение не смогло войти в нее, и Сузев остался на берегу ожидать второго рейса. Перевозчик, молодой парень в засученных до колен штанах, вряд ли думал о душевном состоянии своих пассажиров. Иначе он не стал бы так жестоко испытывать наши нервы. Его лодка представляла собой посудину, сделанную из трех досок. Одна днища, две борта и все. Когда мы сели в нее, запаса плавучести в этом корыте осталось едва ли больше высоты спичечного коробка. Судорожно уцепившись руками за борта, мы боялись пошевелиться, так как малейшее движение грозило катастрофой. К счастью, все кончилось благополучно. Парень отлично знал свое дело. Он орудовал шестом легко и непринужденно и доставил нас на другой берег, хоть и перепуганными, но с сухими и невредимыми. Вскоре он привез и Сузева. Не зная, сколько придется пробыть в Истрецово, мы начали основательно устраивать свой ночлег. Под молодыми кедрами разбили две палатки, укрыли все вещи и заготовили сушняк для костра. Деревня была от нас недалеко, и перед заходом солнца Сузев отправился туда. Мы с Димкой остались в лагере. Сидя на берегу, смотрели на закат, и взволнованные необычностью обстановки скупо перебрасывались словами. Скрылось за лесистым горным хребтом солнце, заплескалась в воде вышедшая на жировку рыба. Отчетливее стали слышны голоса в деревне. Не хотелось уходить от реки, но тучи гнуса загнали нас в палатку. Утомленные впечатлениями дня мы быстро заснули. Ночью нас разбудил шум дождя. Сузева все еще не было. Монотонный стук капель по палатке снова убаюкал нас, и на этот раз уже до утра. Приготовив на костре свой первый походный завтрак, мы начали было поругивать за длительное отсутствие Сузева, как он появился в сопровождении человека, шагавшего рядом с лошадью. Это был один из наших проводников, нанятых Сузевым, Петр Заяц. Был ему немногим больше тридцати. Высокий, поджарый и веселый, он нам сразу понравился. На время сборов Петр предложил Сузева поселиться у него. Дом Зайца стоял в центре деревни на берегу реки. Во дворе нас встретили две его малолетние дочери и жена. «Таня!» — приветливо, сказала она, знакомясь с нами. На вид она была старше Зайца, стройная, с добрым взглядом выцвевших синих глаз, с усталым, чуть грустным лицом. Обращаться к ней по имени мы сочли неудобным и спросили ее об отчестве. «Татьяна Ивановна», — сказала она, улыбнувшись. Днем мы с Димкой пошли знакомиться с деревней. В Острецово — большое старинное поселение русских в Приморье. В центре села стоит деревянный обелиск погибшему партизану, застывшее эхо гражданской войны, пролетевшее в этих глухих таежных местах. Остаток дня мы посвятили тренировкам. Нам нужно было научиться ездить на лодке. Заяц показал свою пирогу, и мы лихо принялись за дело. Видимо, память о том, что даже Тихий океан со всеми своими штормами не смог утопить меня, настроила меня к обучению легкомысленно. Я небрежно шагнул в лодку и тотчас же поплатился за это. Лодка, качнувшись, выбросила меня в реку. Эта участь постигла и Димку. Мне никогда не приходилось объезжать диких лошадей, но до сих пор думаю, что в хватке управлять мустангом и лодкой на горной реке наверняка есть что-то общее. Эта чертовка лохань крутилась под нами с резвостью дикого жеребца, и мы не успевали просыхать. К концу дня нам удалось все же научиться кое-как держаться в ней на ногах и какое-то время даже передвигаться против течения. В продолжительности этого движения Димка на 10 секунд побил меня. Его перерыв между купаниями составлял полторы минуты. Нам стало легче от сознания того, что подобный способ езды не удел избранных. Вечером, прислушиваясь к советам Зайца, мы наметили ассортимент и количество необходимой провизии, которую нужно было закупить перед отъездом. Эта задача возлагалась на меня с Димкой. Сузев должен был продолжать поиски еще одного проводника, в крайнем случае достать еще одну лодку. Татьяна Ивановна принимала живейшее участие в нашем совещании. Она бескорыстно снабдила нас многими дарами своего огорода. «Куда ты наперла?» — говорил Заяц, выбрасывая из мешка цветную капусту. «Только делов нам, что твои финтифлюшки стряпать». «Бери! Горе луковое, а то ведь когда вернешься, штаны держаться не будут». Заяц рассердился, но капусту все же взял. Утром мы закупили муку, крупу, растительное масло, хлеб, немного консервов, соль. Упаковав все это, мы с Димкой снова отправились на реку тренироваться. На этот раз наша наука шла успешнее. Мы даже рискнули пройти на шестах километра три против течения, преодолев один довольно бурный перекат. Вернувшись к обеду в дом, мы застали там Сузева и нового проводника. Пятому члену нашей экспедиции было уже за пятьдесят. Хренастый, широколицый, заросший щетиной до самых глаз, он производил впечатление очень сильного человека. Двигался он неторопливо, так же, как и говорил. — Семен Карабанов охотник добрый, — сказал заяц, когда тот ушел. Но мужик того, — не договорил он. Вечером Сузев повел нас к Игнату Трофимову, знаменитому приморскому тигролову. Трофимов жил в Острецово и работал комбайнером в колхозе. С Сузевым он был знаком давно, вместе, когда плавили тигров, да и здесь уже виделись несколько раз. Дом у Трофимова был большим, под стать его семье. Во дворе и комнатах нас встретила такая многочисленная орава, что мы растерялись. Когда я потихоньку спросил Сузева, где здесь свои и где чужие, он мне ответил, что все свои и что количество детей он точно не знает, но где-то от одиннадцати до тринадцати. Трофимов мне понравился. Простой и спокойный, он ничем не подчеркивал своего превосходства и разговаривал с нами на равных. А ведь на счету этого внешне ничем не примечательного человека были десятки отловленных тигров, тысячи километров исхоженных по тайге. Он рассказал нам о дороге к Перевальной и о самой Перевальной, дал много полезных советов и на прощание подарил рыболовную сетку. Мы уходили из дома Трофимова, провожаемые гвалтом многочисленных отпрысков, унося с собой теплое чувство к хозяину. Глава вторая. В полудню мы отплыли из Вастрецова. Наш караван состоял из двух лодок. Одной оморочки, пяти человек и четырех собак. Одну из них куклу привез Карабанов. Вторую, желтую, чрезвычайно злобную по кличке Бобик, Сузев взял под расписку местного охотника. Я находился в одной лодке с зайцем. Сузев был с Димкой, и только Карабанов ехал один на оморочке. Много лет пролетело с того времени, но и по сей день я не могу забыть этого путешествия. Большая усурка, то стремительная, то спокойная, то сжатая скалами, то разливающаяся в плесы. Дикая и прекрасная открылась перед нами. Она невелика, в редких местах ширина ее доходит до двухсот метров, в основном же русла реки наполовину меньше. Берега сплошь покрыты нетронутым лесом. Местами река течет у подножия таежных хребтов из сопок, и могучие кедры роняют свои шишки прямо в воду. Подтачиваемые водой временем рушатся скалы, обнажая свою родословную и преграждая своими телами путь в воде. В этих местах большая усурка пенится и кипит, и подходить туда на лодках опасно. На реке множество перекатов, иногда скорость воды так велика, что когда смотришь на ее бег, кружится голова. Как правило, глубина здесь небольшая, и приходится часто выходить из лодки и тащить ее руками. Там же, где река разливается вширь, шест не достает дна, и тогда продвигаться можно только возле берега. Вообще, толкать шестом груженую лодку против течения горной реки дело трудное, и в первый день нам удалось пройти не более десяти километров. Место для ночлега мы выбрали на небольшой галечной косе. Выше по течению выделялась высокая куполообразная сопка-дубравушка. Покрытая светлой зеленью дубовых листьев, она и впрямь напоминала живописную дубраву в просторах кедрового леса. Противоположный берег большой усурки врезался в тайгу несколькими старицами и заливами. После знойного августовского дня особенно приятно было ощутить вечернюю прохладу. Мы поставили одну палатку, приготовили костер и всей компании отправились на рыбалку. Димка взял удочки, я с Зайцем и Карабанов с Сузевым поехали блеснить щуку. Есть что-то таинственное в этой вечерней ловле. Неподвижно застыла вода, отражая в себе плотные тени нависших над берегом кустов. Одна за другой умолкают дневные птицы. Все в природе притихло в ожидании ночи. Бесшумно скользит по плесу лодка, оставляя за собой едва заметную дорожку. Стараясь не плескать, я осторожно толкаю ее шестом. Заяц сидит рядом со шнурком от блесны. Вот он резко дергает рукой и начинает быстро-быстро вытягивать натянутый мечущийся шнур. По блесне ударилась щука, и теперь она крепко сидит на ее тройнике. Еще мгновение, и вот уже щука бьется в лодке. И снова наплывают из темноты и пропадают в ней неподвижные кусты. Совместный лов всей нашей компании состоял из трех щук, двух ленков, да с десятка полтора рыбешек поменьше, пойманных Димкой на удочку. Летят в ночное небо искры костра, закипает в котелке уха, мы лежим возле огня и слушаем охотничьи побосенки зайца. Говорит он мастер, в его рассказах есть какая-то мечтательная поэтическая струнка, и слушать зайца приятно. Журчит речка, неведомые шорохи идут из темноты, тайга живет своей загадочной ночной жизнью. Мрак настораживает и пугает, зато огонь тянет к себе с непреодолимой силой. Есть что-то мистическое в пляске ночного костра, он гипнотизирует, лишает мысли и оставляет только одно желание — смотреть и смотреть на него. Поднялись мы с восходом солнца, но затянув с завтраком, выехали поздно. День, как вчера, начинался жаркий, и вскоре нам пришлось раздеться. Собак мы выбросили из лодок, и они сопровождали нас по берегу. Места становились все глуше и все чаще подавали собаке голос по зверю, но нам некогда было останавливаться. Километр за километром оставляли мы, медленно продвигаясь вперед. Полдень, когда все уже высматривали место для привала, вдруг на склоне крутобокой сопки яростно залаяли собаки. Заяц не выдержал и, схватив ружье, прыгнул прямо в воду. За ним последовал Димка с винчестером. Мы с Сузевым подогнали лодки к берегу и по голосам собак старались угадать развитие событий. Переместившись метров на 200 вверх по сопке, собаки с лаем закружили на одном месте. Скоро там хлопнул выстрел, и через некоторое время показались заяц и сияющий Димка. Собаки нашли молодого барсука, а сейчас он болтался за спиной Моргунола. Это был его первый охотничий трофей в жизни. Димка настолько разгорячился, что у него дрожали руки. Спокойно говорить он не мог, а орал, так что звенело в ушах. «Выпьем, дроги на крови!» — кричал он, размахивая барсуком. Не знаю, где только он успел узнать этот тост. Барсука съели за обедом, и я поздравил Моргунола со вступлением в племя охотников. К вечеру мы вышли к устью реки Дальней, впадающей в большую усурку с правой стороны. Оставив нас устраивать лагерь, Сузев и проводники отправились на охоту. С порученным делом мы справились быстро и пошли рыбачить. Для этой цели я достал купленный во Владивостоке спиннинг. Все мои познания в ловле рыбы спиннингом ограничивались беглой читкой популярной брошюры, к тому времени уже основательно забытой, и потому пришлось долго мучиться с выбором блесны. Димка давно дергал пискарей, а я все еще размышлял, что же прицепить. Наконец мой выбор остановился на большой белой блесне. Я приделал ее к жилке и сделал первый запрос. Блесна булькнулась в воду возле моих ног. Только после нескольких попыток она начала падать уже дальше. Сойдя чуть выше по течению, я облюбовал небольшой перекат, который сразу переходил в омут. Описав дугу, блесна попала в середину переката и блестящей змейкой побежала по омуту. И тут с ней что-то случилось. Случилось не только с блесной, но и со спиннингом и со мной. Я почувствовал резкий удар по катушке и от неожиданности едва не выпустил из рук удилище. В первое мгновение я даже не сообразил, что же произошло, и только спустя какое-то время вспомнил, что пришел ловить рыбу. Сейчас трудно восстановить все перипетии моей борьбы с тайменем. Помню только, что, будучи неуверенным в собственных силах, я позвал на помощь Димку. Его присутствие придало мне бодрости. Вспоминая приемы бывалых спиннингистов и, стараясь им подражать, мы вытащили в конце концов пятикилограммового красавца тайменя на берег. Это был памятный для меня вечер. Удача окрыляет, рождает надежды. В те гудящие комарами сумерки я стал спиннингистом. Сузев с проводниками, вернулся затемно. Если не считать Димкиных мальков, мой таймень был единственной добычей. Уху мы варили в ведре, и нам хватило ее не только на ужин, но и на завтрак. Было раннее утро, и в лагере все еще спали, когда я почувствовал, как кто-то дергает меня за рукав. Открыв глаза, увидел перед собой Димку, который, прижав палец к губам, подавал мне какие-то знаки. Я выбрался из палатки и тупо уставился на него. «Пойдем, быстро!» — заговорщически шептал он. «Пойдем!» — твердил он, увлекая меня за собой. Димка притащил меня к берегу дальней и ткнул пальцем в воду. «Смотри!» Я ничего не понимал. «Что смотреть? Вода как вода!» — сказал я. «Золото!» — произнес Димка и оглянулся по сторонам. Действительно, на песчаном дне в прозрачной воде сверкали золотые блестки. Их было много. Целая россыпь, размытая и разнесенная по руслу реки. «Видишь ту сопочку?» — заговорил Димка. «Смотри, какой склон! Как раз то, что нужно!» Сопка и впрямь могла оказаться золотоносной. В голове замелькали картины лондонского клондайка. И нам уже казалось, что они как две капли воды похожи на наше место. Пробравшись в лагерь, мы взяли нашу единственную сковороду и котелок и вернулись к реке. Присев у самой воды, зачерпнули драгоценный песок и закрутили свой лоток. Довольно быстро мы насобирали десятка два золотых крупинок и, выцепав их на бумажку, склонились над ними. «Руки вверх!» — раздался за нашей спиной грубый голос. От неожиданности мы вздрогнули и, повернувшись, увидели довольного нашим испугом зайца. Он не выслеживал нас и даже не догадывался о нашем занятии, а просто решил напугать. Однако, заметив сковородку, дошел ближе. «Во!» — сказал он. «А я ее искал». «Че вы делаете?» «Да так!» — неопределенно покрутил пятерней Димка. И я какое-то время колебался, затем решительно сказал. «Золотишко нашли, Петь!» «А-а-а!» — понимающий протянул заяц. «Тут этого добра много! Вся речка в слюде!» «А зачем вам слюдат?» Мы молчали. Слишком жестоким был удар. Теперь мы понимали, почему наше золото разбегалось по краям сковороды. Судьба посмеялась над нами. Карьера золотоискателей была закончена. И снова потянулись берега, плесы, перекаты. В поисках тихого течения нам приходилось переезжать от берега к берегу, и собаки вплавь следовали за нами. Иногда мы останавливались под развесистыми ветвями черемухи, и прямо из лодки лакомились ее спелыми ягодами. Черемухи было много. Она уже созрела и привлекала к себе не только нас, но и медведей. То и дело попадались свежие следы их усердной работы на деревьях. К вечеру мы прошли половину пути и достигли Кордона Русанова. Хозяин Кордона, сорокалетний худой человек, работал наблюдателем метеостанции. Туберкулез вынудил его пять лет назад покинуть город и переехать сюда. Болезнь отпустила, но Русанову так полюбилась тайга, что ему не хотелось уезжать обратно. Он приобщился к охоте, развел пчел и ни в чем не терпел нужды. Вместе с ним на Кордоне жила и его жена. Все, кроме меня и Димки, знали Русанова, и между ними завязался оживленный разговор. В это время я, рассматривая местность, заметил, что на противоположном берегу в большую усурку впадает какой-то ключ, образуя большой тихий залив с несколькими рукавами. Залив зарос осокой и сплошь был покрыт круглыми листьями кувшинок. Оттуда снялся и перелетел на новые места выводок кряковых уток. Потом пронеслась стайка черков. Я показал уток Диме, и мы, взяв два дробовика, самозарядный браунинг и бескурковку, поплыли к заливу. Казалось странным охотиться на уток в тайге, но в заливе действительно было несколько выводков. Наступила вечерняя зорька, и утки летели во всех направлениях. В общей сложности мы распалили по уткам десятка-два патронов, но не убили ни одной. Уже в темноте навстречу нам выплыл из осоки табунок кряковых. Глупые птицы, негромко переговариваясь, приблизились метров на пятнадцать. В грянул дружный залп, и четыре крякуши, перевернувшись, задергали лапами. Торжественно вручив добычу жене Русанова, мы стали ожидать ужина. Женщина принялась бойко теребить уток, и вдруг тихо вскрикнула. Мы подошли к ней и увидели, что она что-то на них рассматривает. «Ах, пожирнить бы им надо было еще!» Грустно сказала она, показывая полосу желтой краски на утках. Я с ужасом уставился на наши трофеи. Сомнений не было. Мы перестреляли домашних уток. Глава третья. К концу пятых суток мы наконец достигли Устья Перевальны. Теперь до цели нашего маршрута оставалось не более двадцати километров. Ниже Устья Перевальны, на правом берегу Большой Уссурки, стояла небольшая деревня Островная. В наших планах на будущее она должна была служить нам источником продовольствия и центром связи с внешним миром. Речка Перевальна, большая усурка в миниатюре, с той лишь разницей, что на ней сразу же у Устья наш путь преградил первый залом. Снесенные половодьем деревья громоздились друг на друга, и было страшно подойти к этой куче, под которой с угрожающим ревом кипела вода. Без взрывчатки нечего было и думать разобрать эту преграду. Тщательно исследовав залом, мы уже нашли место, где можно было бы устроить лазейку, сделав всего лишь один разрез. Мы проделали проход для лодок. Перевальная — это уже настоящая таежная глухомань. Ничего не напоминает здесь о человеке, и только звериные тропы проходят по ее берегам. Особенно красивые плесы реки, заросшие по берегам черемухой, диким виноградом и орешником, они и благодатная дорога для охотника. На плесы выходит всяческое зверье, и только наша нерасторопность не позволила нам заплевать дичь. В середине шестого дня путешествия мы все же не убереглись, и половина нашего каравана ушла под воду. Сузев с Димкой то ли зазевались, то ли у них просто не хватило сил проскочить стремнину. Только поток воды завернул нос их лодки и бросил на пол затопленное дерево, корень которого лежал на берегу. Лодку прижало к тому месту, где дерево уходило в реку, и начало заливать водой. Димка успел выскочить на дерево. Сузев же начал бестолково метаться по лодке, вспоминая Бога и призывая нас на спасение. Утопили они только один котелок, но подмочили все, и мы изрядно помучились, пока выдернули лодку из-под лесины. Дальше решили не ехать, а просушив вещи ночевать на месте происшествия. Карабанов и Заяц не стали заниматься устройством лагеря, и на оморочке уехали на охоту. Где-то уже перед заходом солнца километрах в двух от нас раздалось несколько выстрелов. Спустя полчаса Заяц и Карабанов вернулись с убитым медведем. Солапова они застали на черемухе, когда он, увлекшись ягодами, забыл об осторожности. Это был первый порядочный трофей за шесть дней пути. За ужином я из-под тяжка наблюдал, как отнесется Димка к дегустации медвежьего мяса. Но Маргунова, видимо, не мучили никакие сомнения на этот счет. Он уплетал мясо так, как будто всю жизнь питался медвежатиной. Ночью мне снился какой-то приятный сон. Вдруг он оборвался, и я почувствовал, как что-то жуткое заполнило все мое существо. Дикий, безумный хохот раздался над нашей палаткой. Меня перехватило дыхание, и холодно испаренный покрылся лоб. Первым желанием было вскочить, но непонятное оцепенение сковало все тело. С одержимым мнистовством над палаткой безумствовал филин. О, черт крючконосый! Напугал до полусмерти. Кохот, от которого бегали по телу мурашки, перешел в жалобный плач. Такой скорбный, что сжалось сердце. М-м-м, мрачная птица! Бесовское отродье! Хватит тебе испытывать мои нервы! Я вылез из палатки, схватил ружье и выпалил в сторону хищника. Филин замолчал, а из палатки меня и поблагодарили, и обругали. Оказалось, что никто не спал, кроме Карабанова. И все же Филин оставил нас ненадолго. Мало того, куда-то слетав, он привел с собой целую банду горластых разбойников, и они устроили нам такой концерт, что о сне нечего было и думать. На наши выстрелы они перестали обращать внимание. На мгновение умолкнув, они, приняв выстрел за оригинальную выходку с обратом, разражались очередной порцией омерзительного смеха. Никто из нас никогда не слыхал о подобных сборищах, но теперь я твердо знаю, что в какое-то время года Филины собираются на свои шабаши. Встали мы невыспавшимися и злыми, и уезжая, нарекли место своего ночлега чертовым. Километра через четыре, преодолев последний и самый опасный залом, мы подплыли к нашей будущей базе. На большой поляне на левом берегу реки стоял заброшенный барак, неизвестно кем и когда построенный. Он изрядно обветшал, но стекла в двух окнах были целы, дверь в порядке и больше чем наполовину сохранился пол. В стороне стояла полуразвалившаяся землянка, служившая когда-то баней. Ни Заяц, ни Карабанов не знали историю этого жилища, и мы могли строить на этот счет только догадки. Вокруг барака рос смешанный лес. Крупные стволы манчжурского ореха перемежались с еще более внушительными кедрами. В поселке особенно много было лимонника, его краснеющие гроздья повсюду пламенели среди листвы. В том месте, где стояла баня, перевальная делала крутой поворот, и здесь в нее впадал горный ключ. В метрах в пятидесяти по течению за острой песчаной косой находилась тихая старица реки, перебраться через которую можно было по упавшему старому кедру. Остаток дня ушел на устройство жилья. Мы навели порядок внутри барака, устроили себе лежанки, как могли отремонтировали печку и заготовили дрова. Вечером поставили в устье старицы два вентиля, и утомленные за день быстро уснули. Утром следующего дня все разбрелись в разные стороны с единственной целью – познакомиться с местом и определить, есть ли здесь то, что нам нужно. Сузев пошел по левому берегу, мы с Димкой отправились по правому, а он вверх по течению, я вниз. Уже метров через сто мне встретился полноводный ключ, впадавший в перевальную почти под прямым углом. Я не стал его переходить, а продираясь через заросли лещины и лимонника, пошел берегом. На большой каменной плите заметил чьи-то следы, и, подойдя ближе, увидел, что это отпечатки медвежьих лап. Покрытый засохшей грязью камень стоял, как символический обелиск медвежьего господства в этих местах. Я постоял возле камня, поглядел на шумящий ручей и, отдавая дань уважения возрасту и размерам зверя, нарек ключ медвежьим. Скоро появились и следы норок. Они стали попадаться почти на каждом клочке ила или грязи. Рассматривая следы, я все дальше уходил от реки. Ключ был большой, а он тянулся на много километров, и через час пришлось повернуть обратно. Мне попалась старая заброшенная дорога, и я вышел по ней к оставленной возле упавшего кедра лодке. Это явилось приятным открытием, так как в будущем, проверив ловушки по ключу, мне не было нужды возвращаться назад, ломиться с зарослями. Забравшись в лодку, я, не торопясь, поплыл вниз. Заметив заводь, попытался сходу заехать в нее и по небрежности едва не перевернулся. Берега заводи и листы, и вязки отпечатали на себе целые тропы норковых следов. Из угла, там, где рос тростник и плавали лилии, взлетели две утки-мандаринки, и, покружившись в воздухе, сели в противоположный от меня конец. За заводью перевальная разделялась на две протоки. Одна отходила вправо, но перегородивший путь залом не позволил мне въехать в нее. Я обогнул остров с левой стороны и вошел в протоку с ее устья. Протока по ширине намного уступала основному руслу, но в ней не было такого стремительного течения, и в прозрачной воде хорошо просматривалось дно. Подъезжая к знакомому залому, я вдруг заметил юркого коричневого зверька, легко бежавшего по нагроможденным деревьям. Зверек на мгновение остановился, посмотрел в мою сторону, и я узнал норку. Вспомнив Купера, знаменитых австралийских следопытов и вообще всех чудо-охотников, я вылез из лодки и со скурпулезностью детектива попытался определить, куда же убежала норка. Через полчаса мне пришлось признать, что в следопыты я не годился. Вернувшись к повальному кедру, я в ожидании моргунова заглянул в поставленные вчера винтеря. Рыбы в них оказалось много, но большей частью мелочь. Тобрав крупную, я хотел уже выбросить остальную, но посмотрев на песчаную отмель, задумался и, съездив в барак за лопатой, принялся копать песок. Песчаный грунт хорошо пропускал воду, и она появилась почти сразу. Скоро мне удалось выкопать небольшой котлован, и на отмеле образовалось озерцо. Я вытряхнул туда рыбу, и она бойко зашныряла в своем новом жилище. Так родился рыбный бассейн, источник наших будущих радостей и печалей. Моргунов появился веселый и довольный своей разведкой. «Норок, тьма!» навозбужденно говорил он. «Завтра строим ловушки, и гуляй, родная!» «Ух, как я зол!» В удовольствие потирал он руки. Его глаза блестели, широкоскулое лицо светилось азартом предстоящего дела. Вернувшись в барак, мы застали там Сузева. Он рассказывал нам, что пытался с собаками поймать норку, но она залезла в такой бурелом, откуда выгнать ее не было никакой возможности. Сразу же все начали искать материал для ловушек. На чердаке мы нашли несколько досок, а заодно разобрали для этой цели и половину чердака. Ловушка на норку проста. Кусок шнурка, две палочки на сторожке, небольшой ящик, вот и вся техника. Но искусство поймать норку состоит и в другом. Нужно знать, где и как поставить ловушку, а самое главное, что туда положить, чтобы заставить привередливого к пище зверька зайти в нее. Норка, как и колонок с хорьком, куни и породы, и внешне похожи друг на друга, только в отличие от них норка имеет более дорогой мех. Он у нее плотный, с маслянистым блеском и темно-коричневый зверек выглядит куда наряднее своих родственников. На слегка приплюснутой, аккуратной головке блестят черные глаза, хищно вытянутая мордочка часто ощеривается белыми острыми зубами. Норка ниже хорька, на ее коротких лапках перепонки между пальцев, и она превосходный пловец. В отличие от колонка, имеющего склонность к раздумьям, норка постоянно в движении, по всему ее телу ощущается змеиная гибкость и коварство кровожадного хищника. Если хорек в трудные для себя времена переселяется поближе к жилью человека, то норка не идет ни на какие компромиссы и всегда остается гордой и независимой дикаркой. На жительство норка поселяется обязательно вблизи воды. Берега речек, ручьев и озер ее природная водчина. Чем больше они загромождены буреломом и валежником, тем вольготнее она себя чувствует. Это обстоятельство заставило нас пожалеть, что мы мало захватили запасных штанов. Всем им суждено было вскоре болтаться лоскутами на окрестных сучках. Норка большая любительница рыбы, но не побрезгует и лягушкой, входят в ее меню и грызуны. В своем разбое она беспощадна и в выводах птенцов не может рассчитывать на снисхождение, появись она у их гнезда. При всем этом норка весьма любопытна. Каждую дырочку и щель сует свой нос и никогда не пройдет мимо неизвестного предмета, не исследовав его. Вот на этом-то любопытстве дана аппетитная приманка и основана охота на норок ловушками. Зайцы Карабанов вернулись уже затемно. Вечером на реке они караулили изюбрия, но безрезультатно. По их рассказу, в тех местах, где они прошли, норок было мало и не стоило там ставить ловушки. «М-м-м, первое дело, мясо нам надо, робята!» «Тайге жить и без мяса!» говорил Карабанов, шумно прихлебывая горячий чай. «Завтра я поеду добывать зюбря!» Так называл он и зюбря. «Подкоптим его в баньке, а там видно будет. Чушку сейчас не узреешь и не возьмешь, лист мешает, зюбря можно». Нам действительно нужно было мясо. Пять мужчин и свора собак не могли сидеть на одной рыбе и каше. После ужина наступила моя очередь кормить собак. Набегавшись за день, собаки были голодны и злы. Съев свою порцию, каждая норовила отполовинить чужую. И все время приходилось быть на чеку, восстанавливая справедливость. Особым нахальством отличался взятый нами Вострецова Бобик. Злобный пес имел неуживчивый характер, а во время кормежки становился просто несносным. Три дня назад он укусил меня за ногу, и несмотря на то, что я от души отходил его палкой, он не стал от этого покладести. Единственное, кто соблюдал достоинства, это жулик. Он даже великодушно делился своей порцией с Волгой, и вообще во всей их компании мускулистый черно-белый жулик был, пожалуй, самый толковый пес. Он имел общительный добрый характер, рос подвижной и веселой собакой. Закончив кормежку, я вошел в барак, насытившиеся собаки устроились где попало, но вдруг все, как по команде, приподняли головы и глухо заворчали. Сначала тихо, потом все громче и злее. В их голосах слышались злость и тревога, охотничья страсть и боязливость. Мы с любопытством подошли к двери. Собаки уже открыто лаяли в темноту, не отважились, однако, переступить границу света и тьмы. Минут десять они метались у порога и, наконец, успокоились, лишь изредка продолжая ворчать. «Ни как тигра?» — тихо промолвил в напряженной тишине Карабанов. «Может, и она, может, и медведь», — сказал заяц. Конечно, собаки лаяли на крупного хищника. Их поведение говорило об этом. А кто это был? Тигр или медведь? Выяснять ночью мы не собирались. Весь следующий день делали ловушки. Карабанов еще с утра уехал на охоту. Заяц тоже исчез, и мы стучали молотками втроем. Сузев на первой же ловушке прибил себе палец, но продолжал трудиться упорно и прилежно. К концу дня были изготовлены два десятка жеволов, и можно было сделать еще больше, но кончился материал. После захода солнца я пошел испытать новый для меня способ ловли линков на мышь. Сок пробки, обернутый шерстью, служил мышью. Сразу же за ним шел тройник. Принцип ловли основан на том, что линки стараются схватить пробку, принимая ее за переплывающую речку мышь. Битый час я махал спиннингом. Но то ли линки здесь не питались мышами, то ли были уже сыты. А может, и их самих линков тут не водилось. Только ушел я с пустыми руками. За это время Димка вытряс вентяря, пополнил уловом наш бассейн и принес на уху несколько костлявых рыб. Только мы собрались сбросить рыбу в котел, как собаки известили нас о том, что кто-то подъехал. Сгибаясь под тяжестью ножи, к бараку подошли карабанов и заяц. Они встретились на реке, и им удалось подкараулить вечером изюбря. Уха была отмена, и мы устроили настоящий пир из изюбрятины. Не зная коварного свойства изюбриного мяса, мы запили свой ужин холодной водой, а потом всю ночь в нашем бараке скрипела дверь. Нам-то новичкам это было простительно, но карабанов и заяц. Они-то должны были знать, какие подливки можно употреблять с изюбрятиной. Утро следующего дня выдалось пасмурным. Моросило. Не хотелось лезть в мокрую тайгу, но пришлось. Нагрузившись ловушками, мы втроем отправились по своим угодьям. В бассейне я наловил мелкой рыбешки, и навьюченный, как лошадь, стал пробираться к медвежьему ключу. Первую ловушку установил возле корневища, подмытого водой дерева. Боясь наследить на мокром песке, я лазил возле нее прямо в ключе. Замаскировав ловушку, побрел дальше. Часа за полтора установил все ловушки, и, возвращаясь обратно, решил заглянуть в первую. Таково же было мое изумление, когда я еще издали заметил, что ловушка сработала. С бьющимся сердцем подбежал к ней, и, увидев свежие следы норки и перекошенный, не захлопнувшийся ящик. В своем старании получше замаскировать ловушку, я переусердствовал, и одна из веток, перекосив крышку, дала возможность норке уйти. Да и сам ящик показался мне легковатым. На ученой первой неудачей я снова насторожил ловушку, положив сверху весь стыками. Размыслив, вернулся ко всем ловушкам и проделал с каждой то же самое. К этому времени морось кончилось, выглянуло солнце, и по зеленой листве расплылись веселые пятна света. Возвращаться в барак не хотелось, и я пошел вверх по распадку небольшого ключика, впадавшего в медвежий. Его топки и берега поросли хвощом и были сплошь изрыты дикими кабанами. На склонах распадка росли дубы, увешанные созревавшими желудями. Чем выше я поднимался, тем глуше становилась местность. Порой заросли бересклета, дикого винограда и лимонника становились передо мной непроходимой стеной. Лисев отдохнуть, я вдруг услышал шум, доносившийся с верховьев. Он приближался ко мне, и я снял затвор карабина с предохранителя. Все ближе невидимый зверь, и все сильнее и сильнее стучит сердце. Не доходя до меня метров тридцать, зверь остановился, и вдруг тревожное фу, фу, разнеслось по лесу. Кабан бросился на утек. Я удивился столь острому чутью зверя, пока мой взгляд не упал на брошенный окурок, предательски дымившийся во мху. Возвращаясь в барак другой дорогой, залез в такие заросли, что когда после получасовой борьбы в злости упал на них, они держали меня в воздухе, как в гамаке. Возле барака хлопотали зайцы карабанов. Они пристроили бывшую баню под коптильню, не принялись за производство окорков. Шуму и разговоров в этот вечер было много. Сузев по случаю открытия промысла, налил всем поступки, и вскоре в нашем доме стоял хвостливый голдеж. Наш командир суетился больше обычного. Захмелевший Димка убеждал зайца, что скоро на перевальной будет норковая ферма, а слушавший их разговор карабанов только отмахивался. Ерунда! Мясо надо! Мясо! Два десятка ловушек нас, конечно, не устраивали. И утром мы, отправившись в свой первый промысловый вояж, оставили зайца и карабанова разыскивать материал для самоловов. С нетерпением шел я к первой ловушке, но приманка оказалась целой. Норка больше не пришла, и это было вполне естественно. Мне бы тоже на ее месте не захотелось лезть второй раз в подозрительный ящик. Только шестая ловушка оказалась закрытой. Радостно нагнувшись к ней, я постучал пальцем по крышке. Внутри было тихо. Я припал глазом к щелке, но сколько не присматривался, ничего не увидел. Тогда я взял ловушку и потряс ее. Внутри болталась протухшая приманка. Ловушка сработала вхолостую. Сузеву, как и мне, не повезло. Зато Димка появился нагруженной половиной своих самоловок. Одна была в рюкзаке, две другие он держал под мышками. Мы окружили его почетным эскортом и, награждая всяческими похвалами, поспешили с ним в барак пересадочной клетки. Клетка представляла собой большой ящик, затянутый с одной стороны металлической сеткой. С большой осторожностью открыли первую ловушку, и в клетку серым комом шлепнулся еж. Самый обыкновенный колючий еж. Все слегка растерялись, и Димка больше всех. Вслед за первым ежом в клетку последовал второй. «Ну, бог троицу любит», сказал Маргунов, раскрывая третью ловушку. Но в третьей сидел не еж. Огненно-желтой лентой метнулся из нее колонок и зарыскал по клетке в поисках выхода. Мы постояли над ящиком, помолчали. Потом Димка взял его, вынес за дверь и вытряхнул всю троицу на свободу. Звероловный дебют Маргунова был окончен. Заяц и Карабанов наскребли досок еще на десятка-полтора ловушек. Подумав, все решили, что пол в бараке не обязателен, и Сузи фотодрал от него еще три длинные доски, которых хватило на восемь ловушек. К вечеру у нас вместе с действующими было их сорок пять штук. Зарезив свою коптильню очередной порцией гнилушек, Карабанов и Заяц снова уехали на ночную охоту. На дне плесов перевальной растет какая-то трава, которую с удовольствием едят изюбри. С наступлением темноты они выходят к реке и, забравшись в нее, погружают свои морды в воду в поисках корма. Там и поджидали их Карабанов и Заяц. Сузев занялся ремонтом своей одежды, мы же с Димкой поспешили к реке. Еще днем Маргунов заметил, что в Перевальной есть раки. Захватив мясные отходы и изготовленные на скорую руку садки, мы поехали ставить на ночь свои снасти. Выбрав подходящее место, мы опустили сетки на дно. Ночью вернулись Карабанов с Зайцем. Они снова убили изюбря. Теперь запасов мяса нам должно было хватить надолго. Однако, судя по их разговору, они не собирались оставлять свой промысел. Я чувствовал, что наши проводники приехали сюда совсем не ради норок, а в надежде использовать наши лицензии на отстрел зверей. Утром они уехали за оставленным на реке изюбрем, мы же опять нагрузившись ловушками отправились по своим ключам. Я, расставив новые ловушки, проверил старые, а в двух живоловах сидели ежи в одной бурундук. Что привлекло оттуда полосатого грызуна, я не понимал. Не на рыбный же стол решил он сменить свое растительное меню. Когда я взял его на руки, у бедняги едва не выскочило сердце. Он даже не пытался сопротивляться. Я отпустил его, свистнул, и бурундук, задрав хвост, моментально забрался на дерево. Так как мои угодья находились ближе к бараку, я вернулся первым, и до прихода остальных успел проверить садки на раков. К моему удовольствию попалось их много. Потом осмотрел винтеря и вытащил здоровенную щуку. Причалил я к нашему берегу одновременно с зайцем и карабановым. В их лодке лежал трехлетний изюбрь. Наблюдая, как они разделывают зверя, я учился этому мастерству. Через полчаса от изюбря остались в буквальном смысле рожки до ножки. Сузев появился между нами как-то незаметно, и смотря, как мы работаем, спросил у меня об успехах. А я поймал, сказал он таким тоном, как будто поймал пескаря. Мы бросили изюбря и побежали смотреть норку. Она действительно прыгала в пересадочной клетке. Великолепный самец сердито блестя глазами урчал и скалил на нос острые зубы. Теперь уж Сузев не скромничал. С явным удовольствием он рассказал, как удалось ему заполучить свой трофей. Оказалось, что норку загнал в дупло Бобик, самый вредный пес в стае. Видимо, он был неплохим охотником. В благодарность за труд я хотел погладить подвернувшегося пса, но тут же отдернул руку. Бобик угрожающе зарычал и зло сморщил нос. Чертова собака! Она никому не позволяла притронуться к себе. Сузев рассказал, как он по всем правилам охотничьего промысла достал норку, умолчав, однако о том, что против всех правил позволил ей тяпнуть его за палец. А укусил самец сильно, но чего стоил покусанный палец в сравнении с добычей. Норку перенесли на чердак и выпустили в устроенный там вольер. Не успели мы спуститься на землю, как на противоположном берегу перевальной появился Димка и сразу же завопил, чтобы его перевезли. Вот она родная, вот! Тряс он в воздухе брезентовым рукавом. Чтобы не таскать ловушки, мы сшили вчера эти пересадочные рукава. В нем действительно что-то шевелилось. «Ежих, что ли?» спросил я, причаливая к берегу. Димка смерил меня уничтожающим взглядом, но ничего не сказал. Видимо, он боялся снова оконфузиться. Спасения его оказались напрасными. На этот раз он поймал то, что хотел. В клетку из рукава вывалилась норка. Две в один день стоило радоваться удаче, но в глубине души я чувствовал себя уязвленным. Все-таки я считался охотником со стажем, а Димка так себе начинающий. На следующий день чуть свет я побежал к своим ловушкам. Первые две перевернул и разбросал медведя, сожрав в них приманку. Салапый был, видимо, голоден, распольстился даже на мизерных пискарей, вкуса которых он наверняка не разобрал. В третьей ловушке шестой бурундуки, ну еж это было понятно, он все-таки рыбы не брезгует. А зачем лезли бурундуки? Не хватало им что ли других дырок в тайге? У меня в кармане завалялась красная ленточка. Я разорвал ее на части и всем троим навязал на шее галстуки. Бурундуки отправились к своим женам настоящими франтами. Дальше шло несколько пустых ловушек, из остальных я вытянул здоровенного колонка, двух ежей и даже мышь. Все лезло в мои самоловы, кроме норок. Грешным делом я подумал, не виновата ли в этом та первая, что удрала из перекосившейся ловушки. Заметив на берегу реки следы норки, я начал внимательно рассматривать их и в одном месте нашел остатки норкиной трапезы. Мне и раньше попадались краснеющие на солнце корочки рачьих панцирей, но я не обращал на них внимания. На этот раз передо мной были совершенно свежие остатки рака. Раздробленные лапки имели еще свой природный цвет. Так вот в чем дело. Оказывается в норки на меню входят и раки. Этого мы не знали, считая лучшей приманкой свежую рыбу. Что есть духу помчался я к рачьим садкам. Как назло, на этот раз все раки были крупные, мне отобрав тех, что поменьше, я устроил в первых ловушках настоящее ассорти из рыбы и раков. К концу этой работы начал накрапывать дождь, тайга сразу стала неуютной и пришлось поспешить к баракам. Там сидел Карабанов, укладывающий свою готовую продукцию. Печеное и сушеное мясо из зюбря. Сушеное мясо мне понравилось. Шабаш те малые со своей затеей, растягивая слова, сказал мне Карабанов. «Все одно на норках не заработайте. Ну, десять штук поймаете, а чё это? Тьфу!» «Вон а уж сколько дней извели, как уехали из дому, а чё заимели? Бейте зверя!» «Сузь, вы что? У него оклад ничего, ему можно прохлаждаться». «На чём же нам тут ещё зарабатывать?» спросил я его. «Хе-хе!» усмехнулся Карабанов. «Одно слово, мне в свои сани вы влезли, мне бы так на работе числиться, как вы, пользовали бы тайгу матушку». Хозяйственным мужиком был Карабанов, всё он предусмотрел, всё продумал, и чистые мешочки, и холстинки. По доброй традиции охотничьих законов, добытое мясо принадлежало нам всем, но у него на этот счёт имелась своя точка зрения. Я не стал больше слушать его, и сегодня же решил поговорить с Сузевым. И Димка, и Сузев вернулись пустыми, но это нас не огорчило. Мы залезли на чердак и расширили вольер. Наши дикарки не хотели показываться из своих закутков, и мы не стали тревожить их. К вечеру дождь затих, и все отправились собирать маньчжурские орехи, которые росли сразу же за стеной барака. А они уже созрели и в изобилии устилали землю. За пятнадцать минут мы набрали без малого мешок. Раскалив печку, насыпали на нее очищенные от зеленой скорлупы орехи и вооружились ножиками. Маньчжурский орех крепок, толстокош, его трудно расколоть и добраться до ядра. На печке же он с легким хлопком раскрывает свой носик, и тогда уж съесть его дел желания. Приятное занятие, вот только руки после этого невозможно отмыть. Они приобретают ядовитый желто-коричневый цвет. Сузев выпачкал даже физиономию и стал похож на невылинившего колонка. Не ожидая ужина, Карабанов и Заяц опять ушли на охоту. Тут и произошел задуманный мною разговор, в который с горячностью вмешался Димка. Ты нам скажи, как ты их нанимал? спрашивал он у Сузева. Должны они ловить норок или нет? Или они приехали только из зюбров бить? Эта шерсть неорганизованная всю тайгу перестреляет, говорил он, имея в виду Карабанова. Димка почему-то сразу не взлюбил нашего проводника и всегда косился в его сторону. Ну чего мычишь, наседал он на Сузева. Сузев со свойственной ему манерой пытался уклониться от разговора. Ну вот, мы вы горячился Димка. Не хотят работать, гнать их к чертовой матери и все дело. Вообще-то нужно с ними поговорить. Наконец согласился Сузев. С Зайцем о работе я не договаривался, а вот с Карабановым заключил договор. Мы еще не заснули, когда вернулись охотники. Ну как? Спросил их Сузев. В ответ Зайц показал два пальца. Да куда уж нам столько мяса? Удивился Сузев. Хватит наверное бить изюбров, ребята, неуверенно сказал он. Сами не съедим, люди помогут, ответил Карабанов. Все узнают, неприятности могут быть. Кто узнает? Тайга матушка кругом, усмехнулся Карабанов. Да, но набьем, накоптим, на всю зиму будет. Че в бирюльки играть? Скоро рев, в самый раз бить зверя. Да много ли с одного зюбря мяса? Засушишь так и пуда не будет. Ты возьми в толк Петрович, с зюбрей проку больше, чем с норок. Соображай, как сытнее. Сытнее или голоднее, а нам нужно ловить норок. Какой разговор? Вы ловите норок, а мы с Петром и себя и вас обеспечим. Сузев поднял брови и задумчиво с интересом посмотрел на Карабанова. Приедешь в город, еще спасибо скажешь, а не застесняешься, так и деньжата будут. Не молец почитай, прикинь, че к чему. Но мы втроем можем не поймать пустое, махнул рукой Карабанов. Не поймайте, только-то и делов. Не привязаны чай звери. В общем, так, неожиданно заговорил молчавший до этого Димка. Еще один изюбр, и я составлю на тебя акт. Карабанов оторопел. Че? Только и смог он произнести. А ничего, передразнил его Димка. Еще один изюбр, и готовь монету. На твердо сказал Сузев. На скулах у него перекатывались желваки, а потемневшие прищуренные глаза не оставляли сомнений относительно душевного состояния нашего командира. Карабанов не возражал, спокойный насмешливо глядя на Сузева и Димку. Он помолчал, размышляя и прикидывая. Связался я, господи, с блаженными, вздохнул он. Лови-ка ты своих норок сам, мне не с руки мельчится. Завтра я еду домой. Заяц во время всего разговора молчал, нам остались неизвестными его намерения. Наутро он не уехал с Карабановым, хотя и помогал ему собираться. Из дневника экспедиции запись, сделанная Маргуновым. 22 августа. В нашей Ка развал. Этот Карабанов порядочная сволочь, браконьер, сукин сын. Вчера мы поругались и он уехал к чертям. Сегодня поймали две норки. Ура! Они клюнули на раков. Пришлось ловушки начинять раками. У всех болят ноги от холодной воды, ведь каждый день приходится бродить в ней. В тот день мы действительно поймали две норки и попали они в мои ловушки. Мой охотничий престиж был восстановлен, а поголовье норок в вольере увеличено. 35 штук в нем виделись еще в далеком будущем, но это не убавляло нашего оптимизма. Заяц, раздобыв где-то две доски, начал мастерить ловушки. Вечером после захода солнца мы наблюдали осенний пролет вальшнепов. Первый раз я видел так много лесных куликов, тянущихся в одном направлении. Теплолюбивые птицы чувствовали приближение осени и откачевывали к югу. Стоял конец августа, ночи становились все холоднее. По утрам, шагая по берегу ключа, я рвал из синя-черную жимолости голубику, ягоды обдавали меня холодом утренней росы. За неделю мы поймали еще семь норок, и на чердаке нашего дома образовалась маленькая норковая ферма. Зверьки быстро привыкли к нам, и стоило только провести пальцем по сетке, как из отверстий гнезд высовывались их любопытные мордочки. Некоторые были так смелые, что пытались поймать палец. Хотя Димка и выказывал предположение, что они хотят его полизать, однако твердой уверенности в этом ни у кого не было, и никто не отваживался убедиться в его правоте. Население фермы переваривало рыбу с удовольствием, и наш бассейн работал с полной нагрузкой. Последние дни перед с ним. Он расширил бассейн, и теперь бывшая лужа могла вместить рыбу на неделю и нам, и норкам. Делать его большим не имело смысла, так как вылавливать оттуда рыбу стало бы неудобно. В конце месяца у нас подошли к концу продукты. Собрался уезжать Заяц, мы с сожалению расставались с ним, потому что был он все-таки веселым и покладистым малым. Отправляясь с нами, Заяц не оговаривал себе никаких условий. Бродяга по натуре, он поехал с нами из любви к бродяжничеству и бескорыстно внес свою лепту в наше дело. Поговорив с Сузевым, мы вручили на прощание Зайцу винтовку, еще вполне сносную Арисаку, которую Сузев взял на кордоне у Русанова, где оставлял ее когда-то на хранение. Заяц даже растерялся от такого подарка. «Ну, ребята! Ну, ребята!» Только и повторял он, вертя винтовку в руках. Пообещав в ближайшее время оформить на винтовку разрешение, Сузев на первое время выдал Зайцу удостоверение о том, что он является внештатным ловцом диких животных приморской зообазы. На утреннем совете было решено, что в бараке останусь я, вместе со мною оставались и собаки. Я должен был проверять ловушки и содержать норок. Хозяйство большое, поэтому я попросил Сузева и Димку не задерживаться в деревне. Заяц подарил мне свою лодку, и они втроем устроились в одной. От островной до Вострецова Петр думал добраться или Аказий, или пешком. Напрямую между ними было чуть больше тридцати километров. Он увез с собой Бобика, так как на опте мы убедились, что ловить норок собаками занятие безнадежное. Я попрощался с ними, и они что-то горлани скрылись за поворотом реки. Обойти за весь день полсотни ловушек оказалось делом нескорым. Проверка их закончилась только к вечеру, и мои добычей стали норка и еж. Молодого ежа я принес домой, надеясь, что он станет ловить мышей, которых в последнее время развелось великое множество. Пока просматривал непроверенные утром винтеря из сетки на раков, наступила ночь. Не зажигая лампы при свете горящей печи, я готовил себе ужин. Собаки лежали рядом, неподвижно уставившись на огонь. Сегодня я решил устроить норкам разгрузочный день, бросив им только по небольшой рыбешке, наполнив раками свою кастрюлю. Кусок изюбрятины, пара свежеиспеченных лепешек и раки составили мой ужин. На всякий случай на печке стоял котелок с чаем, от открытой двери тянуло прохладой, и мне пришлось закрыть ее. Но даже через нее собаки что-то услышали и вскочили на ноги. Я как раз занимался раками, мне никак не хотелось выходить наружу. После моего окрика собаки с ворчанием улеглись, не переставая чутко прислушиваться к чему-то за стеной и время от времени поднимая головы. Накормив их, я улегся спать. Утром, переплыв в перевальную, я пошел за наживкой к бассейну и не узнал его. Вокруг все было истоптано, изрыто, словно бульдозером. Присмотревшись, я понял, что это работа медведя. Косолапый разбойник набрел на столь богатый рыбой водоем, что решил заняться рыбалкой. До этого случая я был убежден, что медведи подслеповаты вообще и ночью видят еще хуже. Не знаю, как уж он увидел рыбу, но только сработал чисто. Видимо, способ выуживать рыбу лапой оказался малоэффективным, и он решил вопрос с практической сметкой. Затоптав лужу до небольшой ямки, медведь согнал туда всю рыбу. Дурацкий случай! Мне нужна была на приманку рыба, а где ее взять? Оставлять старую приманку равносильно захлопнуть ловушки. Тухлятину норка никогда не возьмет. На мое счастье в винтеря попались две крупные рыбины, и я порезал их на части, прибавив к этому несколько мелких раков и подобранных на берегу ракушек. Хотя медведь испортил мне настроение, все же шагать утренней тайгой всегда приятно. Лещина щедро наполняла мои карманы орехами, земля дарила ягоды, я с удовольствием угощался и тем, и другим. Пробираясь по тропинке мне нет-нет, да и удавалось подсмотреть какую-нибудь лесную тайну. Вот на дереве ссорятся две белки, может просто спорят, одна из них сидит и умывается, вторая возбужденно бегает туда-сюда псучку. Белки что-то цокают, но что мне не дано знать. А вон из-под крутого берега выплыл выводок чериад. Молодые утки уже мало чем отличаются от мамаши. Иногда я просто сижу и слушаю тайгу. Слушать ее так же интересно, как и наблюдать. Вот где-то в ветвях поет мой частый спутник в походах. Серенькая птичка безымянка. Уинь, уинь, честер потерял, уинь, честер потерял, высвистывает она. Неправда, неправда, свищу я в ответ и хлопаю по ружью. Приманки мне, конечно, не хватило и несколько ловушек пришлось оставить пустыми. В этот день норок в нашем вольере не прибавилось. Ловушки заполнили обычные клиенты ежи и кланки. Вернувшись к бараку, я восстановил разрушенный медведем бассейн и поставил в протоке сетку, подаренную нам Трофимовым. На завтра мне обязательно нужна была рыба и на одни вентяря рассчитывать не приходилось. Перед вечером я попробовал паудить спиннингом и, к своему удивлению, поймал четырех крупных линков. Рыбу я бросил в ведро с водой и занес в барак. Тут я подумал, а что если медведь заберется в баню, где хранилось наше сушеное мясо, ведь не побоялся же он ограбить бассейн. Я перетащил все мясо в барак и подвесил на стене. День пролетел как-то незаметно. Снова трещат в печке дрова и снова я шлепаю на сковородку лепешки из пресного теста. Перед сном я вышел покурить и вдруг услышал в ночной тишине какой-то странный непонятный звук. Не то вой, не то рев. короткий, нетерпеливый и властный прозвучал он с ближайшей сопки. Затем рев повторился, на этот раз звучал дольше, переходя от низкой ноты к высокой. Прозвучало в третий раз и хотя я до этого ни разу не слышал как ревут из зюбры, догадался, что это они и что у них начался гон. Лето закончилось. Тайгу вступил сентябрь, начиналась осень. Утром я проверил свои ракко-рыболовные снасти, раков не было, зато рыбы попалось много. Решив, что днем косолапый не осмелится прийти, я вытряхнул ее в бассейн, оставив для страховки возле барака собак. На самых дальних ловушках мне снова пришлось увидеть работу медведя. Шесть ловушек были перевернуты, втоптаны в грязь. Глянув на отпечатавшиеся следы, я невольно потянулся к карабину. Рядом со следами медведя мои следы выглядели просто детскими. Я, восстановив ловушки, постарался долго не задерживаться в тех местах. Вернувшись к бараку, я встретил на берегу жулика, приветствовавшего меня каким-то тоскливым лаем. Он лежал возле воды и временами принимался лаять на речку. То зло, то обиженно, то обреченно. Несколько раз он принимался лакать воду и, наконец, обессиленно уронил голову на лапы. Я подошел к нему и от удивления свистнул. Во что превратилась собака? Передо мной лежал не жулик, а подобие пузыря. Живот его был самых невероятных размеров. Пес тяжело дышал. Его мучила жажда, и он, напившись раз и два и, будучи не в силах выпить всю речку, в злости лаял на воду. Мне приходилось слышать выражение «лаять на воду», но я никогда еще не видел, как это выглядит в жизни. Посмотрев вокруг, я заметил чуть поотдаль и Волгу. Бедняжка тоже маялась животом. Видимо, собаки что-то сожрали. Надо было помочь им, но как? По идее, им требовалось слабительное, но не могли же мы предусмотреть этот случай, и потому оно отсутствовало в нашем походном реквизите. Не зная, что делать, я вошел в барак, и тут мне стало ясно, что сожрали собаки и почему их раздувало на части. Съеден был весь наш сушеный и копченый изюбрь, без малого двадцать килограммов. Ах, жалкие твари, я оставил вас караулить рыбу, а вы сожрали мое мясо. В злости я хотел наказать воров, но, поразмыслив, изменил намерение. А раз уж так случилось и мясо не вернуть, я решил отучить собак от дурных поступков привить ему словный рефлекс отвращения. Видя, как они мучаются, я достал оставшийся у меня от обеда кусок изюбрятины и принялся за лечение. Я был твердо убежден, что собаки не смогут съесть больше ни грамма мяса, и потому верил в успех. И действительно, когда я ссунул его под нос жулику, он с отвращением отвернулся. «Нет, жри», говорил я ему, тыча в зубы мяса, «Жри, прорва, и обязательно лопнешь». Жулик тихонько стонал и с мукой во взгляде косился на мясо. «Действует», не успел подумать я, как пес, щелкнув зубами, схватил кусок, селись быстрее его проглотить. «Ах, паршивец! Этот негодяй находился на последней стадии падения, и никакие методы уже не в силах были его излечить. Даже сдыхая от обжорства, он не мог удержаться от искушения». Я треснул его по морде, и после этого мне стало немного легче. Но не настолько, чтобы не думать об ужине. Вокруг меня было одно жулье. Медведь сожрал рыбу, собаке мясо. Что же осталось мне? Пришлось довольствоваться сохранившимся в ведре ленками стаканом голубики, собранной возле дома. В тот вечер хозяйственные хлопоты закончились у меня около полуночи. Выйдя на свежий воздух, я долго слушал изюбриную перекличку эхом раскатывающуюся по сопкам. Многоликая незатухающая жизнь. Всюду звучат твои песни любви и всюду борьба. Борьба за любовь, за самую жизнь. Слушать изюбрёв ночной тайге и радостно, и тревожно. Радостно потому, что в голосе оленя чувствуешь мужественного бойца, бросающего вызов и готового постоять за свое право любить. И грустно, потому, что знаешь, не все будут счастливы. В любом бою не бывает ничьей. Кто-то уйдет побежденным. Утром я увидел, что косолапый вор снова обокрал наш бассейн. И как нарочно, из всех снастей, рыба набралась только на корм норкам. Это было прямо-таки несчастье. Нечем было наживить ловушки, нечего было есть и мне. Подобное хамство не могло остаться безнаказанным. Рыбу я взял на замену в ловушке и норкам же на чердаке решил дать, что бог на душу положит. Кроме двух норок, на этот раз я забрал из ловушек и всех залезших туда бурундуков. Вернувшись к бараку, накопал червей, насобирал улиток и настрелял печук. Все это вместе взятое бросил в вольер, предоставив норкам самим разобраться, что для них более подходящее. Больше всего меня занимала мысль о наказании медведя. Засаду возле бассейна я устроить не мог. На отмеле рос только кустарник. Караулить со своего берега было бесполезно, ночи стояли безлунные. На таком расстоянии я бы ничего не увидел. Все же план родился. В целях возмездия я решил воспользоваться ручными сигнальными ракетами, захваченными Димкой из города. Как, кстати, пригодились эти штуки, которые Сузев хотел выбросить, сочтя их за хлам. Притащив две валежины, укрепил на одной три ракеты и нацелил их на бассейн. Ко второй валежине пристроил вращающуюся доску с оставшимися двумя ракетами. У меня получилось что-то вроде пулеметной турели. Первая ракетная установка стояла чуть поотдаль. Возле второй я решил устроиться в засаде. В том месте левый берег поднимался выше правого и мое оружие было нацелено сверху вниз. К вечеру я восстановил бассейн и сколько мог наполнил его рыбой, разбросав несколько рыбин на берегу. Перед полуночью, закрыв собак в бараке и прихватив карабин, отправился в засаду. От меня до бассейна было около пятидесяти метров, но сколько я не всматривался, увидеть ничего не мог. Только по раздававшимся шорохам догадывался я о ночной жизни тайги. Кто-то бегал, прыгал, шумел, опавший листвой. Звери жили своими заботами и им не было никакого дела до меня. Медведь пришел, когда ковш большой медведицы почти опрокинулся. Он, видимо, нашел разбросанную мною рыбу и я услышал чавканье. Мигом слетело сонное оцепенение и громко ёкнуло сердце. Я старательно вглядывался в темноту, но по-прежнему ничего не видел. Услышав, как булькнула в бассейне вода, я сжал в кулаке бечевку и с силой рванул ее на себя. Резкий взрыв. Три шипящих огненных ленты, прорезав темноту ночи, пронеслись над рекой и уткнулись в противоположный берег. Зловещим светом осветилась тайга. Сначала я и сам не понял, что произошло. Мне показалось, что медведь поймал одну из ракет. Он мухнул не своим голосом, пытаясь скорее избавиться от нее. Две другие плясали рядом, разбрасывая красные искры. Медведь орал и выделывал такие кульбиты, что я никак не мог понять, где у него голова и где все остальное. В догорающем свете ракет мне показалось даже, что он сделал стойку на передних лапах. Чуть развернув доску, я прицелился двумя последними ракетами и, отпрянув в сторону рванувшим. Снопом слепящих брызг взорвались ракеты перед носом медведя. Косолапый с ревом поднялся во весь рост и грохнулся на землю. Я видел, как медведь неподвижно растянулся на песке, и у меня мелькнула мысль, не околел ли он со страху. Все произошло так неожиданно, вспомнил о нем, когда и медведь, и река погрузились в темноту. Вот тебе на! Вместо того, чтобы стрелять, я разинув рот смотрел на медвежью самодеятельность. Может, и не нужно было стрелять? Вдруг и правда медведь умер со страху? Я много слышал побосенок о слабосердечности медведей. Впрочем, пребывать в неведении пришлось недолго. Вскоре забрежил рассвет, и я воочию убедился, что эти рассказы враки. Уж больше перепугать медведя вряд ли можно было бы придумать. Возможно, что косолапый стал заикой, но жить остался. Впрочем, я не жалел об этом. Вернувшись с проверки ловушек, я увидел на берегу Сузева с Димкой и новую собаку. Крупный одноглазый пес с длинно светло-каштановой шерстью держался независимо и с достоинством. На мой вопрос, зачем они его притащили, Сузев пожал плечами и сказал, что хозяин не хотел его кормить. За разговорами вечер пролетел незаметно. Утром проснулись под шум проливного дождя. Дождь хлистал косыми упругими струями, и мы почти полдня просидели в бараке. Только после обеда я выбрал время и сбегал к своим ловушкам. Они стояли нетронутыми, безмолвно открыв свои пасти. Не было даже ежей. Медведь же и ручей вздулся, пополнял от воды и грозил затопить некоторые из ловушек. Я переставил их на новые места и поспешил обратно. Дождь лил трое суток. Он пропитал водой всю тайгу. Светлое, прозрачное, перевальное, стало мутной и с шумом катило свои воды. Разлились мелкие ручьи, превратившись в непроходимые потоки. Уныло в мокрой тайге. Днем мы отсиживались в бараке, занимались хозяйством, а вечерами тренировались подманивать изюбров на берестяную трубу. Искуснее всех в этом деле оказался Димка. Ему удалось подманить ослепленного ревностью самца едва ли не к самым дебрям барака. Дикий бык оказался глупее, с невинным видом сказал по этому поводу судив. Димка выразительно посмотрел на него, но выяснять вопрос о существовании другого быка не стал. Вскоре и на мой зов стали отвечать изюбри, и через два дня мы отправились на охоту. К тому времени у нас было около двадцати норок, которых надо было кормить, а не только рыбой. Необходимо было свежее мясо. К тому же приближался листопад. Тогда подойти к зверю будет почти невозможно. Место для охоты выбрали километрах в двух от барака, где к самому берегу реки подходила марь. Приехали мы засветло и, ожидая начала рева, принялись собирать ягоды. Какое великое множество голубики и жимлости росло здесь. За каких-то полчаса мы собрали два ведра. Перемазанные фиолетовым соком сидели мы на кочках и прислушивались к тишине. Осенью можно прохаживаться по маре. Попробую сделать это летом. Моментально съедят комары. Первый изюбрь подал голос, когда было еще светло. Где-то далеко затрубил второй. Самый ближний к нам заревел уже в сумерках. Сузев взял винтовку и пошел вперед, за ним с трубой Димка чуть сбоку я. Изюбрь заревел еще раз. Маргунов ответил. Не заподозрив обмана, самец принял вызов, и между ним и Маргуновым началась голосовая дуэль, которая обычно предшествует боевому турниру. Самец, услышав соперника, стал злиться, но в его голосе все сильнее звучали ноты ревности. Димка дразнил его, дерзко отвечая, и, наконец, Изюбрь не выдержал и бросился к противнику. Марь мы выбрали не случайно. На фоне чистого неба легче было заметить оленя. Изюбрь остановился где-то возле опушки. Рискуя быть разоблаченным, Маргунов последний раз дунул в трубу. Ослепленной страстью и ревностью, не выбирая дороги, ломясь прямо через кусты, Изюбрь выскочил на марь. Я хорошо видел его высоко вскинутую голову с развесистыми рогами. Олень летел прямо к месту, где стоял Димка, и тот, переплошившись, стиганул в сторону. Поднявшись из окочек, Сузев скинул винтовку, но она только чакнула. Осечка. Зюбрь заметил обман, круто развернулся, но Сузев успел передернуть затвор. Многоголосое эхо выстрела прокатилось по сопкам. Добытый нами олень оказался очень крупным, и это решило наши пищевые проблемы. На следующий день, возвращаясь с проверки ловушек, я услышал монотонный крик бурундука. Полосатый лесной барометр снова предвещал дождь, и, как всегда, не ошибся. К вечеру небо обложило низкими тучами, и по-осеннему холодный затяжной дождь загнал нас в барак на целую неделю. Конечно, сидеть днями в помещении мы не могли, и изредка ходили в тайгу, добросовестно делая свое дело. Из дневника экспедиции. Запись, сделанная Маргуновым. 15 сентября. Не всем в мутной воде легче ловить рыбу. Норка, к примеру, не может ее поймать и переходит на другой харч. Сейчас она ищет всяких там мокрых воробьев и прочих печук. К нашим ловушкам совсем не подходит, потому что не может учуять в них рыбу. Вода уносит запах, а небо прохудилось основательно. Все мокрое и холодное. Ловушки замывают грязью. Каждый день таскаешься с ними на новое место. Дождю не видно конца. Сегодня полез кормить норок, как-то нечаянно сунул за сетку палец, и его не полизали, а укусили. Все же, как бы нам придумать заряжать ловушки какой-нибудь живностью? В доме у нас до черта мышей. В первый же погожий день, истомившись от безделья, мы с Димкой решили отправиться в путешествие. Хотелось поразмяться, посмотреть новые места, тянувшие к себе заманчивой неизвестностью. Сузев ворчал, но мы пообещали ему долго не задерживаться. Собираясь в дорогу, Димка положил к себе в рюкзак одеяло. Сколько я его не уговаривал не брать лишнюю тяжесть, но наотрез отказался внять моему совету. В его голове крепко засели образы индейцев, в атрибут которых обязательно входила эта вещь. Солнечным тихим утром мы, свистнув собак, бодро зашагали по расцвеченной, посвежевшей после дождя тайге. Осень уже полновластно хозяйничала в лесу. Каких только красок в нем не было. Желтые, зеленые, оранжевые, багровые, коричневые цвета заполняли все пространство. Цветной пожар бушевал вокруг нас. Особенно нравились мне клены. Их резные листья прям-таки полыхали на фоне зеленых кедров и елей. Мы шли по направлению русла перевальная, срезая ее изгибы. То и дело попадались заросли дикого винограда и актинидии. Ягод было так много, что невольно рождалось сожаление о пропадающем бесполезно добре. Хотя природа и предусмотрела их диких потребителей, но вряд ли они были в силах съесть и третью часть таежного урожая. Зревающие шишки пучками торчали в кронах деревьев, и возле них уже хлопотали кедровки. Чем дальше мы пробирались в верховьях перевальной, тем стремительней становилась река. Километров через десять она превратилась в непроходимую для лодки дорогу. Заломы следовали через каждый полкилометра. К концу дня, пройдя километров двадцать, мы остановились на ночлег на берегу реки. Пока я устраивал костер, Димка подстрелил на ужин двух рябчиков. Нодия из сухого ясеня горела ровно и сильно. Нодия Таежный долго и слабо горящий тлеющий костер сложенный из бревен. Слово Нодия является заимствованным из финско-угорских языков. Завернувшись в свое одеяло, Димка сосала огромную козью ножку, неподвижно уставившись на огонь. Он и впрянь был похож на индейца, не хватало только перьев на голове. Наступило утро, после завтрака мы перешли по залому перевальную и ушли от ее берега, намереваясь сделать крюк по пути домой. Теперь мы стремились в сопки, к дубнякам на поиск диких кабанов. Их следы встречались и вчера, но стараясь уйти как можно дальше, мы не обращали на них внимания. Собаки бегали вокруг нас, то и дело облаивая какую-то мелочь. Жулик тявкал на всех, кто ему попадался, на бурндуков, мышей. Букет был, по-видимому, бельчатником. За вчерашний день он облаивал не меньше двадцати белок. Он и сейчас внимательно осматривал своим единственным глазом кедры и ели. С каждым днем букет мне нравился все больше. У него была бескомпромиссная и честная душа. Будучи в зрелом возрасте, он не заискивал перед нами, был независим, спокоен, бодр, но обидчив. Мы не стреляли белок, но каждый раз я хвалил его за находку, ласково трепля по голове. Букет щурил единственный глаз и утыкался носом в мои колени. Он же явился зачинщиком затеи, которая привела к удивительной находке. Заметив мелькавшего впереди колонка, букет кинулся догонять его, а вместе с ним на перерез зверьку побежал Димка. Нам совершенно не нужен был никчемный колонок, и Димка погнался за ним просто от избытка сил. Недолго нагоняли страху на перепуганного зверька, пока Димка не растянулся на земле, не сумев перепрыгнуть через большую валежину. Сначала он чертыхался, потом замолчал. «Панцуй!» донесся до меня его восторженный рев. Я не придал этому никакого значения, почему-то отождествив непонятное слово с японским бонзай. Истый россиянин Димка испытывал слабость к восточным языкам. Тут до меня дошло, что это традиционный крик корневщиков, и я поспешил к нему. Завалеженный на четвереньках ползал моргунов, описывая круги по траве, и в средине этих кругов стоял женьшень. Самый настоящий, пятилистый, пятипалый, с фиолетовым стеблем и одной единственной красной ягодкой на нем. Эта ягода меня и смутила. Стоял сентябрь, и еще месяц назад все ягоды женьшени должны были созреть и опасть. «Всякое бывает», сказал Димка. «И чего нам, собственно, гадать? Женьшень не женьшень, копаем и все дело». С осторожностью археологов мы начали разгребать землю. Я даже вспотел от напряжения, пока вырыли корень. Это был он, женьшень, и причем редкостный. Вот, «Пусть теперь только заикнется старый, что зря проходили», торжествовал Димка, имея в виду Сузева. Корень мы поместили в котелок, набитый мхом, и тронулись дальше. На большей части нашего пути дубники шли вперемешку с кедрами, и нам бросались в глаза странного вида гнезда, устроенные на дубах. Гнезда встречались целыми колониями, и было непонятно, кому они принадлежали. Только внимательно гнезда не чьи-то жилища, а обычная работа медведя. Косолапый лакомился желудями, и объев ветки, складывал их под себя. Встречались нам и порой кабанов. Дважды собаки схватывали свежие следы, но, пробежав по ним метров двести, возвращались обратно. Мукет всем своим видом показывал, что это не его специальность. Жулика же, за всей его энергичной, но бестолковой суетой проступала откровенная беспомощность и растерянность перед незнакомым делом. Целый день мы шагали по притихшей осенней тайге. Шумели под ногами опавшие листья, катились на россыпях камни. С высоких сопок тайга открывалась перед нами взметнувшимся и вдруг застывшим морем. Безлюдье, раздолье, тишина. Глава четвертая Наступил октябрь. На перевальной появились стайки перелетных уток. Однажды вечером я подстрелил из карабина гуся. К концу сентября у нас уже набралось 30 норок. Осталось поймать каких-то 5 штук, но норки совершенно перестали идти в ловушки. Какое-то время мы по инерции продолжали проверять ловушки, менять приманку, но скоро забросили это дело предавшись рыбалке, охоте и просто безделью. Нас не мучила совесть. На крыше нашего дома бегало, урчало и требовало еды население стоимостью в 15 тысяч рублей, а уж оставшихся 5 норок, мы надеялись как-нибудь добыть. Своего аппетита мы не рассчитали. Добытый нами изюбрь кончился гораздо раньше, чем предполагалось, и последние дни мы только тем и занимались, что старались достать мясо. Трижды выходили вечером с трубой, и трижды возвращались пустыми. Только однажды подошел изюбрь на видимый выстрел, но пуля, задев ветку, ушла в рикошет. Тот год, свой маленький праздник, день рождения, я отметил в тайге на охоте. Димка в честь именинника схлопотал торжественный завтрак, приготовив барсука, свой вчерашний трофей. Вышли мы на рассвете, но перевальный плыл туман. На листьях деревьев, на траве лежала роса. Пока переплыли речку, взошло солнце, оно поднималось над тайгой, и роса засверкала, отражая в себе всю красоту осени. На правом берегу нам пришлось разойтись. Я с Сузевым отправился по медвежьему ключу, Димка еще раз пошел смотреть ловушки. Долго шагали мы по засыпанной листьями тропе. Ручей переходили по упавшему дереву. Внизу шумела вода, вверху раскинулось голубое небо, и полыхали на его фоне ярко-красные гроздья лимонника в пожелтевших листьях. Метрах в пятидесяти от дерева заметили здоровенного колонка. Он сидел на заломе и, не замечая нас, внимательно смотрел в воду. Свернув в сторону синеющей сквозь деревья сопки, мы оставили ручей, и постепенно его журчание затихло за нашей спиной. На подъеме начали попадаться следы кабанов. Звери рылись в опавшей листве, выискивая желуди. Их было много, то и дело свежее дуновение ветра осыпало нас дождем созревших плодов. Вокруг суетились бурундуки, заготавливая на долгую зиму корм. С раздувшимися от желудей щеками они пронзительно кричали, убегая от нас. Под ногами целые кучи перевернутого свиньими листа. Здесь и старые, и свежие порой. Все это перепутано и трудно разобраться в них. Да и вообще, охотиться по чернотропу почти невозможно. Чуть шевельнулся и предательский шорох несется по лесу. Если слышно, как бегают мыши, то что же говорить обо мне? Сузевым мы потерялись. Вскоре я увязался за табуном свиней, иначе в погоню не заметил, как прошел день. Мне так и не удалось увидеть табун, и охоту пришлось закончить в каком-то небольшом ключе, где все было так перепахано, что я только в досаде махнул рукой. Пошел дождь, и спасаясь от него, я забрался под ель. Сидя под ней, вспоминал свои прежние именины с их мелочными проходящими радостями. А в лесу тихо, только шум капель да писк заморенных комаров. Сквозь частую сетку дождя, поднимается туман испарений. Чтобы найти дорогу обратно, пришлось карабкаться на сопку. После дождя опавшие листья скользили под ногами, сползая со склона вместе со мной. Подъем попался крутым, и я уже пожалел, что полез на него, а не пошел долиной ключа. Но в это время ветер разогнал тучи, показалось солнце, и на душе стало веселее. Лес наполнился шумом, списком запорхали стайки синиц и поползней. Недалеко от меня уселся на сухую лисину большой пестрый дятел и запустил свой барабанный марш. Наконец, я вылез на вершину и почувствовал, как закружилась голова. Такое ощущение бывает, когда летаешь во сне. Я забрался на высоту птичьего полета, вокруг меня небо, голубое, беспредельное. Казалось, сделай только шаг, и полетишь подхваченный воздухом. Внизу подо мной море, застывшие цветные волны горных хребтов. Насколько хватает глаз, раскинулись таежные просторы. Убегая вдаль, они сливаются в колышущуюся голубую дымку. Отсюда я вижу перевальную. Тонкая серебряная змейка извивается она между хребтов. Справа и слева в золоте осеннего листа, долин, бегут к ней притоки. Ветер треплет мне волосы, заходящее солнце светит прямо в лицо. Го-го-го-го-го-у, не выдерживаю я и кричу в безмолвный простор. Го-го-го-го-го-у, затихает эхо вдали. Кончился день моего рождения. В небе уже блестели звезды и где-то далеко на марях трубили зюбри, когда я подходил к бараку. Через речку светился огонек нашего жилья. Первым приветствовал меня лаем букет. По утру начались приготовления к отъезду. Сузев решил забрать с собой в деревню всех норок и оставить их там на чье-нибудь попечение до приезда работников зообазы. Переправить их в город можно было самолетом, и он надеялся, что директор не замедлит прислать своего зверокурьера. Устроить на лодке банду маленьких беспокойных хищников оказалось делом нелегким. Норки метались, сердитые пронзительно кричали, и как мы не старались разместить их поплотнее, надстройка поднялась высоко над бортами, создавая опасный центр тяжести. Наконец все было уложено, и Сузев с Димкой забрались в лодку. Я опять остался один. У моих ног стоял букет, призванный разделять мое одиночество. Глядя на оживленные лица друзей, я испытывал непонятное чувство грусти. То ли от сознания того, что они едут к людям, то ли от предчувствия чего-то, но только тоскливо и печально было у меня на душе. Заняв место рулевого, Сузев потоптался на корме лодки, поправил свою затасканную шляпу, и, подняв непомерно длинный для своего роста шест, оттолкнулся от берега. Подхваченная течением лодка помчалась по воде. «Пойдем, букет», сказал я своему лохматому другу, и он побрел за мной к бараку. «Из дневника экспедиции 2 октября Завтра будет неделя со дня отъезда Сузева и Димки. Начинаю беспокоиться. Продукты кончаются, осталось немного картофеля и горсть муки. Хм, буквально на пару лепешек. В общем, два дня протяну, а если они не приедут за эти два дня, тогда моему положению не позавидуешь. На белках и рябчиках долго не протянешь. Впрочем, это виды на худшее. Помнят же они, что тут остался живой человек. Вчера ходил на охоту, видел белок, колонков, но ни одного шелудивого поросенка. Возвращаясь, не заметил, как сбился с пути и вышел к перевальной в трех километрах от барака. Пришел уже затемно, подкрепился остатками борща и лег спать. Сегодня пробежался только по ближним ловушкам. Погода дрянная. Да и вчера устал порядочно. Видимо, с норками закончено. 13 октября. Эти молодчики, очевидно, думают, что кормиться ежедневно мне вовсе не обязательно. У меня осталось восемь картошек и полгорстки муки. Это более чем мало, но не было бы и этого, если бы я не затянул ремень на последнюю дырку. Букет тоже переживает кризис. Я хоть нет-нет, да и поклюю то орехи, то ягоду, а у него дело хуже. Орехи еще не научился щелкать, перебивается, кажется, на мышах. Все чаще в голову лезут дурные мысли. А вдруг с ними что-нибудь случилось? Батехинский залом опасная штука. Перевернись в нем, и можно считать себя покойником. Подожду еще два дня, не будет их, сматываю удочки. Когда-то Карабанов говорил, что тропа, идущая по медвежьему ключу, ведет к дырсу. Завтра иду добывать любой харч, и выручить меня должен букет. За белками он ходит. Он вообще толковый пес. Мы с ним разговариваем. Правда, больше говорю я, а он лежит, прищурив свой глаз, и слушает. Слушатель он внимательный, никогда не перебьет. Иногда ему хочется покалякать. Тогда он встает и начинает издавать какие-то протяжные звуки. Я еще не понимаю, что это значит, но догадываюсь, что он просто-напросто просит подачки. Что ты, мол, меня баснями кормишь? Я ему показую на свой тощий живот, он подходит ко мне и в знак солидарности начинает тереться морды о ноги. Вчера этот чертов пес напугал меня до полусмерти. разговаривал с ним. Ну что, букет, если я еще неделю так тебя покормлю, ты, наверное, меня сожрешь, спросил я его. Ага, услышал я четкий голос. Помертвев, я медленно повернулся к нему. Пес стоял, потягиваясь всем телом, раскрывая в зевоте пасть. И надо ж ему было протянуть такое. И все же, почему они не едут? Дурацкое, дурацкое положение. Нужно что-то предпринимать. Решено, послезавтра ухожу. На завтра, взяв винтовку и дробовик, мы с букетом ушли на поиски пищи. Неудобно было тащить два ружья, но надежда на крупную дичь не покидала меня. Потому я захватил винтовку. Первую белку встретили недалеко от барака. Она сидела на еле и с любопытством смотрела на лающего букета. Мое появление придало страсть собаке и напугало белку. Она попыталась удрать, но сноб дроби остановил ее бег. Дальше произошло то, что и следовало ожидать. Не успела белка долететь до земли, как букет взвился в воздухе, сомкнув пасть ее трепещущее тело. Попирая все законы отношений с хозяином, движимый сосущей пустотой желудка, он, давясь шерстью, почти моментально проглотил нашу совместную добычу. В другое время это был бы безобразный случай для охотничьей собаки, но сейчас, глядя на его дрожащее от голода тело, я простил его. В конце концов, он изголодался больше меня. Вторая белка так же, как и первая, не попала мне в руки. На этот раз я угрожающе прикрикнул на него, но когда попытался отобрать зверька, букет удрал от меня. Я не стал звать пса. Улегшись, на опалые листья закурил и принялся ожидать. Спустя десять минут букет явился. «Сукин ты сын», сказал я ему с презрением, «совесть-то у тебя есть? Что бы ты без меня делал? А ведь жрешь один». Букет уселся на задние лапы и, наклонив голову, посмотрел мне в глаза. «Что бы ты без меня делал?» говорил весь его вид. «Ну хорошо», согласился я. «Коль так уж случилось, и мы попали в беду, то и делить ее должны вместе». Букет неопределенно помахал хвостом. «Сомневаешься?» «Ну так валяй от меня, дуй к своим серым родственникам, они тебя накормят. Я не пропаду, посмотрим, как ты выкрутишься». Я оттолкнул букет и поднялся. Он смущенно подошел ко мне и ткнулся в ноги. В единственном глазу была грусть. «Не прогоняй, хозяин, с волками мне не по пути. Давай уж как-нибудь вместе», хотел бы сказать он. Я зашагал по тайге, не обращая на него внимания. Букет заметался, не зная, что делать. Он то забегал вперед, то отставал в нерешительности, то заискивающе смотрел на меня. «Ищи!» прощающе сказал я, и он огромными прыжками скрылся в чаще леса. «На этот раз ты меня не подведешь», подумал я, провожая его взглядом. Однако прошло больше часа, букет все не подавал голоса. Это означало только одно, он не мог найти белок. Я видел, что пес старается изо всех сил, но белки словно провалились сквозь землю, никто в этом не был виноват. Просто суждено было мне, наверное, остаться в этот день голодным. К полудню судьба сжалилась над нами и послала нам третью белку. Избегавшийся злобленный букет отдал ей всю страсть своего голоса. Я запамятовал его привязать, как хотел сделать, и он после выстрела, забыв все на свете, рванулся к упавшему зверьку. Велика власть голода. Что значили для него какие-то две белки, когда недавно на моих глазах, будучи вовсе не голодными, две собаки сожрали целого сушеного изюбря. «Букет!» только и крикнул я. Он опустился на землю. Его глаза выражали смертную муку, а в душе наверняка боролись силы долга и голода. Я протянул руку, и собака, раскрыв пасть, выпустила из нее такой драгоценный кусок пищи. Он был уже у него во рту, но что-то более сильное, чем голод, заставило пса отдать его. Ловинку белки, раздавленную зубами, неудача не ходит в одиночку. Казалось бы, уж белок-то мы должны настрелять. Ха, так нет, только к концу дня мне удалось подстрелить четвертого зверька. Укет осторожно взял его в зубы и принес к моим ногам. Вернувшись в барак, я уселся на ящик, размышляя, что же предпринять. У меня было полторы белки, а завтра предстояла тяжелая и неизвестная дорога. Велико было искушение сварить и съесть все сразу, но я понимал, что делать этого не следует. Дверь в бараке была открытой, и я скорее почувствовал, чем увидел, как в ее проеме возникла какая-то тень. Сдрогнув, я обернулся. Передо мной стоял жулик. Живой, веселый жулик радостно махал хвостом. Выскочив из барака, я увидел смеющуюся и окровавленную физиономию Моргунова, но присмотревшись, понял, что это не кровь, размазанный по лицу сок голубики. — Привет! — оскаблился он. — Здорово. — Живой? — Да трепыхаюсь еще. — Ну ничего, оживешь, потряс он рюкзаком. — Лихо, я угадал, показал он зачем-то на крышу барака. — Ну как ты тут? — Спасибо, вашими молитвами. Где вас черти носят? Что мне здесь святым духом прикажете питаться? Не выдерживая тона, накинулся я. — Пошли, пошли, — потащил он меня в дом. Первым делом Моргунов развязал рюкзак и вытащил оттуда настоящее богатство. Сало, хлеб, крупу, папиросы. При виде всего этого я подозвал букета. — Держи, дружи, — сказал я, отдавая ему белок. После ужина меня заинтересовало, какие такие дела связывали у Моргунова с крышей барака и что он там угадал. — Все просто, — беспечно объяснил он. Я давно приметил, что солнце садится на углу нашей крыши и все время шел по нему. От изумления я открыл рот. Точка захода, наш барак и дырсу не были расположены на одной прямой, а составляли косоугольный треугольник. И я подумал, что и мне, и ему все-таки здорово повезло в этот день. Страницы, вклеенные в дневник Моргуновым. Шестое октября. Пускаемся вниз за продуктами. По дороге чуть не свернул себе шею. Хотел полезть на кедр за шишками. Весь день едем и только к вечеру приезжаем в островной. Ночуем у Степана Селедкова. Утром Сузев говорит, что перевод должен прийти в дырсу. По берегу до него пять километров, ну а рекой побольше. Дырсу небольшой, но богатый колхоз. Большинство жителей староверы. Зашел вечером в клуб и подивился его скудности. Гитара да балалайка, вот вся музыка. Мне сказали, что баян есть, баяниста нет. Пожалел я их, как оказалось на свою голову. Заставили играть до полуночи. Когда погас свет, тащили меня местные девоньки по всем околицам и голосили до самого рассвета. Становились мы у Калуева, хозяин дома сейчас в отлучке. Рассказом с Сузева мужик он хороший, а вот жена у него, я повесился. Наше появление для нее подобно нашествию гунов. Девятое октября. Вчера пошел на охоту и тут-то заказал себе не ходить в тайгу без топора. Ушел я километров за пятнадцать. Видел табун кабанов, но стрелять не пришлось. Время позднее, решил идти домой. Пока переваливал три сопки, солнце село. Получилось так, что я вышел на хребет, с которого видно деревню. Ну, думаю, все хорошо, пойду напрямик. Спустился с хребта, вышел на ровное место, но попал в болото. Думаю, пройду, да так забрался, что и выбраться не мог. Куда не ссунусь, везде по колено. Смотрю, лесок темнеет, я к нему, а там еще хуже, весь лес в болоте. Что делать? Темно, ничего не видно. Выбираю большую кочку, вешаю карабин на ветку, облокачиваюсь на дерево и спать. Ну, какой может быть сон, когда на дворе середина октября я мокрый и ко всему без телогрейки? Где-то в полночь вздремнул. Вдруг кто-то так дернет меня за ногу, я и шлепнулся в воду. Упал, и сердце зашлось от холода. Поднялся, того хуже. Смотрю, от меня бежит волк. Переполохи забыл, куда и карабин дел. Тут уж не до сна, так и простоял всю ночь на кочке. Утром кое-как выбрался из этого болота и в деревню. Штаны порваны в том месте, где волк хватил, сам мокрый, зашел к одному знакомому трактористу, отогрелся, поспал немного. Вечер, перевода все нет. Сказал Сузеву, что пойду хребтами к бараку, но он отсоветовал. Идут десятые сутки нашего пребывания в Дырсу. Сегодня я настоял на своем, пошел в магазин и взял кое-что взаймы. Сейчас перееду большую сурку, запрячу лодку и пойду к бараку. Запись в дневнике заканчивалась оценкой моих намерений. Он мне рассказал, что хотел идти по тропе в Дырсу. Топа в Дырсу не ведет, она идет в Мельничное, а это километров восемьдесят. Без жратвы дел был бы дрянь. Когда через неделю я прочел дневник, то выразил сомнение относительно существования волка на болоте. Не приснился ли он тебе? Спросил я его. Допустим, ответил Мургунов. Кто тогда порвал мои штаны? В то время это показалось мне убедительным аргументом. Пятнадцатого октября мы уходили с Перевальной, уходили налегке, припрятав оставленные вещи. Если нам и не пришлось бы здесь жить, то приехать за вещами все-таки надо было бы. День выдался пасмурным, изредка накрапывал дождик. Хоть был я в тот день и сыт, но ноги тащил с трудом. Димка на правах проводника легко вышагивал впереди, рассказывая мне о своем деревенском романе. Где-то на третьей пути в начале большой маре дождь пошел сильнее. Марь стала быстро наполняться водой, и у нас промокли ноги и одежда. Потом дождь перешел в мокрый снег, идти стало еще труднее. Марь тянулась несколько километров, видимость исчезла, и мы шли больше по наитию, чем по ориентирам. Я почти выбился из сил, хотелось лечь прямо на землю, в кочки, в снег, и спать, только спать. Наконец морь кончилась. По тайге идти стало легче, можно было отдохнуть под елью или пихтой, где на тебя не валил снег. Я несколько раз спрашивал у Димки, правильно ли мы идем, и он каждый раз отвечал, что правильно и точно. Часов через пять после начала пути он заявил, что скоро покажется большая усурка. Вон, за той большой сопкой, показал Димка, но час проходил за часом, оставались позади сопки, а большой усурки все не было. Я заметил, что мы поднимаемся все выше и выше, менялся характер тайги, каменистей становилась почва. Мы взбирались на какое-то плато, долины реки здесь и не пахло. Я остановился и сказал об этом Димке, он растерянно и беспокойно заметался, я понял, что мы заблудились. Вот тебе и солнце на углу крыши, в сердцах сказал я ему, начало смеркаться, мы были мокры, всталы, нужно было что-то предпринимать. Нет, убежденно сказал Димка, мы где-то близко, большая усурка должна быть рядом. Чему ты так думаешь, спросил я. Не могу тебе объяснить, но я чувствую это. Пойдем обойдем косогором эту сопку, предложил он. Я согласился. Мы обошли вершину сопки и под нами в просветах деревьев открылась долина и блеснула большая усурка. Димка оказался прав. Он не был больше робким новичком в лесу. Он стал охотником. Уже в потемках мы отыскали припрятанную лодку и рискуя перевернуться поплыли через большую усурку. Неприятно это дело переправляться ночью через стремительную реку. Течение вынесло лодку к небольшой деревенской мельнице на противоположном берегу. Темнота наступила настолько плотная, что в двух шагах ничего не было видно. У нас не было ни фонаря ни факела, чтобы двигаться дальше. Мы решили зайти на мельницу. Старый мельник сидел за каким-то ремеслом. Увидев нас, он кошкой сиганул на чердак мельницы и захлопнул за собой люк. Мы не могли понять, в чем дело, и только после длительных переговоров, когда он спустился к нам, узнали, что были приняты за бандитов. Что и говорить. Вид у нас был далеко нереспектабельный. Оборванный, грязный, заросший, вдобавок вооруженный винтовками. Мы в самом деле смахивали на хунхузов. Мельник сделал нам факел, дал керосин, и мы, освещая себе путь, зашагали по раскисшей дороге. Со стороны наше факельное шествие по деревне выглядело красочно и впечатляюще. Возле домов то тут, то там слышались голоса людей, провожаемые любопытными взглядами мы прошагали так через всю деревню. В доме Калуева нас встретили без всякого восторга. Сузева дома не оказалось. Я отказался от холодного предложенного чая и, уткнувшись в разложенный на полу тулуп и моментально заснул. На следующий день на Дерсу разыгралась настоящая пруга. Воспользовавшись неожиданной передышкой, мы сходили в баню и привели себя в пристойный вид. С интересом рассматривал я в зеркальце свою первую в жизни бороду. Рыжая, русая, черная. Выглядела она омерзительно. И я без всякого сожаления ее сбрил. Вечер и снег прекратился. Перевода все не было. Имевшимися у меня деньгами мы рассчитались в магазине за Димкин долг и на следующий день решили уехать в островной, расставшись с гостеприимством хозяйки, напоминавшим вооруженное перемирие. Странная это была женщина, замкнутая с брезгливой складкой тонких губ, она всю энергию отдавала старобрядческой вере. Эта вера вытравила из ее души всякую доброжелательность к людям. Нельзя было не удивляться той одержимости, с которой она добровольно порабощала свой дух, предаваясь религиозным химерам. Конечно, мы ни шиша не смыслили в канонах этой веры, однако на собственном опыте убедились, что ханжество ее непременная черта. Разглагольствуя о любви к ближнему, хозяйка смотрела на нас как на шайку голодранцев. Если бы не знакомство Сузева с ее мужем, всей нашей корректности хватило бы разве что на оплату одного часа пребывания в ее доме. Доверяя характеристике Сузева, которую он дал Калуеву, мы не могли не посочувствовать последнему, справедливо предполагая, что тому выпала нелегкая доля в сопружеской жизни. Утром едва мы начали собираться к отъезду, как прибежал восьмилетний гонец с почты и шепелявя выпалил, что зовут коротенького дяденьку. Мериться ростом было ни к чему и Сузев поспешил на почту. Он пропадал там часа два и вернулся на веселе в сопровождении бородатых таежников. Наконец мы получили перевод, да и в преддачу к нему инструкцию. Нам предписывалось возвращаться на перевальную и ловить норок вплоть до выпадения снежного покрова. Прочитав эту строчку, я посмотрел в окно. На улице этого самого покрова было больше, чем достаточно. Правда, по всему угадывалось, что хватит его ненадолго. Хоть мы и рассчитались с хозяйкой с рыцарской щедростью, однако расположение ее не снискали, и, как не хотелось Сузеву, имея в кармане деньги, побыть в поселке, мы все же сочли за благо идти в тайгу. На берег нас провожали его новые друзья. Пока мы с Димкой вычерпывали воду из лодки, Сузев, закончив импровизированную пресс-конференцию, провозгласил тост на посошок. И мы, опасаясь, что дело может принять оборот заурядного загула, усадили своего начальника в лодку и оттолкнулись от берега. Нахлобучив шляпу по самые уши, Сузев сидел нахохлившись, удивительным образом напоминая обиженного кубчика, которому не дали разгуляться. Лодка шла посредине реки, мимо плыли заснеженные берега. Темная зелень хвои и белый снег, палитра двух ярчайших красок. Впечатляющее соседство для еще непривыкшего глаза. То там, то здесь плавали по реке стайки пролетной чернете. Мы стреляли раза два по этим последним осенним уткам, но безрезультатно. В островной прибыли часам к пяти вечера. Дом Селедкова, у которого мы оставили норок, стоял на берегу небольшой протоки. Нас встретила его жена, темноволосая млажавая женщина. Увидев нас, она всплеснула руками и заулыбалась. «Здорово, Полина!» фамильярно поприветствовал ее Димка. «Как там наше хозяйство?» «А, что ему сделается? Бегает, верещит, есть просит». Дом Селедкова состоял из двух комнат, кухни и гостиной, которая служила одновременно и спальней. Возле стен стояли грубые деревянные лавки, обитый железом старинный сундук, старенькая швейная машинка. Комнаты разделяла печка, за ней возились с разноцветными лоскутами две малолетние дочери-хозяйки. Вскоре пришел Степан Селедков, 35-летний, высокий и жилистый мужчина со шрамом на щеке, отметенный немецкого пулеметчика в последний день войны. Увидев нас, он зашумел, затряс нам руки, Полина поставила на стол дымящееся блюдо с отварной красной рыбой, как-то по-особому испеченную румяную картошку и отсвечивающие прозрачной синевой соленой грузди. Увидев на столе киту, Димка со всей своей бесцеремонностью заорал. «У-у-у, королевское блюдо, употребим!» Степан был доволен этим восторгом и рассказал нам, что недавно он первым из деревни поймал двух китин. Долго же добирался от рыбка от моря в родные края. На море ее ловят еще в июле. На большую усурку она пришла в октябре. За столом просидели допоздна. Как-то незаметно разговор перешел на воспоминания и из них мы узнали всю историю жизни Степана и его жены. Жизнь была бесхитростной, как и они сами, честной и, как часто бывает, трудной. Только и красила ее, что любовь, дети, надежды. На другой день мы закупили необходимые продукты, уплатили Полине за содержание норок и зашли в колхозную конюшню проститься со Степаном. «Ну, счастливо вам!» сказал он. «За зверушек не беспокойтесь, я сам посмотрю. Здесь с собаками может, что и добуду. Ах, кто с базы приедет, передам все честь по чести». Мы еще раз поблагодарили этого радушного человека и отправились в путь. Глава пятая Откровенно говоря, на этот раз ловить норок мы не собирались. Нам было ясно, что если охотиться серьезно, то нужно менять или место, или метод отлова. И на то, и на другое у нас уже не хватало времени, до настоящего зимнего снега оставалось не более двух недель. Зная, что в большую сурку пришла кита, мы рассчитывали встретить ее и на перевальной. Поспели уже и кедровые орехи, да и мех колонка и белки приближался к выходному. И, конечно же, мы втайне мечтали привезти в город по медвежьей шкуре. К обеду следующего дня мы прибыли в свой сиротливо стоящий барак. Взвился над трубой дымок, зашныряли вокруг собаки, снова запахло в тайге человеческим духом. Ко времени нашего возвращения снег растаял, не оставив после себя и следа. Все ловушки стояли пустыми и только в двух лежали дохлые бурундуки. Для контроля мы все же насторожили живоловы. Зарядив ловушки свежей приманкой, я три дня аккуратно проверял их, но проку от этого оказалось мало. В один из вечеров мы все трое, погрузив в лодку смолье и вооружившись острогами, отправились на рыбалку. Поймав на плесе несколько ленков, поехали к перекату. Ярко горели в сетке дрова, освещая на дне каждый камешек. Ждать нам пришлось недолго. Вскоре в воде мелькнулась серебристая тень, и Сузев метнул в нее острогу. В лодке забился крупный самец скиты. Рыба была уже изрядно побита и вымучена длинной дорогой. Содрана кожа, облез хвост, но все же она представляла завидный трофей. За каких-то полчаса Сузев добыл четырех лососей. Больше нам было не нужно, да и продрогли мы сильно. По ночам уже замерзала вода, а разогревшись работой на шестах мы зашли в протоку, где я когда-то видел первую норку. заставившая нас остановиться. В холодной прозрачной воде плавали два измученных лосося. Они не испугались яркого света, их жизнь была уже обречена, они находились во власти великого таинства природы. Творили себе подобную, но молодую жизнь. Прижимаясь к вырытой лунке, самка, дрожа всем телом, метала в нее икру. Тут же плавал самец, спуская легкие облака молок. Зарывши лунку круглой галькой, рыбы сошлись и, плывя рядом, сделали круг над колыбелью своих будущих детей, которых им никогда не суждено было увидеть. Некоторое время они стояли рядом, как бы прощаясь друг с другом и с жизнью. Потом головы их медленно разошлись, течение подхватило их полуметровые тела, и они навсегда исчезли в темноте. Плясали в ночи языки пламени с шипением гасли падающие в воду угли. Неподвижно стояли мы в лодке, задумавшись над увиденным. Что это? Инерция случайной наследственности или жестокая, но мудрая необходимость, еще не понятая нами? Мы видели конец одной и начало другой жизни, ее торжество в трагедии. Тот вечер у нас исчезло желание добывать китовую икру. Слишком подло было отбирать ее в конце такого величественного и скорбного пути. Отказавшись от красной рыбы, Сузев не отказался от самой идеи. Он решил раздобыть хорошие речной рыбы, причем придумал такой способ, осуществление которого выглядело браконьерством широкого размаха. С наступлением зимних холодов рыба горных рек спускается на зимовку в полноводные спокойные места. Должна была она пойти по перевальной в большую усурку. Этим-то Сузев и решил воспользоваться, задумав перегородить перевальную, горную реку. Выслушав его предложение, мы только удивленно свистнули. «Все ничего, да вот только краски у нас нету», сказал Димка. «Зачем она нам?» спросил Сузев. «Ха, написать на бараке рыбный промысел купезы Сузева и К. Ну, обиделся Сузев, я ж не всю рыбу хочу выловить, мы будем отбирать только таймени, остальную выпускать, по пятку таймени и дел конец». «И стоит градить огород из-за пятка таймени, спросил я, но Сузева оказалось все предусмотренным, он детально изложил свой план и склонил на его осуществление Димку. Правда, последний согласился участвовать в деле не столько ради рыбы, сколько из любопытства, тем более, что по утверждению Сузева все мероприятие должно было занять не более трех дней, и сроки и техническое обоснование проекта показались мне подозрительными, и я наотрез отказался участвовать в их затее». Следующий день они начали с того, что в узком месте реки свалили сухое дерево, соединив им оба берега. Потом они рубили колья, вбивали их в дно реки, скрепляя их с деревом. Дни шли за днями, а работе не было конца. Я ходил по тайге, стрелял белок, собирал орехи, а мои друзья с каким-то тупым упрямством продолжали стучать топорами на реке. Я видел, что Димка давно не рад, что ввязался в эту конетель, но бросить ее он уже не мог, хотя бы из-за потерянного времени. Наконец, они закончили, как говорили, свой заездок и приступили к изготовлению вентиля. После двух дневных трудов на свет появилось сооружение из металлической сетки, напоминающее унитаз, в котором могла бы свободно плавать вся наша троица. В тот день я ушел белковать. Мне нравилась эта спокойная и приятная охота. Стояли последние дни осени, тихо и торжественно в неподвижном лесу, только шорох листьев под ногами нарушает тишину. По берегам ключей уже лед, не тающий даже днем, гулка разносится по тайге, заливистый лай букета на очередного зверька. Вечером я заглянул на заездок и увидел, что Сузев и Димка, сидя на дереве, заглядывают в воду. «Гляди, буровит, буровит», говорил Сузев. «Ух, и хвостище!» восхищался Димка. Под ними стоял вентиль, и они что-то рассматривали в нем. Охватившись за веревки, приятели попытались было вытащить его, но не смогли. Заметив меня, они позвали на помощь. В том месте, где стоял вентиль, в самом деле бурлила вода, но сколько я не всматривался, никакого хвостища «Таймень, пуда на два!» «Залег, наверное», озабоченно, сказал Сузев. «Все наши попытки вытащить вентиль ни к чему не привели». «Может, коряга держит», предположил Димка. «Мы обследовали шестом снасть снаружи, но ничего не обнаружили. Выходило так, что рыба набилась полный вентиль. Такие случаи бывают в рыбацкой практике». Перед нами встала задача вытащить добычу. В азарте Сузев и Димка тут же принялись сооружать какое-то грузоподъемное приспособление, отправив меня готовить ужин. Полуночи они закончили его изготовление, но подъем вентиля отложили на утро. Утром я увидел их творение, напоминающее комбинацию судовой стрелы и ветряной мельницы. Мне отвели роль тягловой силы, они руководили подъемом. Однако моих усилий явно не хватало, и металлическое чудовище показалось из воды только после совместного «раз-два-взяли». По меньшей мере три кубометра вентиля вылезло наружу, облепленное опавшей в воду листвой. Где-то под ней скрывался таймень. Я удерживал вентиль на весу, а Сузев и Димка с лодки колдовали над расшнуровкой. Наконец они развязали вентиль, и в лодку хлынула лавина листьев. Ха-ха! Они сыпались и сыпались, а заветный таймень все не показывался. Листьев набралось уже по колено, а им все не было конца. Прессованные в сетки, в лодке они расправлялись, грозя похоронить под собой моих друзей. Димка по-собаче выбрасывал их из лодки, а Сузев все дальше и дальше углублялся в вентиль. Наконец вентиль принял свой первозданный вид. Приятели очумело смотрели на него. В нем не было даже завалящей пеструшки. Я что-то сказал им про хвост двухпудового тайменя, и, свистнув букета, ушел промышлять белку. Но мои компаньоны были упрямыми людьми. Они еще дважды опускали вентиль, но результат был тот же. Потом у них состоялось объяснение. Сначала они кричали одновременно, затем только сузив, а под его аккомпанемент раздавался стук топора. Вскоре я увидел, что по реке поплыла разрубленная пополам плотина. Неизвестно, сколько времени стояла бы в нашем доме атмосфера гражданской панихиды, если бы вечером того дня к нам не приехал гость. Скорослый седобородый старик был местным охотником и без продукты в свое зимовье. Он торопился. должен был выпасть со дня на день, а ему еще предстояло отогнать лодку и пешком вернуться обратно. Зимовье его находилось в 15 километрах от барака. Старик показался нам охотником стоящим, и мы с интересом слушали его рассказы. Он внимательно осмотрел наше нарезное оружие, похвалил немецкую винтовку, похмыкал над винчестером и пренебрежительно отозвался о моем карабине. Вообще ничего оружиецов, а только патроны слабоваты. Перезаряжать надо. Я поинтересовался, каким образом. Могем научить, великодушно сказал он. У вас наши, российские, от трех линейки патроны есть? И патроны у нас были. Ну вот, со своих пор их долой, а с трех линейчных всыпай. Бьет, как зверь, дыра на выходе, во! сказал он на свою шапку. В те времена я знал об оружии немногим более того, что при стрельбе его нужно направлять стволом от себя. Мне действительно казалось, что у моего карабина малая убойная сила, и потому я, недолго думая, разрядил четыре из оставшихся пяти карабинных патронов и всыпал в них по полному заряду винтовочного пороха. Я понимал, что по всем законам нужно было бы пристрелять карабин, но у меня осталось всего пять патронов и я не мог позволить себе такую роскошь. С того дня все наши помыслы были устремлены на ожидание снега. Мы не сомневались, что с первой порошей нам хватит двух-трех дней, чтобы на славу поохотиться и вернуться во Владивосток с добрыми трофеями. А пока мы охотились на белок, стреляли репчиков, собирали орехи и пробовали всевозможные способы коллективной охоты по чернотропу. Однажды мы шли по сопке и я вспугнул слежки козу. Она побежала вверх по склону и наткнулась на Димку. От неожиданности он растерялся и пропустил момент выстрела. Только после моего крика Димка поднял ружье и выстрелил. Моему удивлению, коза упала как подкошенная. Димка был несказанно рад и важничал хлопая по бескурковке. Бещ, говорил он, слона можно свалить. Вечером с зачисткой ружья он снова расхвастался. Это на мишку, говорил он, перебирая патроны заряженные пулями. Это на сикачишку, прям-таки рифмовал он. Не связывался бы ты с медведем, сказал ему Сузев, занятый приготовлением лепешек. Отчего, что страшного, повернулся к нему Димка. Да ну, конечно, на ружье у тебя не на медведя. Хм, пренебрежительно протянул Димка. Да ты посмотри, что это такое, тыкал он пальцем в пули. Снаряд! Твоих три надо. Влупишь промеж глаз, до хвоста достанет. Ну, если близко, а как далеко? А сегодня близко было, пивнул он на распяленную козью шкуру. Не с этой же шпикалкой мне идти на охоту, показал он на отвергнутый винчестер. Сузев не стал возражать и вышел за дровами. Только он шагнул за порог, как сразу же раздался его радостный возглас. Я открыл дверь и на свет фонаря увидел, как Сузев от удовольствия, вытянув губы, что-то ловит руками. В воздухе кружился снег. Мы выскочили наружу и подставили снежинкам ладони и лица. Мы прощались с осенью, зная, что это пришла настоящая зима. До глубокой ночи мы не могли заснуть. Уже были зачинены все дырки в углах, уложены рюкзаки, а мы все выходили и выходили за дверь и подолгу смотрели, как наряжалась тайга зимним убранством. Встали задолго до рассвета. Снег прекратился, выспало его сантиметров пять. Еще вечером мы договорились, что в случае необходимости будем ночевать в тайге. Погоня за зверем могла завести далеко. Димка перевез нас на правый берег реки и сам же вернулся обратно. У него было облюбовано место где-то на другой стороне. С Сузевым мы расстались сразу же. Он пошел вдоль берега перевальной, я зашагал по своему ключу. Неузнаваемо преобразилась тайга. Она просветлела, стала как будто реже. Двигаться по ней можно было совершенно бесшумно. Вот и первый автограф для меня. От дерева к дереву тянется цепочка следов. Впереди две длинных парных ленточки, сзади две точки, это бежала белка. А вот и она сама с шишкой на лапках сидит на дереве и внимательно наблюдает за мной. Я потихоньку поднимаю сучок и запускаю им в белку. Испугавшись, белка роняет шишку и забирается выше по дереву. Я подбираю шишку и в благодарность машу ей рукой. Белка бегает по ветке и сердито цокает на меня. Все дальше и дальше ухожу я в тайгу. Что это цветное мелькнуло на снегу? А это желто-охристый колонок что-то выискивает в буреломе. Вон он вскочил на упавшее дерево, оглянулся и, заметив меня, что есть дух, упустился наутек. Пробираясь через молодой пихтач, замечаю полосу сбитого с веток снега. Впереди на земле на земле леют капельки крови. Догадываюсь, здесь произошла лесная трагедия. Грязно-желтая, пакостная и кровожадная разбойница Харза поймала на дереве белку, но, не удержавшись, упала на землю. Здесь же Харза и прикончила белку. Это произошло за несколько минут до моего появления. Солнце только осветило вершины деревьев, когда я подошел к намеченному месту. Еще несколько дней назад здесь держался зверь. На склонах небольшого распадка рос дубняк, желудями которого кормились кабаны. Дно распадка, заросшее кустарником и папоротником, служило им ночным пристанищем. Я пошел по его склону. Есть след. Спешу к нему, но подойдя ближе разочаровываюсь. Это изюбровый. Нет, изюбры мне не нужны. Но все же захватывающий идти по следу. Следы совсем свежие, только что здесь были олени. Вон они повернули вниз. Ну-ка попробую. Я оставляю следы справа и по дуге поднимаюсь по склону. Резко звучит в утренней тишине. Я невольно вздрагиваю. В просветах деревьев вижу двух изюбрей. Они стоят насторожившись, не зная, что делать, такими странными звуками выражая свое состояние. Ага, значит, я рассчитал правильно. Налюбовавшись изюбрями, я спускаюсь на дно распадка и перехожу на другую сторону. Передо мной кусты богульника трескуна. Я обхожу заросли стороной. Все произошло мгновенно, неожиданно. остановившись, я поправил рюкзак, удобнее устроил карабин на плече и поднял глаза. Увидел, в шагах тридцати от меня стояла черная гималайская медведица и смотрела, как резвились ее медвежата. Деревенелыми руками тяну с плеча карабин, но его что-то не пускает. Вместе с карабином ползет с плеч и рюкзак. Не могу нащупать, за что зацепился карабин. В ногах какая-то противная слабость. В тот момент, когда я освобождаю рукоятку затвора от завязки рюкзака, медведица, мягко спрыгнув с валежины, исчезает за молодыми елочками. Пропали за ней медвежата. В тайге опять пустота и тишина. Нет, в ней гремит мое сердце. Но так колотится, что больно в груди. Чу! Какой-то шорох. Чуть правее от того места, где были медведи, стоит сломанная сухая липа, и по ней кто-то ползет. Все выше и выше, и наконец я увидел медвежонка. Злой дух, вероятно, стоял тогда за моей спиной и направил мою руку. Я поднял карабин и нажал на спусковой крючок. Гром выстрела, свирепый удар в плечо, жалобный крик медвежонка, глухой удар о землю и тут же все покрывающий яростный рев медведицы. От отдачи карабин вылетел из левой руки. Хватаю его и до боли в кисти стараюсь передвинуть затвор. Сейчас хрустнут пальцы. Поздно. Оскалив пасть, в искорах блестящего снега вылетает из кустов медведица. Куда она здесь? Когда успела обойти меня? Быстрее! Рву из-за пояса топора и срывая ногти стараюсь сдернуть с лезвия чехол. Медведица стоит в пятидесяти метрах от меня стараясь схватить носом запах. Ветерок от нее и она не чует меня. Еще раз жалобно пискнул в кустах медвежонок и медведица качнувшись побежала к нему. В ее черной шерсти блестел белый снег. Под шкурой перекатывались чудовищные мускулы. Минут пять под липой слышалось глухое ворчание, потом раздался треск и все стихло. Я подобрал валяющийся в снегу карабин и, подойдя к дереву, надавил на него рукояткой затвора. Раздался щелчок, затвор открылся и из патронника вывалился капсуль. Гильза осталась в патроннике, выбрасыватель не захватывал ее, шомпол я забыл. Подойдя к липе, я осмотрел место. Примятый снег, несколько шерстинок на нем и не пятнышко крови. Медвежонок упал с дерева с испугу, и это было только к лучшему. Разбитой походкой поплелся я к бараку, проклиная и старика, подложившего мне свинью со своим советом перезарядить патроны, и себя за то, что послушался, да и весь белый свет. Лодка стояла на другом берегу, придется лезть в холодную воду. Без всякой надежды, скорее с досады, я крикнул, а к моему удивлению дверь барака открылась, и показался Димка. Как только он подъехал ко мне и обратил внимание на его растерзанный вид, лицо было исцарапанное, с фуфайки клочьями торчала вата, а мои новые брюки, которые я ему дал утром, превратились в лохмоти. «Ты чего, босика репетируешь?» спросил я, не стараясь уже узнать, почему он так рано оказался в бараке. Димка ничего не ответил и только громко икнул, так как ёкает селезенка у лошадей. «Чего ты молчишь? Где это тебя так?» продолжал допытываться я. Он досадливо махнул рукой и снова промолчал и снова икнул. «Ну что, так вот и будем мыкать?» «О-о-о-о-о-о-о-о-о», попытался он что-то вымолвить. «Ты-о-о-о-о» и снова ничего не получилось у него. — Но... — начал он. — Иг! — развеселившись, закончил я. Но Димка так посмотрел в мою сторону, что меня взяла оторопь. Я видел, что он добросовестно хотел мне ответить, но жестоко икота сотрясала все его тело. Уж не заболел ли ты? Но Димка отрицательно покачал головой. — О-о-о-о! — вдруг зарычал как-то он, и, расставив руки, пошел на меня. Рехнулся. Мелькнуло у меня в голове. Но Димка на меня не кидался, а только пытался что-то изобразить. В доме все было в порядке, и лишь в углу валялось небрежно брошенное ружье. Глядя, как он, усевшись на топчан, начал разуваться, я достал карандаш и бумагу и пошел к нему. — На, напиши, коль тебя лихоманка бьет, — не смело пошутил я. Моргунов разулся и, улегшись, недобро посмотрел на меня. — О-о-о! — о-о! — шел! — о-о! — вон! — коротко сказал он между приступами икоты и отвернулся к стене. Взяв шомпол, я принялся выбивать из карабина застрявший патрон. Гильзу разорвало вдоль корпуса на несколько частей. Рассматривая ее, я думал о том, чем все это могло кончиться. Зарядив карабин, я пошел к бане, открыл дверь и начертил на ней углем кружок. Отойдя метров на пятьдесят, прицелился и выстрелил. На этот раз я был без фуфайки, и в первый момент мне показалось, что приклад силы отдачи оторвал мне плечо. Морщись от боли, пошел смотреть мишень. Пули не было даже в двери. Настроение у меня испортилось окончательно. Не зная, куда себя деть, я принялся готовить обед. Маргунов спал, дергаясь во сне, и мне не хотелось его будить. После обеда я вымыл посуду и пошел с водой. Из-за поворота показалась лодка со стоящим в ней стариком. Он причалил к берегу и поздоровался. — Ол, ты опять к вам, дед Клюев, приехал, — весело сказал он. — Лучше бы ты совсем не появлялся, старая кочерыжка, — подумал я, но вслух ничего не сказал. Мне не хотелось с ним разговаривать, но он без приглашения зашел в дом и пришлось терпеть его болтовню. Он рассказал, что задержал его ремонт зимовья, что сегодня он тоже охотится, но ружье осеклось. — Ну, а вы как? — спросил он. — Да, задавили медведя. Не моргнув глазом, соврал я. — Да ну, — удивился он. — И большой? — Худов на двадцать будет. — Ишь ты! — Надо понимать, ружье-то сейчас, что противотанковое лупит. — Здорово! — снял я с него шапку. Своими разговорами мы разбудили моргунова, и сейчас он сидел на топчании, уставившись на нас. — А я тебе чего говорил? — сказал Клюев со снисходительным превосходством опытного человека. — Делал проверенное. — Да, как дал, так голова долой, — сказал я. — Ну, — сомнился он. — Не веришь? Посмотри сам. — Видишь ту деревину? — показал я в окно. — В раз прошибает. На, попробуй. И я подал ему карабин. Он взял его в руки, покрутил, и мы вышли за дверь. Потоптавшись на месте, Клюев небрежно вскинул его к плечу. Выстрел грянул. Стрелок исчез. Его сдуло, как ветром, и он растянулся на земле, растерянно хлопая ресницами. — Шо ж ты, сукин сын, делаешь? — запричитал он, даже не пытаясь подняться. — Зашиб ведь начисто, подлец, а мне ехать надо, меня ведь старуха ждет. — Вот тебе на. — Проверенное дело, говоришь? — досадовал я, помогая ему подняться. Не переставая ругаться, Клюев подобрал шапку и, держась левой рукой за плечо, засеменил к лодке. Он пробовал управлять ею одной рукой, но лодка беспомощно крутилась на воде. Оглянувшись, он погрозил мне костлявым кулаком и скрылся за поворотом реки. Вернувшись в барак, я увидел, что Димка с аппетитом уплетает борщ. Наевшись, он отвалился от стола и с видом довольного и здорового человека произнес. — У-у-у, хорошо. Потом, осматривая остатки штанов, сокрушенно сказал. — Где их теперь искать по тайге? Я угостил его папиросой, и он чистосердечно рассказал, что произошло с ним. Утром, торопясь к намеченному месту, он решил сократить путь. Можно было пройти лишний километр и подняться к водоразделу по отлогой ложбини. Но Маргунов, чувствуя силы и вдохновение, пошел напрямик через сопку. Сопка была крутой, заросшей чаще молодого леса, с каменистыми особями и буреломом. Разрядив ружье, он орудовал им как палкой, помогая себе забраться на вершину. Как не здоровы были Димкины легкие, но скоро он едва переводил дух. Осталось каких-то тридцать-сорок метров, и он, собравшись силами, сделал последний рывок. Вот и примеченная коряга, лежащая на самом гребне. Маргунов протянул было руку, чтобы ухватиться за нее, да так и застыл. На него в упор смотрел бурый медведь. — Рожа у него в окно не влезет, пасть во! — развел он на полметра руки. Стоит и смеется, и язык в сторону отвалил, чтобы не мешал внутро меня проталкивать. Прям-таки и смеется. Ну, не смеется, а эдак ехидно улыбается. Мол, сейчас я тебя, голубчик, употреблю, давно, дескать, ожидаю. Ну и ты чего? Ну и обставил я его. И пояснил на мой безмолвный вопрос. В беге, с препятствиями, хоть у него и четыре лапы. — И штаны на этих препятствиях оставил? — О-о-о! — утвердительно сказал Димка, пуская колечки дыма. — А чего ты икал? Со страху, что ли? — Не, это я запалился и воды холодной напился в ключе, — ответил он. — Рычал чего? — Медведя хотел изобразить. — Все это было бы смешно, если бы случилось не с нами. Охотниками мы оказались аховыми. И, понимая это, не испытывали особого восторга от своих приключений. Мы молчали, думая об одном и том же. Что же мы привезем домой после трехмесячной охоты? — Давай-ка завтра вдвоем его прихватим, — предложил Димка. — Кого? — Медведя моего. — А с чем? — Дробовик возьмешь, — пивнул он на пятизарядный браунинг. Размыслив, я согласился. Приход Сузева несколько изменил обстановку, но не изменил наших намерений. Но он пришел затемно, изрядно нагруженный, в ответ на первые наши вопросы только хмыкал, вытягивая губы дудкой. В рюкзаке лежало мясо. Маленький Сузев убил большого кабана. Слушая его рассказ, мы испытывали и удовлетворение. Ха, хоть одному из нас повезло. И в то же время тайную зависть. Ведь мы были здоровее и выносливее его, и глаза у нас были зоркими. Но не мы, а он убил зверя. По словам Сузева, кабан был больше ста килограммов. Мы могли бы обойтись ему одним. Но наше самолюбие не допускало и мысли использовать чужой труд. — Давай нам винтовку, — потребовал Димка. — Медведь не какой-то там кабан. — А у тебя пульт-то, что снаряды? — ехидно сморщился Сузев, напоминая недавний разговор. — А я что? — Я ничего. Я шашки наголой в атаку. Ты ему вот отдай, — сказал он на меня. Винтовка Сузеву была не нужна, и я забрал ее. Вышли мы затемно, торопясь как можно раньше попасть к месту Димкиной встречи с медведем. Уже рассвело, когда мы добрались к подножию злополучной сопки и пошли по следам отступления моего друга. Как в кино с лентой, запущенной от конца на начало, наблюдал я за происходящими сутки назад событиями. Вот двухметровые прыжки зверолова оборвались перед огромным буреломом. Хе, неужели он его перепрыгнул? Не, он одолел его по-пластунски, нырнул под завал и как крот пополз под ним. На одном из сучков, как флаг капитуляции, болтался кусок штанины. — Пригодится на заплаты. Стараясь скрыть смущение, сказал Маргунов, снимая улику позора. Чем выше мы поднимались, тем длиннее становились вчерашние Димкины прыжки. Вот здесь он несся, как перепуганный олень, а вот и первый скачок после встречи. Эх, если бы Дмитрий Маргунов смог так же прыгнуть на Олимпийских играх, имел бы я именитого друга. Я посоветовал ему обратить внимание на свои задатки, и мы, переведя дух, принялись рассматривать медвежьи следы. Судя по ним, можно было поверить Димке, что морда у медведя действительно внушительных размеров. Конечно, медведь не караулил Димку. Встреча для него оказалась столь же неожиданная, и он так же резво дал ходу в обратную сторону. Правда, успокоился он гораздо быстрее, а вот и каосли ему определить по следам не удалось. В том месте, где медведь перешел на шаг, мы остановились. Практически у нас был один шанс из ста догнать зверя. Следы были суточной давности. Кто знал, сколько прошел медведь за это время? Все же нам хотелось начать погоню. Место наших раздумий находилось в истоках ключа, впадавшего в перевальную. Здесь хребет образовывал подкову, которая раздвигалась с приближением ручья к реке. Как велик был ключ по долине, мы не знали, хотя и пытались установить его со скалы. А наша надежда в этой охоте была на то, что медведь местный, что далеко он не уйдет, и что сейчас стоят как раз те дни, когда медведи ложатся в берлогу. Посоветовавшись, мы решили идти не по следу, а пробежаться гребнями хребтов и через час замкнуть круг на русле ручья. Этим мы экономили время, избавлялись от необходимости разбираться во всех петляниях зверя. В случае, если бы кому-нибудь из нас встретился на хребте след медведя, охоту за ним нужно было бы бросить, трубить отбой и возвращаться домой. Собственно, весь наш план был построен в надежде на удачу. Кребты, по которым мы разошлись, поднимались круто и высоко. Ключ лежал далеко внизу. Я видел под собой верхушки огромных деревьев, и мне казалось, что высота делает мое тело легче, движение быстрее. Иногда на открытых, поредевших, отопавшей листвы местах я видел крохотную фигурку Маргунова, двигающуюся на такой же высоте. Однако вскоре долин расширился, и я потерял его из виду. С приближением к перевальной хребет начал понижаться. В одном месте я пересек след табуна диких свиней. В какое-то время след шел по хребту, потом спустился в ключ. Табун прошел вчера днем. Тихо в тайге. Только изредка раздается стук дятлу, да неугомонные поползни попискивают по сторонам. Вот где-то внизу закричали вороны. Базар у них там большой. Не иначе, как кого-то увидели или нашли добычу. Через час я повернул вниз. Теперь я с особенным вниманием смотрел на снег. Вот прошел изюбрь. Это кабарга. Следов медведя не было. Пускаясь все ниже и ниже. Вот уже и долина, вот и темная лента воды. Я вышел на берег ключа. С моей стороны медведь не проходил. Минут через десять донесся слабый условный свист. Я ответил. Показался Димка. Ну? Только и спросил он. Следов нет. И у меня нет. Сказал он, понизив голос. И зачем-то оглянулся. Это было уже интересно. Это была уже удача. Мы замкнули круг. И в этом кругу должен находиться медведь. Значит, за сутки он не ушел с ключа. И наша встреча стала вполне вероятной. Там вороны что-то кричат. Не его ли это работа? Сказал Димка. Конечно, могло быть и так. Теперь нам нужно было сделать еще круг. Но поменьше. Мы повернули назад, договорившись встретиться через двадцать минут. На этот раз я не стал подниматься на хребет, а пошел его подошвой. Вот где-то кричали вороны. Но сейчас они почему-то молчат. Я снова вышел к ключу и увидел, как почти одновременно со мной, с противоположной стороны, вышел Моргунов. Увидев меня, он, спотыкаясь, бросился навстречу. Есть! Есть! Задыхаясь, выпалил он. Лапище, что у слона! Шлялся, ковырял. Все исследил. Я перебрался на его сторону ключа, и мы вдвоем пошли поперек Димкиного круга. Винтовка еще на предохранителе, но уже в руках. Вот он след. Это вчерашний. Впереди завалы деревьев, огромные вывороты. Снимаю предохранитель. Стоп. Это произошло уже сегодня. На снегу четкие отпечатки. Косолапя, медведь не торопясь пробирался между деревьев. Впереди небольшая поляна. Что там? В поляна истоптана, на взрытом снегу олеет кровь. Вчера здесь произошла встреча медведя с кабанами. Лежат остатки под свинка. Он ел его вечером, ночевал где-то рядом и докончил только сейчас. Да, это крупный и сильный хищник, и он не собирается ложиться в берлогу, иначе не стал бы нажираться. След повел левее место нашей первой встречи с Маргуновым. Там почти к самому ключу подходит длинный низкий отрог. Медведь что-то искал здесь, заглядывал под каждый выворот, обследовал каждое толстое дерево. Все-таки подыскивает себе зимовье. Нас он еще не учуял. Пригибаю Маргунова к земле и шепчу, чтобы тот во весь дух летел на конец отрога и сел там в засаду. Пальцем черчу на снегу путь и место. Димка кивает головой и скрывается за деревьями. Я послал его опять-таки с надеждой на удачу. Был в моем плане и расчет, но... В правной мере принадлежало в нем место и удача. Немного подождав, тронулся по следу, я постепенно прибавлял шаг. Впереди едва уловимый треск. Замираю на месте. Ведь за паутиной веток двигается бесформенное темное пятно. Здесь неудобное заросшее место. Нужно обойти. Трепко сжимаю винтовку, смиряя сердце, огибаю кустарник и выхожу на небольшой бугорок. Чуть справа вижу зверя. Это бурый медведь. Забыв все на свете, вскидываю винтовку и, двигая ствол, ловлю переднюю часть туловища. Нет, рисковать нельзя. Медведя по-прежнему закрывают молодые ильмы, осинки и орешник. Нужно пройти еще следом за зверем. Там многолетний стройный лес, и можно будет стрелять. Вдруг медведь сколыхнулся и с удивительной легкостью скрылся в небольшом распадке. Неужели учуял? С поднимающейся досадой бегу на след и только поднимаюсь на пригорок, как тишину тайги разрывают выстрелы. Несется в морозном воздухе, почти сразу же раздается сатаневый рев зверя. Медведь в восьмидесяти метрах от меня. Он волчком вертится на снегу и, вдруг распрямившись, бурой глыбой летит влево. Впереди вижу Димку. Поднявшись за оброшивым хом валуна, он через колено переламывает ружье. Лихорадочно ловлю на мушку лопатки зверя и дергаю за спуск. Дергаю, а не нажимаю. Замечаю, как дергается ствол и всем существом чувствую, что пуля уходит ниже. Медведь от Димки в сорока метрах. Почему он не стреляет? Почему не стреляет? Последний шанс! Медведь, остановившись, делает оборот вокруг себя. И в тот момент, когда он поворачивается ко мне боком, я делаю третий выстрел. Сев на задние лапы, медведь с ревом пытается ползти, но не может. Нет, это все. У него прострелен позвоночник. Я подвожу мушку под его грудь, но в это время звучит выстрел Димкиного ружья. Как-то медленно и неохотно медведь валится на землю. У нас так дрожат руки, что мы не можем даже прикурить. Дыхание вырывается со свистом, голоса хриплые, слова отрывистые. Ох, патрон раздуло, говорит Димка в вознеможении, усаживаясь прямо на снег. Через два дня, плотно прижав поленом дверь нашего дома, мы пошли к уже дымившейся на морозе реке. На берегу мы оглянулись. Наш дом сиротливо стоял на поляне, пустой и холодный, уже никому не нужный. Он почернел от времени, но был еще крепок. Люди приходили в него, пользовались его теплом и снова уходили, оставляя его в одиночестве. Нам было немного грустно расставаться с домом, с поляной и с теми местами, где мы жили три месяца. Мы дали прощальный салют и прыгнули в лодку. Замелькали мимо заснеженные берега и по реке покатилась Димкина песня. На реке Перевальной всякое бывает. Когда держишь шест в руке, руки замерзают. Мы покидали Перевальная, на этот раз навсегда. На реке Перевальной всякое бывает. Когда держишь шест в руке, руки замерзают. Часть 2. Высшая аттестация. Глава первая. Темной ноябрьской ночью в поселок Крутой Яр вошли трое оборванных вооруженных людей. Лица их заросли щетиной и выражали крайнюю усталость. Это были мы. За день мы отшагали около 60 километров и теперь с трудом передвигали ноги. Безрадостными, мрачными мыслями был заполнен наш переход. Вернувшись с Перевальной, мы не нашли у Селедкова никаких изменений. Норки по-прежнему находились у него, и никто за ними не приезжал. Это, пожалуй, было даже к лучшему. Мы надеялись, что на этот раз за ними пришлют по установившемуся зимнику автомашину, и нам без труда удастся уехать домой со всем скрабом и добычей. В деревню мы попали в предпраздничный день. Густо дымили печные трубы, и со дворов доносился предсмертный крик разной домашней живности. Возле магазина заливалась гармошка, и Димка с Селедковым, отправившись туда, попали в компанию подвыпивших гуляк. Среди них Маргунов неожиданно увидел Карабанова. Наш бывший проводник сидел в углу магазина на пустой бочке из-под огурцов, и перед ним стояла распечатанная бутылка водки. Увидев Димку, Карабанов криво усмехнулся. — Ха-ха! Сопливый законник! Ты сейши здесь обитаешь, я уж думал окочурился. — Пожалуй, тебя отпоют раньше, — ответил Димка. — Че? — Вперед ногами, говорю, понесут раньше. — Че? — Да, все уже проехали. — Че проехали? Кто-то, слышавший разговор, засмеялся, и этот смех озлобил Карабанова. — Ах ты, губошлеп! — угрожающе проговорил он, вылезая из-за угла. Приехал в чужой закуток и тявкать вздумал. Он подошел к Димке и коротколапый пятерней схватил его за одежду. Кровь бросилась в лицо Маргунова. Селен был Карабанов, но и двадцатидвухлетний слесарь вырос атлетом. Неизвестно, чем бы закончился их поединок, если бы не Селедков, который без церемонии дернул Карабанова за ухо. — Это туда же! — зло повернулся к нему Карабанов. — Изыди, Степан! — Кто в чьем закутке тявкает? — Что-то не знаю тебя, — сказал ему Селедков. — Моем познакомиться, — зловеще произнес Карабанов. — Ну-ну! — сказал, выпрямляясь Селедков. Телогрейка его расстегнулась, и на старенькой, многорастирной гимнастерке колхозного конюха блеснули три степени солдатской славы. В магазине наступила тишина, и в ней отчетливо прозвучал шепот Карабанова. — Лады! Собьем, Спеси! Мы не знали, зачем появился Карабанов в чужой деревне, а Степан вообще не знал его, и только Полина рассказала, что в островном живет его родня, и что о ней в деревне отзываются весьма нелестно. В ночь с седьмого на восьмое ноября, когда все мы безмятежно спали, с улицы донесся тревожный стук в окно и прерывистый женский голос. — Полина! Степан! Господи! Горите! За окном мелькали багровые блики пожара. Раздетые мы выскочили наружу, и у нас в страхе и горе зашли сердца. Жарким факелом полыхали сток сена и сарай с норками. Мы бросились к нему, но были отброшены страшным жаром огня. Сбежались люди, где-то ударили в рельс. Кадушка воды, имевшаяся в доме, ничего не могла изменить. Крещало, охваченное огнем сухое дерево. Гудело злое пламя. И сквозь этот гул доносились крики погибающих зверьков. Моргунов с топором в руке метнулся к сараю. На огонь выстрелил в него снопом раскаленных углей. Он выронил топор на тающий снег. Задымилась крыша дома. Испуганно вскрикнула Полина. Мы побежали спасать последнее добро Степана Селедкова. Ведрами по цепочке таскали люди воду с протоки. И дом удалось отстоять. На месте сарая дымилась только груда головешек. Плакала Полина. Шептались, сочувствуя соседи. Сволочь пьяная. Швыряются окурками. Сказал кто-то в толпе. Наступило чистое зимнее утро. Принаряженная, праздничная, веселая, хмельная просыпалась деревня. Где-то растянулась гармонь и загласили ранние гуляки. Стравной продолжал праздновать. Молча сидели мы на пепелище. Грязными от копоти руками вытирали выступавшие слезы. Вероятно, дым разъедал нам глаза. Никто из нас не сомневался, что поджег дело рук Карабанова. Но доказать это мы не могли. О случившемся Сузев сообщил на базу. И сейчас нас вызывал директор, прилетевший в Острецово. Несчастье перечеркнуло все наши труды. Гарантийного оклада едва хватило рассчитаться с авансом. Но больше всего нас злил тон полученной телефонограммы. Ведь в нашей беде была повинна и база, не соизволившая в течение месяца забрать норок. Мы отправились в Острецово, и на завтра нам предстоял тяжелый разговор с директором базы. От крутого яра до Острецово рукой подать, но у нас не хватило сил пройти последние километры. Постучавшись в первый попавшийся дом, мы попросились переночевать. И отказавшись от предложенного чаю, мгновенно заснули. Утром, поднявшись на ноги, я вскрикнул от боли. Ноги стали чугунными, болели все суставы. Едва передвигаясь, мы плелись дальше. Немного размявшись, зашагали бодрее, и в Острецово постарались войти достойной походкой. Зимний наряд преобразил деревню. Улицы казались чище и как будто шире. Был он многолюдно, и нас провожало много любопытствующих взглядов. «Ешка, партизаны пришли!» — кричал на заборе какой-то малец, подзывая своего приятеля. Первым приветствовал наше появление у дома зайца его козел. Появившись из-за поленицы, он сходу боднул моргунова в живот. Димка не удержался и плюхнулся в снег. «Ха-ха-ха-ди! Узнал, старая каналья!» — сказал он, сидя на снегу. «Бороду не может простить!» В свое первое пребывание у зайца Димка нечаянно опалил козлу бороду паяльной лампой, и злопамятный козел не стал давать ему проходы. Сейчас он стоял над поверженным врагом, угрожающий, нагнув рогатую голову. Димка смертельно устал, и ему было лень подниматься. «Кончай, дурак, войну!» — говорил он козлу. «Лучше закурим трубку мира!» Он достал сигарету и зажег спичку. «А-а-а!» — проблеял козел, потряхивая броденкой и сердито топнул копытом. «Не спеши, приятель, отведай шиты дым дружбы!» Димка несколько раз затянулся и насмешливо сунул сигарету козлу. И тут произошло неожиданное. Козел зажал ее в зубах и, причмокнув, выпустил дым через ноздри. Даже присели от изумления, не в силах произнести ни слова. Козел продолжал курить. Мало того, он перебрасывал сигарету из угла в угол, как заправский курильщик. «Друг ты мой сердечный, да тебе ведь цены нет!» — говорил Димка, ползая вокруг него. «Де уж тут какой-то паршивый лягушки из Калавераса до тебя!» — продолжал бормотать он. «Тут имеется в виду рассказ Марка Твенна «Знаменитая скачущая лягушка из Калавераса». «Он у тебя случаем не употребляет?» — спросил Маргунов, появившегося на крыльце зайца, и щелкнул себя пальцем по горлу. «Я такаянный! Шоферня научила!» — ответил растерявшийся заяц. «Петя, друже! Наша фирма вылетела в трубу!» — запречитал Димка. «Одолжи нам своего артиста, и через неделю мы станем крезами!» Впервые после пожара мы засмеялись. Нам стало чуточку легче. Директор базы остановился в доме Трофимова. Против ожидания все объяснения прошли у нас в корректной форме. Он, вероятно, понял, допущенную в телефонограмме бестактность и постарался ее сгладить. Будучи человеком неглупым, он понимал, что использовать энтузиазм и молодой задор нужно с чувством меры, а потому пообещал компенсировать наши издержки доступными ему средствами. «Это заявление во многом способствовало нашему примирению!» «Ну вот что, друзья!» — сказал он. «Лиха беда начала! На экспорт нужны рыси, а в окрестностях Мельничного они есть! Так что экипируйтесь по-зимнему и марш-марш!» Мы посмотрели друг на друга. «Ну что ж, бог не выдаст, свинья не съест!» «Рыси? Так рыси!» Тот же вечер, вместо предполагаемого отдыха во Владивостоке, мы начали готовиться к походу в самые дебри Приморского края. А готовиться нам нужно было основательно. Мы оборвались до крайности, и от нашего бравого вида, с которым начиналась поездка, не осталось и следа. Все, что можно было зашить, подштопать, сделала нам жена Зайца, добрейшая Татьяна Ивановна. То есть, что пришлось купить, часть одежды выделил Трофимов, остальное мы скроили и сшили с помощью той же Татьяны Ивановны. «Пошел бы я с вами, да только поднарядился на работу!» — сожалел Заяц, помогая нам в сборах. Глава вторая Через неделю все приготовления были закончены. Пришли мы в истрецованно легке, уходили с грузом. Пришлось нести на себе железную печку, палатку, накидную сетку, материал для вязки рысей, лыжи, продукты и многое другое. Кроме того, мы заменили карабин и винчестер на японские арисаки и тащили с собой по 300 патронов. Чтобы сократить путь, решили идти вдоль телефонной линии в Острецово-Островной, где проходила пешеходная тропа. Трофимов с директором базы уходили на разведку тигров. Нам предстояло ловить рысей. Перейдя за мерзшую большую усурку, мы попрощались и разошлись в разные стороны. За остаток дня нам удалось пройти немного, и в тот вечер нам впервые пришлось устраивать себе зимний ночлег. Мы разбросали снег, нарубили пихтовых веток, укрыли ими землю и поставили сверху палатку. Ночью мороз был не больше 15 градусов, и ночевка прошла вполне сносно. Под утро пошел снег. Крупные мягкие хлопья его медленно опускались на землю. С каждым часом снега становилось все больше, и все труднее становился путь. Тропа шла напрямик через лощины и подъемы, и мы продвигались со скоростью около трех километров в час. Впереди шагал Сузев, за плечами у него была печка с торчащей трубой. Вторым шел Димка, и замыкал шествие я. Догнав Сузева, Димка незаметно сунул ему в печку кусок зажженной бересты с пучком мха, и ничего не заметивший Сузев задымил вперед, как паровоз. «Командир, страви пар! Мочи не отгнаться!» — закричал ему Димка, и остановившийся Сузев страшно всплошился, увидев за спиной дым. Он повалился в снег и начал кататься по нему к несказанному удовольствию Моргунова. «Верхом на палочке тебе еще прыгать!» — ругал он Димку, выгребая из печки тлеющий мох. К вечеру снег прекратился. До островного оставалось не более четырех километров. Мы даже видели его с сопки, но решили остановиться ночлег в лесу, не рискнув переходить большую сурку в темноте. На ней еще было множество промоин, и возможность провалиться в воду после снегопада увеличивалась вдвое. Как немал был мороз, но все же барак на перевальной казался нам гораздо комфортабельнее палатки. Спать на пихтовой хвое, конечно, можно, но неуютно. Пока печка горела, было жарко, но стоило ей потухнуть, как в палатку сразу же проникал мороз. Ночью мы по очереди поднимались и подбрасывали в печку дрова. К этим неудобствам стоило привыкнуть, впереди была еще вся зима. Утром я первый вылез из палатки и взглянул на нее со стороны. Ну и жилье. Большой сугроб снега с печной трубой. Со стороны палатка казалась маленькой, и было непонятно, как мы в ней размещаемся втроем. Со всеми предосторожностями мы перешли большую сурку и вскоре были уже в островном. Из дневника экспедиции. Запись, сделанная Маргуновым. 20 ноября. Пришли в островной и снова поселились у Селедкова. Груза у нас набирается много, и нам его никак не унести. Степан достал у удыгейцев нарты, и мы надумали запрячь в них собак. Но у нас остались только Жулик и Волга. Букета забрал хозяин, а вдвоем им нарты не потащить. Где бы нам раздобыть бездомных собак? Между прочим, Жулику дали кличку не зря. Он настоящий пройдоха и Жулик. Мне уже давно казалось подозрительным, что он мало жрет. Ведь такой гладкий, и брюхо у него всегда круглое. Однажды я увидел, как он притащил откуда-то кетину, и без всякой жалости отдал ее Волге. В магазине я слышал, как продавщица жаловалась, что у нее из сарая кто-то стащил сало. Вчера Жулика где-то шуганули дробью, а сегодня к нам приезжала женщина и потребовала, чтобы мы заплатили ей за три тысячи пельменей, и что у ее дочери скоро свадьба, и что Жулик сожрал все пельмени, которые она вынесла в погребушку на мороз. Подумали-думали и решили, что три тысячи даже для Жулика многовато. Но хозяйка ничего не хотела слышать и побежала жаловаться председателю сельсовета. Вечером пришел ее муж и сказал, что было три тысячи пятьдесят пять пельменей, что де он сам считал. Сузев уже было хотел отдать ему наше мясо, но мы возмутились. У Степана в сарае сгорела свинья и гуси. Что ж теперь, сидеть ему с семьей на одной картошке? Вооружившись карандашами, мы подсчитали, что три тысячи пельменей это самое малое пятьдесят килограммов. В два раза больше веса Жулика. В общем, мы посоветовали мужику подумать, сколько же все-таки Жулик съел сырых пельменей, и тогда приходить на переговоры. Когда все уже собирались ложиться спать, пришли жених с невестой. Жениха я знал, помогал ему в дырсу чинить трактор. Парень хороший, недавно вернулся из армии. А он, значит, и говорит, не вздумайте платить, вашему Жулику пельмени не понравились. Я уж сказал тещи, что если что-нибудь возьмет с вас, гулять свадьбу в ее доме не буду. Завтра мы трогаем в путь за короткохвостами. Интересно, они мяучат? Глава третья Уходя из Островного, мы не изменили свой походный порядок. Вместе с Жуликом и Волгой впрягался в постромки и Димка. Я подталкивал нарты сзади. Сузев вышагивал впереди, изображая авангардную разведку. До Дерсоу добрались за какой-то час, и, обрастая по дороге кучей мальчишек, подошли к дому председателя сельсовета. У Сузева были к нему дела, и он ушел в дом. Мы остались на улице. Рядом с домом председателя стоял еще один, обнесенный глухим забором. Он выделялся именно своим забором, столь необычным для деревенского пейзажа. Слышно было, как по двору бегала звеня цепью собака. Она металась, жалобно скулила, и что-то знакомое послышалось мне в ее голосе. Я прильнул глазами к щелке забора. Букет! Во дворе на цепи бегал букет. Почуяв меня, он рванулся, захрипел, сдавленный ошейником. Жулик и Волга подтащили к забору нарты и радостно завизжали, узнав приятеля. Букет не находил себе места. Он хватал зубами цепь, и было бессильной злобы. Вернулся Сузев, и мы тронулись дальше. Я все оглядывался на забор, за которым остался мой одноглазый четвероногий друг. «Прощай, букет!» Крикнул я. В ответ раздался безутешный, тоскующий вой, прерываемый лязгом цепи и хрипом. «Смотри!» Крикнул Димка. Я оглянулся. Сзади, догоняя нас во весь дух с обрывка мошенника, мчался букет. «Эх ты, моя хорошая лохматая образина! Не забыл все же меня! Ну хватит, хватит! Беги вперед, букет, чтобы нас не обвинили в краже! Вперед!» Сказал я ему дорогу, и он, поняв меня, огромными скачками понесся по ней. За Дырсу дорога кончилась, и мы сошли на лед большой усурки. Здесь нас ожидал довольный букет. Он с готовностью дал запрячь себя, и три пса без труда догнали идущего впереди Димку. Зимой все реки кажутся шире. Снег ровняет песчаные косы со льдом, и река как бы раздвигается в своих берегах. Выше Дырсу большая усурка замерзла ровно и гладко. В иных местах, где ветер сдул снег со льда, мы видели под собой темную глубину реки. Идти было легко. Собаки без всяких усилий тащили нарты, и мы только направляли их. Первые неприятности начались возле притока большой усурки Арму. Здесь река вздыбилась торосами, и мы застряли в них до самого вечера. Только к заходу солнца, повернув к берегу, нам удалось выбраться оттуда и въехать в лес. Место для лагеря выбрали в небольшой ложбине, под кронами могучих кедров. Зазвенел топор, забегали вокруг стоянки собаки, в морозном воздухе запахло дымом. Вскоре мы уплетали горячую похлебку из медвежатины, удивляясь таежной хитрости сохранять картофель на морозе. Для этого требовалось очистить его в помещении, облить кипятком, а затем вынести на хороший мороз. Картошка замерзала, и в таком виде ее можно было хранить. Бросалась она в кипящую воду, и, как ни странно, по вкусу ничем не отличался от свежей. Утру, наскоро позавтракав, мы начали было собираться, как вдруг собаки подхватили невесть откуда взявшегося колонка. По размерам колонок был с домашнюю кошку, и мы решили сохранить такой выдающийся экземпляр на чучело. «Эх, вот бы за кем погоняться!» С тайной завистью сказал Сузев, когда мы возвращались на покинутую стоянку. Он остановился и показал на строчку следов на снегу вдоль берега ручья. Вчера здесь пробежал соболь. Еще по первому снегу и Димка, и я заметили, что не так уж и мало в тайге следов этого дорогого, все еще запретного для охоты зверька. «Ничего, парни, еще пяток лет, и тогда по охотничем», — сказал Сузев. «Будет соболей не меньше, чем в старину. Все бы нам так беречь». И снова потянулась под ногами замерзшая река. Все выше и выше поднимались мы к верховьям большой усурки. Много времени терялось на переход торосов. Выбрать дорогу среди хаотического нагромождения льдин не было никакой возможности, и мы барахтались в них, выбиваясь из сил, перетаскивая нарты на руках. Вдобавок к этим мытарствам Димка провалился под лед. Мы уже выбрались из торосов и шли по чистому месту, как вдруг шедший впереди моргунов мгновенно исчез глаз. Надо льдом осталась только его голова. Хорошо, что место оказалось неглубоким, да и сам он был в лямке от нарт. Мы выдернули его из воды, и пока разводили костер, он успел превратиться в звенящую сосульку. Часа два он обсыхал, и за день нам удалось пройти не больше двадцати километров. Вторую ночь нам пришлось провести в домике геолого-разведывательной партии в устье притока Каула. Там мы совершенно неожиданно попали в женское общество. В домике партии, кроме сторожа, жили две девушки, примерно наших с Димкой лет. Не помню, чем они там занимались зимой, только нашему приходу очень обрадовались, и даже сменили лыжные костюмы на платье. Узнав, что гости-звероловы, подруги удивленно смотрели на нас, не зная, верить или нет. Как бы там ни было, но мы, очевидно, сошли из-за приятных гостей, и они принялись нас угощать. За столом Сузи вжиманничал, откусывал хлеб маленькими кусочками. Зато Димка орудовал ложкой так, что трещала челюсть. Причем делал это не молча, а не прерывая разговора. Хозяйки поначалу слушали его недоверчиво, Но Димкин бас рокотал так искренне, что, слушая, как он оставил на сучках свои штаны, убегая от медведя, они смеялись, восхищаясь мужеством гостя. Действительную историю они приняли за вымысел. После ужина дамы устроили танцы. Подразбитый патефон отплясывал моргунов в своих огромных раздутых от воды улах, как будто и не трещал под ним лед большую сурки всего лишь в пяти километрах отсюда. Смутным от мороза рассветом впрягли мы в нарты собак и опустили на шапках наушники. Со скрипом выкатывались нарты на лед большую сурки. Моглянулись, девушки стояли на крыльце дома в своих коротких черных полушубках и махали нам вслед. Километров через десять Димка снова ушел под лед. Как мы не остерегались, но промойны обойти не смогли. Лынья оказалась там, где ее не должно быть. В десяти километрах от берега, затянутая тонким ледком и припорошенная снегом, она ожидала свою жертву. Наш походный хронометр показывал минус тридцать. Как назло, на берегу поблизости не оказалось ни одного сухого дерева, и мы с Сузевым, быстро натянув палатку, разожгли печку. За это время Димка замерз так, что не мог говорить. Опасаясь, как бы он не заболел, мы дали ему спирта и растерлись снегом. Вечером ртутный столбик упал еще на десять делений. Иний от дыхания превратил нас в диковинных призраков. И греясь у печки, мы отдирали от бровей и ресниц кусочки льда. Как ни старались утеплить палатку, все же спать пришлось в полглаза. Ночью мы по очереди поддерживали огонь. Самым неприятным было вылезать из палатки за дровами. Утром собаки поднялись неохотно. Укрыв носы хвостами, они лежали на снегу и были похожи на больших ежей, покрытых игольчатой изморозью. В лесу стояла тишина. Казалось, звенит сам воздух. Здесь, на большой сурке, снегу лежало больше. Собакам стало не под силу тащить нарты. Мы по очереди помогали, и мы молча продолжали свой путь. Воздух от мороза стал белесым, размывая своим цветом очертания далеких предметов, обжигая холодом легкие. Все живое, казалось, вымерло. С кованой морозом мертвенно-неподвижно громоздились сопки с оцепеневшей тайгой. Не видно было ни одного следа, и только белая лента реки бесконечно ложится под ноги. В этом померзшем краю мы были единственными живыми существами, медленно двигающимися в белом безмолвном пространстве. К вечеру нам встретились следы человека. Тропа, проложенная через реку. На левом берегу ввился дымок, и мы свернули к нему. На шум из дверей наполовину врытого в землю жилья вышел старик с жесткой щетиной седых усов. Мы поздоровались, и он пригласил нас зайти в землянку. Жилье оказалось охотничьим зимовьим, хозяин охотником, промышлявшим белку и клонка. Годы унесли силы Лепехина. Так звали хозяина. Он не мог уж больше ходить за крупным зверем и перешел на капканный промысел. Жил он в своей землянке с самой осени, и мы были первыми людьми, которых он увидел с той поры. Просторное чистое зимовье пахло хвоей, на стенках висели шкурки белок и клонков. Мы спросили Лепехина, далеко ли до мельничного. Он ответил, что километров двадцать пять, что рысь там действительно водится, и что нам лучше всего остановиться километров через десять в пустующем зимовье, хозяина которого недавно задрал медведь. Размыслив, мы согласились с Лепехиным. В самом деле, от зимовья до мельничного оставалось бы пятнадцать километров, и хотя, по словам хозяина, в деревушке осталось всего несколько жилых домов, но работала посадочная площадка, имелся телефон, и можно было бы достать продукты. Расспросив хозяина о местонахождении зимовья, мы начали прощаться. Видев, что его гости собираются уходить, Лепехин удивился. — Да вы чего, ребят? Ночью ведь на дворе. Оставайтесь. Места всем хватит, а по свету и тронетесь. И мне, старику, все же веселее будет. Уважьте старого. То ведь и поговорить не с кем. Как неприятно было сидеть в тепле, и как не хотелось нам уважить радушного хозяина. Но ночевку у него означало бы потерять целый день, а мы и так слишком медленно добирались до цели. — Будем заходить в гость, старик. А сейчас некогда, — сказал ему на прощание Димка. Над большой суркой и тайгой светила луна, отодвигая вдаль мрак ночи. Мы сдвинули примершие к снегу нарты и снова зашагали по речке. Километра через полтора встретился совсем свежий след медведя. Он четко отпечатался на снегу и при свете луны просматривался почти до другого берега. Реча в такие морозы с медведем означает, что он шатун, а потому голодный и дерзкий. Лепехин говорил нам, что вплоть до Мельничного большая усурка замерзла ровно и прочно, и мы шли, не опасаясь провалиться. Скоро миновали остров и через час увидели на левом берегу скалу, обрывающуюся прямо в большую сурку. И устье зимовье нашли быстро. Оно стояло в трехстах метрах от реки на берегу ключа, защищенного от северного ветра. «Отелю слада!» Сказал Димка, рассматривая потемневшую от времени бревенчатую полуземлянку с плоской крышей, присыпанной землей. Внутри зимовье было тесновато, но все же просторнее палатки. Сразу у двери стояла чугунная печка, с проржавленной трубой. Дальше за ней начинались деревянные нары. Справу у стены пристроился небольшой столик из грубо оструганных досок. Маленькое окошко выходило в сторону обросшего наледью и, видимо, полноводного ключа. На следующий день мороз заметно ослаб. Отправившись вверх по ключу, я удивился уйми зайчих следов, натоптанных по прибрежному тальнику. Зайцы набили в нем целые тропы, идущие во всех направлениях. Ключ действительно оказался полноводным, но долина его была не широкой. Стиснутый с обеих сторон сопками, он светлой аллеей пробивался между нависшими деревьями. По правому северному берегу стояла высокоствольная старая тайга. По левому, более отлогому, рос смешанный лес. Я прошел им километра три, и на всем пути видел кабаней следы порой. Дикие свиньи держались здесь долго, привеченные урожаем желудей. Возвращался противоположной стороной ключа уже в сумерках. Раза три у меня из-под ног с оглушительным шумом вырывались рябчики, устроившиеся в снегу на ночлег. От неожиданности я каждый раз вздрагивал и хватался за винтовку. Отходя к зимовью, услышал выстрел, гулка раскатившийся в морозном воздухе. Не успел я растопить печку, как пришел Сузев. На мой вопрос, кто стрелял, он ответил, что не знает. Результатом своей прогулки Сузев был доволен, но не это было самым приятным. Наши собаки, годные по нашему убеждению разве что искать белок, да таскать нарты, проявили вдруг враждебную непримиримость к следам. Они злобно фыркали и порывались в погоню. С этим открытием наша задача облегчилась наполовину. Я жарил на сковородке мясо, когда пришел Димка. Он был красным от мороза, с узкими щелочками глаз из-под опущенных инием ресниц. — Здорово, зверобой! — зашумел он по медвежьи, ворочаясь возле стола. — Угостить вас свежиной, а? Мы вопросительно посмотрели на него. Димка разделся, расстегнул карман рюкзака и вытащил оттуда что-то непонятное. — Печенка! — сказал он. — Вкуснятина! — Из какого зарода что ты ее вытащил? — спросил Сузев, рассматривая кусочек печени с мизинец величиной. — Сам ты. — Того. — Это от полновесного подсвинка. Жалко, что с остальными потрохами он убежал. С Димкой случилась очередная история. Но, возвращаясь в зимовье, он наткнулся на лёжку кабанов. Чувствовав неладное, звери вскочили и замерли. Димка вскинул винтовку, выстрелил по первому попавшемуся на глаз кабану. Табун с шумом рассыпался в разные стороны. Вместе с ним убежал и кабан, в которого стрелял маргунов. Но почему-то завизжал подсвинок, находившийся в стороне. Удивлённый, он пошёл к тому месту и увидел убегавшего подсвинка и полосу крови по его следу. Димка мог поклясться, что не стрелял в него. Он для верности даже вернулся туда, откуда выстрелил. Подсвинок стоял далеко в стороне. Покрутив винтовку, он не заметил, чтобы ствол её был кривым. Но факт оставался фактом. Она стреляла, чёрти как. Идя по следу, он метров через сто возле высокой валежины, которую с трудом одолел раненый зверь, нашёл в сгустках крови кусочек печени. Немало не смущаясь, он забрал её и пошёл к зимовью. «Паршивые овцы, хоть шерсти клок», сказал Димка, бросая печень на сковородку. За ужином мы съели этот клок живого кабана. Сузи в долгах мыкал себе под нос и, наконец, сказал нам, что это самое необыкновенное приключение в его охотничьей жизни. В тот вечер мы долго не ложились спать, делали петли на зайцев, спорили о технике отлова рысей, да и вообще все наши разговоры велись об этом звере. Жизнь дикой, короткохвостой кошки была для нас загадкой. Всё, что удержалось у нас в памяти из охотничьей литературы, не давало уверенности, что с этими знаниями можно поймать рысь. Наши сведения о ней были скудны и расплывчаты. В лучшем случае их хватило бы только на скупые комментарии к её чучелу. О применении ловушек нечего было и думать. Никто из нас не слышал, чтобы подобным образом можно ловить рысь. Против ловушек было много, и прежде всего то, что с наступлением белой тропы рыси оставляют оседлый образ жизни и начинают бродяжничать. К тому же, рысь не норка, её не удержишь дощатой дверцей-хлопушкой, да и ко всяким подачкам она относится с подозрением, предпочитая собственную добычу. Затею с ловушками мы отвергли. Оставалось одно — травить рысь собаками и вязать руками, прижав её рогатками к земле. Правда, и здесь оставалось неясным одно обстоятельство. Как быть, если собаки загонят рысь на дерево? Не лезь же за ней следом и там на сучках и ветках устраивать борьбу. Мы решили, что в таких случаях будем сталкивать зверя на землю шестом, а дальше начнём действовать по обстоятельствам. «Нас не выдадут длинные ноги!» Прочувствованно исполнил Маргунов, предполагая одно из обстоятельств. Стратегия охоты определилась. Оставалось выяснить обстановку. Прежде всего нам нужно было знать, сколько рысей проживает поблизости и на что мы можем рассчитывать. Мы не тешили себя надеждой, много их быть не могло. Но, зная, что зайцы являются лёгкой добычей рыси, мы решили искать следы зверя в местах обитания косых. Утром я расставил петли в ближайшем тальнике и отправился с Димкой за его подранком. Под свинка мы нашли в полукилометре от места, где Маргунов бросил его преследовать. Молодой кабанчик лежал уже мёртвым. Пуля, вероятно, при рикошете от дерева вспорола ему живот и задела печень. Под свинок был килограммов на пятьдесят, и мы полдня провозились с ним, пока притащили к зимовью. Наспех перекусив, мы отправились на берег Большой Усурки. Собак не взяли, так как уже убедились, что они способны своим лайм разогнать всё живое на десять километров вокруг. Обогнув скалу, мы пошли левым берегом реки, намереваясь обследовать ближний ключ. И нашли его километра через полтора. Он как-то незаметно за буреломом сливался с Большой Усуркой, пробиваясь по широкой тальниковой паде. Там я опять увидел зайчьи следы. Их было такое множество, словно зайцы сбегались сюда со всей тайги. «Здесь у них танцплощадка», сказал Димка, продираясь сквозь заросли. И хотя я по опыту знал, что полдесятка косых могут оставить после себя прорву следов, на этот раз он, видимо, был прав. Берега ручья заросли мелко чаще и были так завалены буреломом, что мы, жалея одежду и обувь, ушли в сторону от русла. По пути то и дело попадались следы таежных обитателей. По ним было видно, как шныряли вдоль ключа колонки, жались к зарослям травы козы, расхаживали изюбри. Не позже, как три дня назад, сделал сюда набег табун диких свиней, опустошив поросли вечно зеленого хвоща. Зверье здесь чувствовало себя вольготно, без страха от присутствия человека, ведя борьбу за жизнь, как и во времена седой старины. Зимой день короток, и нам пора возвращаться. Но выбрав первый попавшийся распадок, ведущий в сторону нашего зимовья, мы начали подниматься по нему, надеясь перевалить сопку и попасть в свой ключ. Но едва мы вошли впадь, как заметили, ровную цепочку следов, тянущихся по ее склону. Здесь прошла рысь. Большая пятнистая кошка оставила на снегу четкие отпечатки лап. «Он она, серая, шлялась здесь ночью», задумчиво сказал Димка. Кого-то слопало и прогуливалось в свое удовольствие. Следы уходили куда-то вниз, и у нас не было времени идти по ним, мы только измерили их и полезли по склону дальше. Где-то близко к вершине через сузившийся распадок лежала Валежина. Шапка снега на ней была прострочена такими же круглыми следами. Теперь можно было предполагать, что в Заячьем ключе, так окрестили мы это место, его окрестностях промышляет крупная рысь. Сопку мы перевалили уже в темноте, и по другой стороне ее буквально съехали к своему ключу. «От тебя зачтется!» ругнулся в адрес рыси Моргунов, ощупывая ушибленный бок. Пока перекуривали, взошла луна, и к зимовью мы добрались по чистому руслу ключа без приключений. Над трубой его курился дымок. Навстречу нам выбежали собаки, стараясь броситься лапами на грудь. Сузев варил ужин и укладывал рюкзак. «О, хорошо, что пришли!» сказал он. «Давайте собираться!» «Куда?» в один голос спросили мы. «Рысь ловить, куда же еще?» ответил он. «Сейчас?» «Завтра, конечно, но надо же все пособирать ладом!» «Да завтра еще успеется!» сказал Димка, неторопливо раздеваясь. «Все у тебя успеется!» засуетился Сузев в поисках ножа. У Сузева был деловой вид, всегда присущий ему при сборах и в торжественных случаях. Кое выражение лица у него было тогда, на перевальной, перед подъемом злополучного вентиля. Поковорился ужин, он рассказал нам, что нашел свежий след рыси и даже обошел его, оставив зверь в окладе. Это было уже настоящее дело, и на завтра нам предстояла серьезная охота. За день мы могли и не управиться, предстояли одна или несколько ночевок в тайге. Мы тщательно починили одежду и обувь, приготовили на три дня продуктов, старое одеяло, вязки из полотна и наточили топоры, долго раздумывая перед крупной толстой сеткой и, наконец, махнули на ней рукой, потому что не представляли, как ее набрасывать на рысь, а потом выпутывать остервеневшего зверя. За ужином мы доста наелись свинины, не пожалели ее и собакам, чтобы завтра не терять времени на обед, Димка сразу же наварил гречневой каши с мясом. Путь отправились еще затемно. Сузев повел нас напрямую, не выбирая дороги. Как немал был он ростом, но ходил, нужно признаться, лихо. Мы с Димкой едва поспевали за ним. Шли мы на юго-запад от Заячьего ключа, придерживаясь кромки гряды сопок, выходивших к долине Большой Усурки. Здесь росла темнохвойная тайга, и с молодых елок и пихт сыпался на наши лица из-за шиворот холодный колючий снег. Первые лучи солнца заглянули в долину, когда мы остановились, и Сузев показал нам на снег впереди. Пред нами открылась глухая щель распадка, к которой вели следы зверя и человека. В этом месте Сузев оставил след, боясь спугнуть рысь. Не имело смысла проделывать нам нужно было искать его выход из оклада, и мы, посвящавшись, шепотом пошли вправо навстречу вчерашним замыкающим следам Сузева. Пожалуй, мы описали половину дуги и вышли уже в долину безымянного ключа, когда идущие на поводках собаки рванулись вперед. Мы, не отпуская их, кинулись за ними и скоро опять увидели строчку следов, подошедших к следу Сузева слева. «Вот, после меня!» возбужденно сказал он. Стараясь не затоптать следы, мы, подтянув собак, рассматривали их. Даже по одним следам можно было судить об осторожности рыси. Подойдя к следу человека, она долго стояла, принюхиваясь, затем прыжком пересекла след и отправилась вниз к ключу. Но странное дело, здесь же рядом был другой, уже входной, совсем свежий след. Неужели рысь после ночной охоты снова вернулась в оклад на свою старую лёжку, или она только пересекла его и ушла в другое место? Что повело её туда? Думать было некогда. Собаки рвались внутрь оклада, и мы, отпустив на всю длину поводки, побежали за ними. Километр сумасшедшего бега в сопку был пределом наших сил. «Пускай!» крикнул Сузев, падая от бессилия в снег. Я подтащил к себе букета, нащупал на беснующемся псе застёжку ошейника, расстегнул её и в изнеможении привалился к дереву. Моргунов спустил жулика и, хватая ртом, воздух произнёс «Бедные кошки!» Не успели мы перевести дух, как где-то за гребнем раздался яростный лай. Нас подхватило, как ветром, и мы понеслись к вершине. Прямо от вершины открывался распадок, по-видимому, тот, с которого начинался наш обход. И где-то на средине его нистовали собаки. Три вихря снежной пыли взметнулись по нашей дороге, когда мы спускались вниз. «Тормози!» закричал Сузев, расставляя руки. «Рогульки! Рогульки рубите!» Мы были уже рядом с захлебывающимися от лая собаками. «Ах, проклятие!» Вокруг тайга, и нет подходящего дерева. Куда не кинешься, везде только кедры, да ели с обхват толщиной. Наконец вижу два молодых дубка, растущих на дне распадка. Спуск крутой, некогда осторожничать. Тайга, снег, небо, и еще раз в таком же порядке. Я продираю от снега глаза, подбегаю к деревцам, рогульки не ахти какие, насойдут. Одну бросил наверх Сузеву, другую оставил себе, и не выбираясь из распадка побежал к собакам. Первое, что я увидел, был жулик, азартно пытавшийся забраться на вершину сломанного дерева. Я метнул туда взгляд, и еще издали заметил рысь, пепельно серая, с прижатыми к голове ушами, она злобно сморщив нос, выгнув спину и растянув свои раскосые прорези глаз, шипела. Рысь показалась мне огромной, и я удивился, как она могла забраться на такую высоту. Увидев меня, рысь приподнялась, и моя рука невольно потянулась к винтовке, но в это время наверху распадка с шумом появились Сузев с Димкой, и зверь повернулся к ним. «Ха-ха-ха! Попалась!» услышал я распаленный голос Моргунова. «Куси ее, ребята!» Рысь с угрожающим беспокойством заерзала на дереве. Врагов у нее прибавилось, и она понимала, что эти подоспевшие двуногие наиболее опасны. Дерево, на котором она сидела, было сломано пополам, и верхушкой упиралось в противоположный склон распадка. Со дна врага мне казалось, что Рысь сидит на головокружительной высоте, в то время как от Сузева и Моргунова она была не более чем в четырех метрах. Бессиленной гонкой мы тяжело дышали, пар клубами валил от нас. Собаки, приободренные нашим приходом, готовы были перегрызть дерево. «Бросай, котомки! Руби шест!» услышал я сверху голос Сузева. Предстояла схватка. Мы освободились от всего лишнего. Ставив рюкзак и винтовку на дне распадка, я выбрался с Рогулькой наверх. Моргунов быстро срубил молодую елку, очистил ее от сучков. «Тихай!» надрывным шепотом сказал Сузев и поднял Рогульку. Димка занес конец шеста на дерево и попытался толкнуть им рысь. Она зашипела еще сильнее и прижалась к дереву. Шест скользнул по стволу, не задев ее. Моргунов отошел назад, чтобы направить свое оружие по ложе, но рысь, ударив лапой по шесту, перебралась на новое место. Моргунову пришлось заводить шест снова, и рысь тут же передвинулась на старое место. «Но ох ты, шест необразованное!» ругался Моргунов с натугой ворочая тяжелой лисиной. С четверть часа безуспешно пытался он согнать рысь с дерева. «Рыгай, скотина!» Зарал он, не выдержав, и бросил шест. «Эс-кис-кис!» Поманил он ее, но дикая кошка только злорадно хмыльнулась. У нас прошло первое возбуждение, вернулась способность соображать. Рядом с деревом, на котором сидела рысь, рос молодой дуб. Его корявый изогнутый ствол поднимался выше хищницы, и у меня мелькнула мысль изменить угол атаки на зверя. Сбросив куртку, я полез на дуб. Уцепившись за ветку, долго дрыгал в воздухе ногами, пока Димка не помог мне шестом. Наконец, мне удалось вскарабкаться повыше, и я оказался рядом с рысью. Нас разделяло не более пяти метров. Почувствовав новую угрозу, рысь не спускала с меня взгляда. Димка подал мне шест, и я с огромным трудом затащил его наверх. «Держи!» крикнул я ему и начал подвигать конец шеста к зверю. Рысь попятилась назад. Сообразив, что так она уйдет, я отвел шест в сторону, намереваясь нанести удар сбоку. Рысь припала к дереву. Взгляд ее заметался. Было чертовски тяжело держать на весу такую дубину, но я, чтобы не напугать животное, отвел шест еще дальше. Собрав все силы, я, наконец, шлепнул шипящую зверюгу побоку. Рысь сорвалась с дерева, но удержалась на передних лапах. А вот меня от полета вслед за шестом удержали лишь прочные брюки и сучья, за которые они зацепились. Увидев висящего зверя, собаки захлебнулись лаем. Рысь взобралась на дерево, но к этому времени я уже успел укрепиться на нем. Она опять получила толчок и снова удержалась. Все-таки это была кошка. Видя, что дело приближается к развязке, жулик оставил свое место и перебежал под дерево. Рысь открылся путь к отступлению, и хищница сразу сообразила это. Пока собаки переберутся через распадок, она будет уже далеко. Не обращая внимания на меня, зверь снова взобрался на дерево и метнулся вниз по стволу. Увидев, что через мгновение рысь уйдет и, будучи не в силах ей помешать, я в злости как копьем бросил в нее шест. Деревце попало ей между лапами, подсекло их и рухнуло вместе с рысью в распадок. Тоже мгновение, не удержавшись, полетел на землю и я. Протерев от снега глаза, увидел стоящую на дне распадка рысь, летящего в воздухе на нее букета и кувыркающихся туда же Сузева и Моргунова. Найдя свою рогульку, я бросился к ним. «Дави!» закричал Сузев и, размахнувшись рогулькой, прижал короткое туловище зверя к земле. Рысь изогнулась и ударила лапой по рогульке. Сузев повалился на землю, но подоспевший Димка не дал рысе вскочить на ноги, прижав ее шею. Я успел только дернуть из кармана вязки, как был сбит с ног с собаками. Они прорвались между нами и принялись терзать врага. Обхватив левой рукой букета и вцепившись правой в хвост жулика, я безуспешно пытался оттащить их от рыси. Жизнь зверя исчислялась теперь секундами. Моргунов и Сузев пинками отгоняли собак, но это не помогало. Собаки озверели и вышли из повиновения. На какое-то время мне удалось отогнать их рогаткой, и тогда Сузев, рискуя быть вспоротым когтями зверя, прикрыл его своим телом. Ничего подобного мы не предполагали. Собаки из помощников превратились в помеху. Нужно во что бы то ни стало погасить их неуемную ярость и скорее связать зверя. Взяв рогатку наперевес, я в не меньшей злости зарычал на них и сбил на землю подвернувшегося жулика, напялил ему на голову свою шапку. Кинувшегося крыси букета Моргунов пнул, но тотчас был укушенным за ногу. Свободной рукой Сузев держал за глотку Волгу. Все перепуталось, было непонятно, кого мы ловим. Перепуганный жулик перестал подо мной брыкаться, чувство букета. Наконец собаки несколько успокоились. Рысь истекала кровью. Она сделала последнюю попытку вырваться, когда я вязал ей передние лапы, но Сузев накрыл ей глаза и она сдалась. Самым опасным и трудным было вязать задние лапы. Как не остерегался я, все же она неловимым движением полоснула меня когтями по рукаву, распоров его. Наконец мне удалось связать ей лапы, намордник повязал Сузев. Теперь рысь была не опасна. Мы оставили ее и уселись прямо на снег. Вот же холеры, чуть не задрали зверя, сказал Сузев, показывая на собак. Присмотревшись, мы увидели, что и с собаком изрядно досталось в драке. У Волги разодрано ухо, букет облизывал лапу, а у жулика кровоточил бок. «Так дальше дело не пойдет», сказал Димка. «Надо что-то придумать, она того и гляди сдохнет». Рысь действительно в пору было что потебинтовать. Мы с Димкой собрали разбросанные вещи, положили рысь на одеяло, через связанные концы продернули палку и пошли по распадку. Постепенно к нам возвращались силы и тщеславие. Как бы там ни было, мы несли дикого зверя, пойманного собственными руками. Это была уже не какая-то норка. «Братцы!» закричал вдруг Димка. «А какого лешего я несу на себе кашу? Сничтожить ее!» Мы подвесили рысь на деревьях и наломали сушняка на костер. Как только каша разогрелась, воздух наполнился таким ароматом, что нас засосало «Навались!» скомандовал Димка. «Волга! Жулик! Букет!» позвал он собак. «Получайте барбосы, вы заработали!» говорил он, отваливаем кашу под нашими протестующими взглядами. Что для нас был какой-то котелок каши, только раздразнил аппетит, но все равно жизнь была хороша. Хороши были зимняя тайга, тепло костра и упругие толчки крови в мускулах. Казалось, что и пещерного медведя мы могли бы вот так же завернуть в одеяло. К зимовью добрались перед заходом солнца и сразу перед нами возникла проблема. Оказалось, что нам негде разместить рысь. Оставлять ее на ночь связанной нельзя, у нее могли отмерзнуть лапы. Нарубив кольев и используя одну стенку зимовья, начали сооружать клетку. Земля промерзла, и колья никак не входили в нее. Мы обтоптали их снегом и полили водой. Верх и середину клетки связали проволокой, и на все это накинули сетку. Клетку набросали мха, сухих листьев, и сверху накрыли пихтовыми ветками. Работа затянулась далеко, затемно, пришлось заканчивать ее при свете костра. Мы устали, были голодны, а тут новая головоломка. Как посадить рысь в клетку? Втроем мы бы там не поместились, а лезть туда одному никого не прельщало. К тому же, связывая ее, я как-то не подумал, что придется и развязывать свои узлы. В конце концов, мы затащили рысь в клетку, прижали ее рогатками через колья, и я перерезал вязки. Почувствовав свободу, рысь метнулась в угол и оттуда злобно зарычала. Выживет, махнул рукой Димка. Собаки, увидев зверя подвижным, полезли было в клетку, но мы отогнали их и, завалив убежище рысь и хвоей, ушли в зимовье. Только тогда почувствовали по-настоящему, каким тяжелым выдался для нас день. На другой день наша компания спала до тех пор, пока солнце не заглянуло в окно. Поднявшись, не торопясь, умылись, позавтракали. Я вспомнил про свои петли и пошел их проверить. Сузев и Маргунов решили построить еще одну клетку, потом соорудить какое-нибудь жилье для собак. Из двадцати одной петли я вытащил двенадцать маньчжурских зайцев. Подобной удачи я еще не знал. Это было весьма кстати. Себя мы могли бы снабдить трех прожорливых псов было хлопотно. Для собак и рыси зайцы были самой подходящей пищей. Охотничье честолюбие переполняло меня, когда я складывал ржаво-бурые тушки зайцев в рюкзаки. Нет, не зря я с детства стремился на Дальний Восток. Здесь сбылись мои самые смелые охотничьи мечты. Возвращаясь, я присел отдохнуть и постепенно новое, доселе неизвестное незаметно из подваль подтачивать меня. Куда не кинь взгляд, всюду застывшие громады синеющих сопок, неподвижная тайга, снег, тишина. Все это далеко от людей, от их жизни. Идет пятый месяц нашего пребывания в тайге. Иногда вечерами с непреодолимым желанием хотелось снять с себя прокопченую пропахшую дымом одежду, надеть костюм и пойти в обычный городской кинотеатр, потолкаться на шумных улицах, в магазинах, посмотреть витрины, сесть в такси через 20 километров, не чувствуя никакой усталости, знать, что у тебя сегодня еще уйма времени для других дел. Видимо, потому, что мы выросли в коллективе, нам так остро начало не хватать его. Даже втроем мы подчас чувствовали себя одиноко. Я вернулся к зимовью в разгар строительства. Инженерные проекты Димки и Сузева были несовместимы даже в вопросе изготовления собачьей будки. Я не стал вмешиваться в их прение и взялся за приготовление обеда. Времени у меня хватало, продуктов тоже, и я позволил себе проявить фантазию в надежде пробудить наши задремавшие гурманские чувства. Вообще, в последнее время мы ели очень много и пять килограммов мяса съедали за один присест. Глава четвертая Сузев и Маргунов ушли в Зайчий ключ искать рысь, следы которой мы видели. Я остался в зимовье. Страница из дневника. Запись, сделанная Маргуновым. К вечеру мы все-таки умудрились поругаться, и я сказал Сузеву, чтобы он возвращался в зимовье. Сузев не ушел, сердиться он долго не может. До этого я еще ни разу не ночевал зимой под открытым небом, и теперь на собственной шкуре узнал, что это такое. Какой тут сон. Спереди печет от жары, сзади мурашки от холода бегают. Подремать, конечно, можно, но спать без палатки или спального мешка нельзя. Всякие там рассказы, что кто-то ухитрился прожить зиму у костра. Вранье. Выжить короткое время можно, работать нельзя. Две недели такой жизни тебя придется отхаживать в больнице. В общем, перемаялись мы ночь, а утром пошли дальше, видели Лешку рыси, нашли место, где она поймала зайца, или она была не голодна, или вообще мало жрет, но только половину зайца бросила. Наверное, когда много харчей, рысь мало ходит, больше спит, как все кошки. В полудню мы дошли до ночных следов, и чтобы не вспугнуть ее, вернулись в зимовье. Сегодня у нас выходной. Сделали одну приспособу для стаскивания рыси из дерева. Завтра двигаем. Думаем управиться дня за три. Автором приспособы был я. Мысль эта пришла мне в голову совершенно случайно по странным ассоциациям. В тот день, когда Сузев и Димка ушли на зайчий ключ, я решил пробраться как можно дальше к истокам нашего ключа, который мы назвали большим. День выдался теплым, и вся лесная птичья мелочь дружно пищала, ползая по стволам и веткам деревьев. Я засмотрелся на юрких и нарядных поползней, беспрерывно сновавших над моей головой. Плотные подвижные птички, деловито переговариваясь, ощупывали своими острыми клювиками морщинистую кору деревьев. Глядя на них, я вспомнил, как в детстве мне приходилось ловить их селками. Волосяные петли селков большей частью попадали синицы, но были и поползни. Я сажал их в клетку, кормил и, насмотревшись, выпускал. Потом я просто насыпал на дощечку овса и наблюдал за птицами. Мне было жал в петлях начинало отчаянно рваться на свободу. Петлях, петли. Здесь-то мне и пришла в голову мысль применить их для поимки рысей. В километрах в десяти от зимовья я увидел следы рыси. Откровенно говоря, я мало верил в успех своего похода, так как считал невероятным, что в тайге может бродить столько хищников. Не могли же здесь рыси жить в каждом ключе. Возвращаясь назад, я наткнулся Браконьерский огород. Этот искусственный повал деревьев был подновлен, но ни ям, ни петель в проходах не было. Вдоль завала множество следов кабарги и зюбри, а в одном месте нашел следы разыгравшейся недавно трагедии. Прямо над проходом росли приземистый искривленный тис и такой же ясень. Ветви их переплелись и образовывали воздушную беседку, в которую изобралась для засады рысь. Три дня назад она подкараулила здесь кабаргу и, не утруждая себя перетаскиванием, тут же лениво закусила добычей. К этому месту она больше не приходила и теперь над остатками животного трудились колонки и вороны. Очень скоро от кабарги осталась одна разбросанная шерсть. Такую небрежность зверя можно было объяснить только его кровожадностью. И дикая кошка потеряла в моих глазах свою былую привлекательность. Впоследствии мы могли убедиться, что рысь часто не возвращается к своей жертве. Я обошел весь огород и еще дважды встретил круглые аккуратные следы рыси. По пути к зимовью я сделал крюк, чтобы посмотреть, над чем так и разрослось целое полчища ворон. Возле толстых высокоствольных кедров увидел вытоптанную в снегу площадку, но среди кабанек следов трудно было что-нибудь разобрать. Кабаны прошли здесь дней десять назад, после них выпал небольшой снег и припорошил следы. Расхаживая между деревьев, я заметил возле крупной валежины два оглоданных кабаньях скелета. Часть разбросанных костей валялась далеко в стороне. Интересно, чья это работа? Заглянув за валежины, я почувствовал, как мое любопытство сменилось удивлением, а потом и неприятным холодком тревоги. Кабанов убил медведь. Двух сразу. Но это был необычный медведь. Мне приходилось читать о полутонных лесных великанах. Но этот, как мне показалось, вряд ли бы уложился в полтонны. Две мои ноги свободно размещались на его следе, а там, где медведь перелезал через валежину, снег был снесен на полтора метра. зловещи каркали воронки. Я подумал, а не этот ли бродяга снял скальп с бывшего хозяина нашего зимовья. Несомненно, зверь стал шатуном, и встреча с ним не сулила ничего хорошего. Она могла состояться самым неожиданным образом. Кабанов в этом ключе ходило много, и как знать, не задержался ли в нем медведь. Тайга сразу стала какой-то неуютной, и я заторопился в зимовье. Рысь третьи сутки не притрагивалась к пище, и только замерзшей в банке воды стало немного меньше. Я несколько раз ходил ночью проверять петли, и, наконец, вытащил из одной зайца. Я бросил его в клетку крыси, и к утру он исчез. Теперь можно было надеяться, что Рысь выживет. На следующий день я принялся изготавливать задуманные петли. У нас нашелся тонкий стальной тросик, который вполне подходил для приспособления. Собственно, все орудие состояло из нескольких концентрически расположенных петель, сходящихся к одному концу. Если в селке петли перекрывают друг друга, то здесь это не подходило. Ударив лапой по одной петле, Рысь отбила бы и все остальные. Пришлось расположить их одна в другой, вынося внутренние немного в сторону. Штука казалась нехитрой, но по части плетения тросов у меня были весьма скромные навыки, и только с помощью Димки удалось закончить приспособу. Мы хотели уже испытать конструкцию на Рысе в клетке, но вовремя сообразили, что можем задушить пленницу. На охоту за вторым зверем мы вышли поздно. Сначала Сузев распорол свой ул, потом удрали в тайгу собаки и вернулись лишь после того, как мы начали стрелять. День выдался морозным с ветерком. Чувствовалась беспощадность зимы, охватившей холодом землю. Ключья поземка бежала по льду ключа и порошила глаза. По-где по нему выступали наледи, ключ промерзал до дна. Наледи дымились густым паром и мы осторожно обходили их. Все шло хорошо и только необходимость вести собак на поводках портило настроение. Собаки не привыкли ходить в тайге таким образом. Им всюду нужно было сунуть свой нос, что сильно мешало при ходьбе. Перевалив в зайчий ключ, мы встали на позавчерашние следы Димки и Сузева. Собраться до места удалось только к вечеру. Солнце уже садилось и пришлось готовить ночлег. Пока искали подходящую сухостойную лесину, готовили костер и лежанки и стемнело. Воды поблизости не оказалось и в дело пошел снег. Ветер стих и после горячего ужина мы почти не чувствовали холода. Сделанный нами щит хорошо отражал тепло и мы поплотнее завернувшись уснули. Ночью я проснулся от холода. Положенные друг на друга колоды дров выгорели и не давали уже тепла. Я поправил костер и опять задремал. Сквозь сон чувствовал, как мороз снова охватил мое тело. На этот раз, кажется, встал Сузев и пошевелил огонь. Так прошла ночь. Было еще темно, когда мы, не выдержав натиска мороза, поднялись на ноги. Дурость все это, ворчал Димка, ковыряя палкой горящие головешки. Что дурость? Спать в нашей одежде зимой. Сузев смахнул каплю под носом и вздохнул. А что делать? Не таскать же с собой печку с палаткой. Мы молчали. В котелке булькала похлебка. По долине пронесся легкий порыв предутреннего ветра. На какое-то время темнота как бы сгустилась, вспыхнули в последний раз звезды и начали постепенно таять. Наступал рассвет, а с ним и холодный зимний день. Мы тронулись в путь, как только стал различим след. Наши надежды на то, что рысь находится где-то близко, не оправдались, как и Димкины предположения об образе жизни зверя при достатке еды. В зайчьем ключе пищи было сколько угодно, но рысь почему-то отправилась бродяжничать. Мы шагали за ней километр за километром, а собаки все еще не проявляли особого интереса к следу. После полудня пришлось увеличить темп и началась настоящая гонка. Где-то далеко остался и зайчий и большой ключи, а мы все дальше и дальше уходили на запад в неизвестные дикие места. Заросшие распадки сменяли крутые сопки, хребты, мы проходили под нависшими скалами, опускались в долины, а рысь все шла и шла. Только к вечеру мы наконец стронули ее слежки и собаки натянули поводки. Ах, черт, ругал Сузев, нехорошо, как все получилось, с перепугу сейчас как начнет махать. Мы прошли по свежим следам еще километра два и остановились с наступлением темноты. С трудом нашли свободную от валежника и заросли площадку и разбили ее не догоним. Что делать будем, братцы? спросил Димка. Послезавтра начнем догонять, как само собой разумеющийся ответил Сузев. А есть, что будем. На пятидневку хватит. Мы разложили продукты, прикинули, дня на три должно хватить. Вообще, с первой кошкой нам просто повезло, говорил Димка за чаем. Это поумнее попалось. Так она нас и в Сибирь может завести, а? Обратно далеко топать, прихлебывая чай с крышки котелка, заметил Сузев. Не, я обратно не пойду, останусь у какой-нибудь Сибирячки. Кому-то такой дикий нужен. Нужен, ответил Димка и вдруг запел. Я встретил вас и все былое. У Димки был чистый и сильный баритон. Пел он свободно, легко, и ночной зимний лес звоном промерзших ветвей аккомпанировал ему. Подхваченные горячим воздухом далеко к вершинам деревьев летели искры. Мы лежали на еловых подстилках, грелись теплом костра и совсем не думали ни о сегодняшних, ни о завтрашних километрах пути. Как после вековой разлуки гляжу на вас как бы во сне и вот слышнее стали звуки не умолкавшие во мне. Ноги немного побаливали, но впереди была еще целая ночь. К утру потеплело и пошел редкий снег. Он обеспокоил нас и мы поспешно начали собираться в путь. В случае снегопада наши труды могли оказаться напрасными. Пороша замела бы следы. Продолжив погоню, мы рассматривая следы немного успокоились. Хотя Рысь и была потревожена нашим присутствием, но еще не чувствовала преследования и ночью занималась охотой. Она потеряла много времени в поисках добычи, но восход солнца застал ее с пустым желудком. Только случайно найденная мышь стала ее жертвой. Зверь кружил по верховью ключа, придерживаясь глухих темных урочищ. Рысь не делает петель, скидок и все же по характеру выбираемых ею мест можно было догадаться, что она ищет место для дневки. Так оно и случилось. В глубоком ущелье, где сопки нависли над многоярусными террасами, собаки рванулись вперед. След уходил вверх, если хищница легко взобралась на высоту, то нам это не удалось. Рысь услышала нас и ушла с Лешки. На этот раз она поняла, что ее преследуют и стала уходить крупным размашистым шагом. За время потраченное нами на террасах она успела уйти далеко. Все, на что были способны наши легкие ноги мы отдали этой погоне. Были минуты, когда казалось, что вот-вот упадешь, но пришло второе дыхание и бежать стало легче. В середине дня мы окончательно потеряли ориентировку и только догадывались о своем местонахождении. Рысь сменила направление бега и теперь уходила на юг. Не останавливаясь, она пыталась охотиться и удалось поймать еще одну мышь. Это, конечно, для нее было мало, но признаков усталости зверя мы не видели. Рысь по-прежнему держалась на почтительном расстоянии. Мы начали опасаться, что так и не сможем приблизиться к ней и конец продуктов вынудит нас повернуть обратно. Начавшийся утром снег постепенно прекратился, теперь можно было не бояться потерять след. Но мы не ослабили взятого нами темпа и перед наступлением темноты очевидно подошли к зверю очень близко. Выбирая место для ночлега, Сузев спугнул табунок рябчиков и трижды выстрелил по нему из винтовки. Димка и я с удивлением посмотрели на него. Раз на то пошло, пусть все разбежится, но чтобы она ничего не поймала, пояснил он, показывая наслед. Третьей ночевки в тайге нам уже не хотелось петь. Все тело налилось усталостью, сделалось тяжелым. Завтра нужно спускать собак, сказал Димка, доставая продукты для ужина. Возьмем или не возьмем ее, на обратный путь харч надо. Сварив суп, высушив обувь и накормив овсянкой собак, мы прижались друг к другу, легли спать. Несмотря на усталость, сон наш был беспокойным. За ночь раз пять приходилось подниматься к огню, и утром все стали осунувшимися и невыспавшимися. Выстрелы Сузева сыграли двоякую роль. В тот момент, когда они прогремели, рысь шла по следу изюбре. Почувствовав с наступлением темноты безопасность, она решила во что бы то ни стало найти пищу. После выстрела она бросила след и продолжала свое бегство. Было и хорошо и плохо. Хорошо, что она снова осталась голодной. И плохо, что далеко оторвалась от нас. Ну что, побегаем, сказал Сузев, ни к кому не обращаясь. «Эх, вы бегите, а я полечу!» Помахал воображаемыми крыльями Димка и тяжело вздохнул. «Ух, вперед, волосатые!» Стряхиваясь от вялости, закричал он с собаком и мы устремились по следу. Рысь шла всю ночь, но шла медленно, разыскивая добычу. Собаки бежали ровно, не сворачивая по сторонам. Вверх-вниз шли следы и наша ватага, следуя за ними, карабкалась и катилась по сопкам. Больше всего меня донимала винтовка. За три дня она оттянула плечи, что я не знал, куда ее пристроить. Длинная, неуклюжая рисака цеплялась за ветки, сбивая за воротник снег. В этот день усталость начала сказываться рано. Уже в полдень мы собрались сделать привал, как заметили впереди по следу перья и кровь. Рысь удалось вытащить из-под снега ночевавшего там рябчика. «Проклятие, нажралась все-таки», ругался Димка. «А, это к лучшему, сейчас она ляжет», обрадовался Сузев. «Жмем тогда», Сузев устало потер руки. «Давайте отдохнем». Очевидно, очень скоро нам предстояло серьезное дело и мы согласились. Соорудив небольшой костер, вскипятили чай, а спустя полчаса, подтянув растрепавшуюся амуницию, опять встали на след. Позавтракав, рысь свернула в сопку, потом следы повернули еще и теперь шли едва ли не навстречу нижним. Стало тревожно. Так и есть, Лешка. Рысь слышала, может, и видела нас, когда мы двигались под ножьем сопки. Мы распивали чай, она изо всех сил уходила от нашей стоянки. «Охотнички», кипятился Димка. «Чайку захотелось, соснуть бы еще. Так мы ее всю зиму будем гонять». Собаки, почуявшие близость зверя, рвались вперед. Сходу мы взобрались на высокий хребет, и перед нами открылась широкая долина. Мы находились, по всей вероятности, на водоразделе притока в Большую Сурки. Какое-то время след вел гребнем хребта, рысь шла широко. Следы свернули вниз и привели в чистую пать. «Пускаем», решительно сказал Димка, намереваясь отцепить жулика. «Стоит ли?» усомнился я. «А чего ждать?» «Надалеко, собаки сам знаешь какие. Не будет дурой, залезет на дерево». «Давай», поддержал его Сузев. Собаки ушли по следу молча, но не успели мы пройти полкилометра, как где-то впереди раздался Лай, быстро удаляющийся в сторону хребта. «Слышь!» обрадовался Маргунов. «Мы оставили след и побежали к хребту. Забыв усталость, поднимались все выше и выше. Лай кружился где-то на самой вершине высоченной сопки». «Посадили!» крикнул Маргунов, и мы побежали быстрее. Не менее получаса штурмовали мы сопку, задыхаясь и обливаясь потом. Наконец между деревьями показалась оголенная скала, венчавшая ее вершину. Вокруг бегали собаки и лаяли уже без особого энтузиазма. В глазах плыли цветные круги, и я сначала ничего не мог рассмотреть. Пригнувшись к земле, Димка долго разглядывал скалу и, наконец, повернул растерянное лицо. «Не пойму». «Кажется, Кабарга», удрученно воскликнул Сузев, присмотревшись. «Действительно, на скале стояла загнанная туда собаками Кабарга. Досада на нелепый случай, отнявшую нас столько сил и времени, вылилась в проклятие. Теперь было ясно, что сегодня рысь мы не догоним». «Ну, быть тебе в котелке», сказал Димка, вскидывая винтовку. Грянул выстрел, но Кабарга осталась на месте. Моргунов передернул затвор. Еще раз покатилось эхо выстрела по тайге, и снова Кабарга осталась на месте. Промахнулся Димка, и в третий раз. С таким же результатом выстрелил Исузев. «Что за напасть?» пробормотал он, повторно прикладываясь к винтовке. Выстрел, и Кабарга только присела на задние ноги. «Бежим, братцы, отсюда! Здесь дело нечистое!» вполне серьезно промолвил притихший Димка. Я усмехнулся. «Со стороны мне хорошо было видно, в чем дело. Мы еще не отошли от сумасшедшего бега. Наши легкие работали, как кузнечные меха, а руки дрожали и не только ствол, а и сами стрелки дергались. Прижав винтовку к дереву, я задержал дыхание и надавил на спуск. Невидимым ураганом Кабаргу сбросило со скалы. Торопясь, мы растолкали куски мяса по рюкзакам и, пристегнув собак на поводки, заскользили по сопке. Скоро мы спустились в пать и вышли на след беглянки. Зверь не изменил хода и шел по направлению к зимовью. К вечеру у животного появились первые признаки усталости. Рысь несколько раз ложилась отдыхать и нас так и подмывало спустить собак, но мы решили гнать ее до тех пор, ка она будет идти в сторону зимовья. День угасал, унося с собой свет и тепло. Впереди предстояла еще одна долгая холодная ночь. От усталости нам не хотелось даже разговаривать. Ночлег мы готовили молча. Нет хода без добра, произнес Димка, бросая мясо кабарги в котел. Не попадись она нам, завтра бы сидели на диете. Мы не ответили ему, невелико счастье жевать сухое темное кабарожье мясо, которое по вкусу, пожалуй, последнее из дичи. Проснулись мы в середине ночи. Подшевелив костер, все трое сидели согнувшись дремля в полузабытии. Иногда я открывал глаза и смотрел на небо. Освещенные светом костра стояли на его фоне деревья, занесенные снегом. Они окружили и сторожили нас, как белесые призраки. Мороз острыми иглами обложил наш бивак. В громадном и холодном мире, лежавшем вокруг, наш костер был крохотным пятнышком, затерявшимся в его просторах. Сонное оцепенение прошло, как только мы снова нырнули в чащу леса. Рыси удалось поймать зайца, но это стоило ей ночи. Не успела она устроиться на тревожную дремоту, как в морозном воздухе раздались голоса ее преследователей. Страх охватил дикую кошку. Чувствуя, что предстоит схватка с врагом, она собрала все силы и двинулась к родному зайчему ключу, где спокойно прожила год, где чувствовала бы себя увереннее, решив дать бой в стенах родного дома. Зверь был могучим трехлетним самцом, с упругими гибкими мускулами, с мгновенной реакцией. Рысь, рожденная свободной, готова была защищаться от любого насилия, как от покушения на самую жизнь. Полдень мы увидели с хребта мельничное. Деревушка лежала в низине, и возле нее белой лентой застыла большая усурка. Разгоряченные погони мы выскочили на хребет и, увидев открывшуюся панораму, остановились. Ширь необъятная, наполненная вольным, голубым и прозрачным воздухом, раскинулась далеко вокруг. Взлет лесистых хребтов и провалы долин, припорошенных белым убранством зимы, кружили голову, как хмель векового вина. Перед нами лежало вечное, непереходящее сокровище, имя которому природа, мудрый и вечный покой. Сузев стоял, опершись на винтовку, Димка прислонился к дереву и задумчиво покусывал былинку. «Мать честная, это все у нас», сказал он. Сузев молчал. Из подрываного большого треуха смотрел он, прищурившись в морозную даль, и на его небритом лице застыло выражение какой-то сосредоточенности. Спустившись к пойме реки, мы почти сразу же подняли рысь с лежанки и, подойдя к ней на близкое расстояние, спустили собак. Потревоженный зверь уходил под ножьем хребта, выбирая самые заросшие места. Дважды лай останавливался, кружил на месте и вновь удалялся вглубь чаще. Рысь пользовалась буреломом и легко уходила от собак. В горячке жулик и волга лезли за снова пытались пройти ее путем. Только букет с житейским опытом старого охотника срезал в таких местах круги, находил выходной след и продолжал погоню. Мы пробежали не менее трех километров, пока наконец лай не остановился на одном месте. Собаки плотно посадили зверя, впереди предстояла схватка. Рогульки мы вырубили заранее и плечом к плечу пошли на лай. Рысь сидела на одном из больших островов Бурелома, которые изредка встречаются в тайге. В таких местах кажется, что по ним прошелся титанический дворник, гигантской метлой, подметая тайгу и сбрасывая ее мусор в одну кучу. Здесь, в невообразимом хаосе, перепутывается и мертвое, и живое, ободранный сушняк ощеривается острыми зубьями сучьев, перевитыми гибкими лозами лиан. Трухлявая гниль валежника обманывает фальшивые опоры и грозит обрушить неосторожного пешехода. Провалившись в Буреломе, можно выколоть глаз или получить опасную рану. Увидев нас, собаки, с новым приступом злобы возобновили свои атаки. Жулик подобрался к рыси метров на десять, но продвинуться дальше не смог. Оборвавшись с лисиной, он продолжал злобствовать где-то уже внизу. Ворох лесного хлама был велик, не менее тридцати метров поперечники, и согнать с него рысь шестом или накинуть петли было невозможно. Для того же, чтобы разобрать завал и подобраться к ней ближе, требовался, по крайней мере, бульдозер. Все же, зверя нужно было брать. Наши силы подходили к концу, второй встречи могло не состояться. Собрав собак, Сузев и Димка увели их за край бурелома, укрывшись, заставили замолчать и остался с рысью наедине. Этот зверь не был похож на первого. Рыжевато-ржавый, с темными разводами пятен, с распущенными баками и черными кисточками на ушах, он выглядел и красивее, и грознее. Он не шипел, а кричал, начиная высокими пронзительными нотами и кончая колокочущими раскатами баса. Все время он не спускал с меня враждебного взгляда. Прошло полчаса, рысь начала проявлять беспокойство. Она видела перед собой только одного врага и знала, что может легко уйти от него, но инстинктивно чувствовала, что где-то рядом залегли остальные. Она, не задумываясь, вступила бы в смертельную борьбу с каждым из своих противников в отдельности, но здесь был слишком велик численный перевес. Видя, что рысь не решается покинуть свое убежище, я разделся и, захватив винтовку, пошел к завалу. На середину кучи рысь забралась по стволу упавшего ильма. Балансируя винтовкой, я двинулся тем же путем. Не спуская со зверя глаз, прошел метров семь, а рысь приподнялась, выгнула спину и, прижав уши, ощерила хищную пасть. Зверь стал опасен. Идти по ильму дальше я уже не мог. Сверху были навалены другие деревья. Придерживаясь свободной рукой, осторожно перебрался через них. Не отрывая глаз от зверя, я стоял, согнувшись, чувствуя, что стоит не выпрямиться, как что-то произойдет. Нас разделяло несколько метров. Медленно и осторожно подтягиваю отведенную назад винтовку. В тот момент, когда я перехватил ее за цевьер, рысь присела, в глазах ее угас последний проблеск разума. Я выстрелил. Выстрел опередил ее лишь на мгновение. Пули в патроне не было, он был холостым. Упругий комок горящих газов полыхнул зверю в нос. Рысь развернулась и огромными скачками бросилась на утек. И в ту же секунду из-за бурелома вылетели с собаки. Впереди несся жулик, за ним волга и букет, разбрасывая снег, бежали сузев и моргунал. Собаки настигали рысь. Когда между ними оставалось не более десяти метров, зверь запросил пощады. Он повалился на спину и поднял кверху лапы, как делают это щенки и домашние кошки. Жалостно колыхнулось сердце, но остановить собак было уже невозможно, они жаждали крови. И кровь пролилась. Только не рыси. Вырвавшаяся вперед волга взлетела в воздухе и с жалобным визгом перелетев через зверя рухнула в снег, пятная его белизну кровью. Еще раз ударила рысь лапой в сторону отполз жулик, оставляя вторую кровавую полосу. Зверь не просил пощады, он защищаясь убивал врагов. Следующим должен был быть букет. Я вскинул винтовку с уже готовым боевым патроном, но мой лохматый друг оказался умнее. Пес затормозил бег и остановился недалеко от зверя. Рысь видя приближающихся людей, трусость собаки вскочила на ноги, но букет не был трусом. Он был расчетливым звероловом. Как только лапы рыси коснулись земли, он прыгнул, вцепившись зубами в ее загривок. Как не силен казался дикий зверь, он не смог устоять под яростью пса и беспомощно махая в воздухе лапами пытался подняться на ноги. Глухо рыча букет трепал его, прижимая к земле. Я подбежал рысь рогульками и накинуть ей на голову куртку. Как только руки Маргунова дотронулись до зверя, по телу животного прошла негодующая судорога, на пальцы человека с силой тисков сжали его лапы. И рысь сдалась. Оставив связанную рысь, мы подошли к собакам. Волга лежала на животе и мелко-мелко дрожжала всем телом. Ее печальные глаза смотрели на нас виноваты и беспомощно. Мы ее и увидели на груди и животе кровавое месиво из шерсти и мяса, залитое дымящейся кровью. Страшные когти зверя разорвали ее тело почти по всей длине. Жулик пострадал меньше, но раны его оказались глубже. Он был искалечен в нескольких местах. Собаки тихо скулили от боли. Мы перевязали их, и они благодарно тянулись к нам и лизали руки. Вечерело. Мы находились примерно на полпути между зимовьем и деревней. Я спросил у судева, есть ли в мельничном ветеринар. В ответ он пожал плечами. Кто его знает, не приходилось интересоваться. Котер в досаде лоб и сказал, есть у меня там знакомый Эдегейтс, Аянка, наш внештатный работник, я еще выдавал ему карабин. Тогда пошли к твоему Эдегейтсу, не бросать же собак, потребовал Димка. Всем? спросил я. А что? А как же та в зимовье? Показал я на рысь. Пятый день как-никак. Ту, забыл совсем. Ладно, сказал Сузев, отправляйтесь в зимовье, я пойду с собаками в деревню, дам телеграмму на базу, там видно будет. Волга не могла идти, нам пришлось устраивать ее в рюкзаке. Осторожно подав рюкзак Сузеву, мы с Димкой подняли завернутую в одеяло рысь и побрели к берегу большой усурки. За нами жалобно скуля и хромая поплелся жулик. На льду большой усурки мы разошлись. Сузев с Волгой за плечами обессилевшими жуликом и букетом пошли в мельничное. Маргунов и я повернули к зимовью. После дебрей тайги приятно было идти по целине ледовой дороги. Рысь дергалась в одеяле, нас шатало из стороны в сторону и мы часто садились отдыхать. До зимовья оставалось не больше четырех километров, когда пошел снег. Он повалил так густо, что сразу пропала видимость. Откуда-то с гор сорвался ветер и через четверть часа вокруг нас завертелась белая злая кипень. Прижимаясь к берегу реки и прикрывая свободной рукой лицом мы поспешили к жилью. Путешествие в метель это дорога в ничто, пустоту тревожной неизвестности. Ставшему путнику дорога кажется бесконечной. Прошло не меньше часа нашего пути, а зимовья все не видно. Ветер усилился и мы начали опасаться, что прошли свой ключ. Не мудрено этому случиться в такой круговерте. Почему-то вспомнились зловещие плыни на нашем пути по Большой Сур. В шагах появилась неуверенность. Ночь, свист ветра и колючий снег. Где зимовье? Переди пиле уже сзади. Переждем! Крикнул Димка, поворачиваясь ко мне. Я отрицательно покачал головой и махнул рукой вперед. Защита деревьев мне казалась призрачной. Делать укрытие, искать дрова и разводить костер представлялось мне еще более мучительным. Поскользнувшись, Маргунов упал. Мы уже выбивались из сил, как неожиданно перед нами выступили камни знакомой скалы. Не разыскивая тропы, мы пошли прямо по льду ключа и вскоре были в зимовье. Первым делом зажгли фонарь и осмотрели клетку. Рысь сидела в ней, дикая и непримиримая. Не приди мы в ту ночь, возможно, нам не пришлось бы больше ее увидеть. Зверь перегрыз колье, и только капроновая сетка задерживала его. На скорую руку, укрепив поврежденную клетку, мы развязали принесенную рысь и швырнули ее по соседству с первой. Метель продолжалась, в зимовье было холодно. Ложив в печку дров, мы легли не раздеваясь. Прогорела первая хапка, и Димка подбросил еще. Я смотрел, как со стены потолка исчезает иней, и они темнеют, впитывая в себя влагу. Потом закопченный потолок придвинулся ко мне вплотную, исчезла тяжесть тела, и я заснул крепким сном. Утром, щурясь от света, мы с интересом смотрели на обновленную тайгу. Снега выпало выше щиколоток, и он лежал на земле еще не исписанным листом будущей книги таежной жизни. Все выглядело торжественно и нарядно. Даже рыси в клетках казались друзьями. «Как жизнь, мурлыки!» гремел Маргунов, прохаживаясь возле клеток. К вечеру пришел Сузев. В деревне он успел провернуть массу дел. Отдал оянки собак на лечение, отправил телеграмму на зообазу и заключил договор на поставку мяса. Последнее показалось нам выгодным и интересным делом. В километрах в двадцати пяти от Мельничного был расположен прииск Благодатный. Во все времена года, связь с миром он держал по воздуху. К тому времени зимняя дорога еще не установилась, лед не выдерживал машин и на прииске стало туго с продуктами. Председатель Сильпо, узнав о присутствии в деревне Сузева, сам отыскал его и предложил поставить сколько можно тушить диких кабанов. Для вывозки мяса в Мельничный он обещал дать лошадь. Сузев согласился. Это было разумно. Рыси с одним букетом мы ловить не могли. Сидеть без дела в ожидании, пока начальство на базе придумает нам занятие, было скучно. Неожиданно предоставилась возможность заняться интересной охотой. На следующий день мы с Димкой первыми отпечатали свои следы на пушистом снегу тайги. Сузев остался отдыхать зимовье. Места были знакомы, и мы знали, куда идти на охоту. Через полчаса я полез в сопку, Димка отправился дальше. Я прошел не более километра, как услышал приближающийся снизу шум. С ключа поднималось стадо чем-то напуганных кабанов. Они выбежали в шестидесяти шагах от меня, и не успел спрятаться за дерево, и они, заметив меня, встали, как вкопаны. Я хорошо видел их длинные бурые тела с узкими мордами. Ближе всех ко мне оказались три больших самки. Я медленно начал поднимать винтовку, и тотчас же раздалась тревожная «Фууу!» Зная, что сейчас звери бросятся в бегство, я торопясь бросил мушку на лопатки средней самки и выстрелил. Свинья сразу же ткнулась мордой в снег. Остальные шумом разбежались в разные стороны. Не успел я прийти в себя от волнения, как невдалеке прогремел выстрел, потом второй, сразу же раздался приглашенный расстоянием Димкин голос И ответил ему, не некоторое время мы орали друг другу от избытка переполнивших нас чувств. — Хо-хо! Хо-хо! Лихом их! Здорово! — разговаривали мы на восклицательных знаках. Оказалось, что кабанов Димка заметил, когда они переходили ключ. Он пошел за ними, но по неосторожности спугнул их. Зная, что они могут натолкнуться на меня, Моргунов не стал их преследовать, а побежал на перехват и успел вовремя. Мы выпотрошили сначала моего зверя, потом пошли ко второму. У Моргунова оказался крупный сикач, не менее 150 килограммов. Так неожиданно быстро мы добыли в тот день двух кабанов. Услышав про нашу добычу, Сузев подскочил как ужаленный. В маленьком человеке мигом пробудился большой зверобой. — Ай-яй-яй-яй-яй! — закричал он с досадой. — Так что ж мы бросили табун? До вечера ты еще далеко! Всю следующую неделю продолжалась охота на кабанов. Не каждый день выпадала удача, подводили горячность, а иногда просто неопытность. Мы забывали то направление ветра, то осторожность, но все же к концу недели убили восемь кабанов. Но вскоре напуганные преследованием и стрельбой дикие свиньи ушли из ключа. Теперь за короткий зимний день мы не успевали найти и догнать зверей. Для этого пришлось бы ночевать в тайге, чего нам меньше всего хотелось. В мельничное за лошадью пошли втроем. Нам хотелось помыться в бане, привести себя в человеческий вид, да и просто отдохнуть. Впереди вышагивал букет, пушистый, откормленный, с загнутым колечиком хвостом. Сузев рассказывал нам про охоту на гусей по ангаре, и за разговорами мы незаметно пришли в деревню. В доме Аянки нас встретили две молодые удыгейки, внучки хозяина. Самого старика не оказалось, он уехал за дровами. По двору бродили волга и жулик. Старик оказался умелым врачевателем, собаки поправились, и скоро их можно было забрать в тайгу. Сузев сходил в сельсовет и, вернувшись, сообщил, что ответа на телеграмму еще нет, и что команда топить баню уже дана. Баня была чуть больше нашего зимовья, такая же низкая и закопченная. Мы ползали по ней на ощупь, но ничто не могло мрачить нашего удовольствия. В дом Аянки мы вернулись поздно вечером, где нас уже ожидал хозяин с приготовленной медовухой. Несмотря на свой преклонный возраст, старик выглядел бодро. — У-у-у, да тут как на свадьбе! — протянул Димка, увидев приготовленное угощение. — А чего? Твоя женица хочет. Давай, бери моих девок! — серьезно сказала Аянка. — Двух сразу? — Одну-то и другую, он! — показал он на меня. Внучки, сидевшие тут же лукаво, посмотрели на нас. Мы почувствовали себя свободнее в компании этих простых людей. — А где венчаться-то будем? — спросил Димка, усаживаясь за стол. — У-у-у-у! — пренебрежительно махнула Аянка. — Возле... Он запнулся, что-то припоминая. — Возле ракиткиного куста! Внучки уселись рядом с нами. Мы с Димкой переглянулись. Такая непринужденность смутила нас. — Я пить не буду! — зашептал мне Маргунов. — Чего доброго, утром проснешься, а рядом молодая жена. — Ну, наши опасения оказались напрасными. Никто нам не навязывался. Просто Аянка в ожидании нас успел хватить медовухи, а его внучки были приветливыми и непосредственными натурами. Жизнь в тайге не обременена условностями. В своем бродяжничестве мы не привыкли долго засиживаться за столом. Но здесь того требовали обычаи. Присмотрев на столе банку соленых грибов, мы как-то незаметно расправились с ней. Мимоходом Димка прихватил тарелку капусты с брусникой. За пять месяцев Маргунов возмужал. Раздался в плечах. Он был воплощением самой молодости и неуемной энергии. С той же легкостью, с какой он управлялся с угощением, Димка вскружил головы дочерям удыгейского народа. Они восторженно смотрели на него, видя в нем нашего предводителя. Он приглашал их во Владивосток, обещая покровительство и заботу гида. Девушки записали его адрес, и я нисколько не сомневался, что в один прекрасный день Димка прошагает по Чуркину под руку с ними. Все это время я присматривал с окаянки. Старик был мудр. Он не отбросил и не растерял опыта своего народа, а приобщил его к новой культуре, пришедшей в тайгу. По природе своей он остался охотником и, конечно, лучшим из всех нас. В его голове хранилось множество охотничьих знаний. Он был живым повторением легендарного Дерсу-Зала. Он помнил Арсеньева, встречался с Каплановым. На следующий день я и Димка пошли за лошадью. Возчик преподал нам урок обращения суприжью. Мы положили в сане мешок овса, керосин, муку и покатили по деревенской улице. Еду, 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 еду к ней. Еду, еду, еду к любушке своей. Горланил Димка, управляя мерином. — Завтра моя тайга ходи, рысь смотри, — говорила Янка, провожая нас. — Спасибо, дедушка. Моим моментом хуй, — придушил воображаемого зверя Димка. — Шибко веселые и сильные люди, — бормотала Янка внучкам. Сдымая снег, лошадь тронулась. По гладкой ровной дороге, неподвижной большой усурки ехали с особым удовольствием. Впервые нам не нужно было ничего тащить на себе, и, развалившись в санях, мы с безмятежным спокойствием рассматривали заснеженные берега. Приехав в зимовье, мы открыли свое хозяйство. Рыси уже оправились от перенесенного потрясения и злобно фыркали, сверкая в полутьме клеток раскосыми глазами. Впрочем, они не только сердились. Иногда после кормежки они начинали довольно мурлыкать, и Моргунов смог полнее удовлетворить свое любопытство, в чем же они похожи на домашних кошек. Вывозка кабанов из тайги оказалась делом тяжелым и утомительным. Трое суток мы мучились с тушами зверей, пока сволокли их на лед большого ключа. Еще сутки понадобились, чтобы перевести их к зимовью. Кланки и вороны изредно подпортили добычу и пришлось поработать ножами, чтобы придать ей товарный вид. Половину свинины оставили себе, остальное погрузили в сани. Лошадь с большим трудом сдвинула свою поклажу. Так, на пятые сутки мы снова появились в мельничном со своим живописным грузом. Кабаны скалили клыки, и все собаки деревни сбежались к нам навстречу. Заскочив в дом Аянки, мы оставили у него винтовки, пол свиньи и, не задерживаясь, поспешили в сельпо. После взвешивания добычи председатель вручил нам толстую пачку денег. Часть их мы тут же обменяли на необходимые товары. Причем Димкин выбор был явно женской ориентацией. «Да ты никак невесту себе нашел?» – спросил председатель, доставая коробку парфюмерного набора. «Целых две!» – насмешливо буркнул Сузев. «Что такие?» «Мексиканочки!» – щелкнул пальцами Димка и передернул плечами. Пока мы занимались покупками, Сузев сходил на почту и принес телеграмму. «Наконец-то нам ответили! Привлеките виновных ответственность взысканием убытка в пользу зообазы. В дальнейшем выбирайте самок. Деньги вышли по представлению авансового отчета». Мы недоуменно посмотрели на Сузева. «Что ты там написал?» – недобро спросил его Димка. «Сам не пойму», – застопорился Сузев. «Вот моя телеграмма», – сказал он, доставая из кармана копию. «Собаки искалечены. Продолжать охоту не можем. Отловленный трехлетний самец, двухлетняя самка. Сообщите решение, вышлите деньги», – писал Сузев. «Кто это?» – спросил я, показывая на подпись. «Не знаю. Не было такого. Бухгалтер у нас собирался на пенсию». В тот же час на базу полетели две телеграммы. Одна на имя директора, вторая – неведомому Криворотову. «Виновные взяты под стражу. Взыскание убытков имуществом ответчиков противоречит нравственным нормам. Благодарим рекомендацию. Короткий хвост облегчает определение пола», – писали мы базовскому крючкотворцу. Нагруженная свертками наша компания ввалилась в дом Аянки. «Я хочу пельменей», – без обеняков заявил Димка. «Невесты, угощайте женихов». Как-то между делом, с величайшим тактом он преподнес девушкам свои подарки и тут же принялся помогать в стрепне. «Димка, варгун, а где ты Новый год гулять будешь?» – спросила у него младшая, Ульга. «М-м-м, а в самом деле где? Братцы, ведь через четыре дня Новый год. Имеем мы право на выходные? И вообще, что будем делать дальше? Переписываться с базой?» «Однако, ваше ходи чушку стреляй. Моя ходи, рысящи, и вам говори», – сказала Янка. «Другое место надо, смотри». «М-м-м, да», – покрутил головой Димка, – «ничего другого нам не остается. Но на Новый год мы придем к вам, Ульга, так что готовьтесь». А Янка рассказал нам, что два дня проходил в поисках следа. «В том году часто они там ходи. Сейчас смотри-смотри, следа нет. Завтра опять ходи в другое место». Переночевав, мы забрали с собой почти выздоровевших Волгу и Жулика и налегке пошли к большому ключу. В рюкзаках у нас были только хлеб, испеченный в печи Аянки, да разная мелочь, взятая в магазине. Хлебу мы были особенно рады, так как нам надоело возиться с лепешками. Собаки, довольные возвращением, носились вокруг. Я шел ближе к берегу, Маргунов чуть дальше, Сузев отстал. Димка о чем-то разглагольствовал, но вдруг замолчал на полусловии и потянул с плеча винтовку. «Волк!» — выдохнул он. Впереди из-за поворота реки выбежала собака. «Стой!» — крикнул я, задерживая его выстрел. Он вопросительно глянул на меня. «Ты что, собака ведь?» «Волк!» — нетерпеливо повторил он, поднимая винтовку. Я подскочил к нему, схватил за ствол и в ту же секунду увидел то, что уже раньше было видно ему и скрыто от меня излученной реки. За собакой из-за поворота выскочил волк. Заметив нас, они мгновенно остановились. Замерли и наши собаки. Секундное оцепенение. Отпустив чужую винтовку, я рванул свою, но звери, круто развернувшись, дружно бросились в чащу. Загремели запоздалые выстрелы, собаки с лаем бросились в погоню, но вскоре вернулись. Это была непонятная встреча. Следы обманывать не могли, на снегу действительно отпечатались лапы с собаки и волка. Подобное соседство было удивительно, и мы спросили подоспевшего Сузева, чтобы это все могло значить, но ничего вразумительного он не ответил. Мы решили поинтересоваться об этом у Аянки. Вечером следующего дня мы сидели в зимовье, в ожидании, когда закипит похлебка. Сузев что-то штопал, я читал захваченный из деревни Томик о Генри, Маргунов колдовал над кастрюлей. За день мы обегали все окрестные места, но так и не встретили ни кабанов, ни следов рыси. Я ходил на знакомый мне огород, но виденных прежде следов не обнаружил. Сузев пошел туда, где мы поймали первую рысь, и нашел там дикую свинью, задранную медведем. Судя по всему, это был шатун, следы которого я уже видел однажды. Маргунов сразу же загорелся устроить на него охоту. «На кой нам нужен этот медведь?» «Полку с него, что с козла молока, шкура да кости, наверное», — сказал Сузев. «Тебя не нужен, не ходи, а мы пойдем», — ответил Маргунов, уверенный в моей поддержке. «Завтра надо идти на правый берег. Мы, считай, на нем и не были, а там могут быть рыси», — продолжал Сузев. В это время за дверью залаяли собаки, и послышался чей-то невнятный голос. Собаки замолкли, дверь отворилась, и вместе с клубами морозного пара появился Аянка. Старик поздоровался и тяжело уселся на чурбан. Он был стар, и ему все тяжелее становилось ходить. «Рысь нашел! Яков Могович!» — нетерпеливо спросил его Сузев. Аянка помолчал, встряхнул об колени меховые рукавицы и произнес два слова. «Тигры Сузя!» Глава пятая Наступило 31 декабря На следующее утро после прихода Аянки Сузев ушел с ним из зимовья. Нужно было посмотреть следы тигрицы с тигрятами, запросить согласие базы на их отлов и пригласить кого-нибудь из тигроловов. Перед уходом Аянка рассказал нам историю собаки и волка, встреченных нами на большой усурке. «Это наш деревенский собака, шибко хитрые люди. С собаками живи, с волчицей живи. В том году маленьких волков в деревню приведи. Волчица, наверное, куда-то ходи, они пошли за папкой. Пять кокосой, всех пять штукой убивай. Дурак, однако». За медведем мы не пошли, а перебравшись на правый берег, два дня гонялись за кабанами. Зимой кабаны кормятся днем, забираясь на ночь в сделанные из всякого лесного хлама лёжки, называемые охотниками гайными. Встретив свежие следы стада, можно было идти за ним, не осторожничая до тех пор, пока не попадутся первые порои. Дальше всё зависит от искусства охотника. Помнить о ветре, не треснуть веткой, не попасться на глаза и подойти к зверям на выстрел. Самое трудное в этой охоте, как и вообще во всякой. К концу второго дня удалось мельком увидеть убегающее стадо. Мы в своей досаде выстрелили в одну и ту же свинью. Сражённая двумя пулями, она упала, а табун исчез в кустарнике. По сравнению с другими реками, большая усурка в большей части своего течения имеет странные берега. Обычно у рек поймой служит левый берег, большой усурке наоборот. За исключением нижнего течения, все большие ровные площади расположены у неё на правом берегу. В необжитых человеком местах они представляют собой непролазную чащу. И витые лианами деревья встают порой непроходимой стеной. Аж зимой трудно подойти к зверю близко. Вот с такого-то места мы вытаскивали в канун Нового года дикую свинью. Четыре часа без отдыха ломились мы напролом по дебрям и, наконец, вышли к большой усурке. Осталось только перейти реку, там нас ждал отдых и встреча Нового года. Не успели мы добраться до середины реки, как снизу из-за поворота показался человек. Заметив нас, он замахал руками и прибавил шаг. До путника было не меньше километра, и нам не хотелось ждать его на открытом ветру. Мы тронулись дальше, но тотчас же услышали выстрел. Человек бежал к нам, припадая на левую ногу. Что-то стряслось, подумал я, всматриваясь в него. Лицо человека разглядеть было трудно. Иний мохнатыми пучками покрывал его черты. «Загнали вы меня, ребята!» Задыхаясь, сказал он, и мы узнали Лепехина. «Здорово, сосед! Что случилось?» Спросил Димка. «Погоди, дай отдышаться!» Старик взялся за сердце. «Думал, не застану!» «Зверя я вам нашел, ребята, всю дорогу бегом!» «Рябчиков моих таскает!» «Какого зверя? Каких рябчиков?» «Рысь! Белковал я сегодня, и дай, думаю, загляну в ловушки. Там у меня живоловы стоят на рябцев. Пошел, значит, глядь вперед, а она ловушку громит, только пух идет. Хотел стрелять, да далеко, а потом подумал, дай вам скажу, и бегом сюда, едва дух не вышел. Там она еще, наверное. Мы переглянулись. «Далеко?» «Чуток ближе моего зимовья!» «Значит, уже не там», — сказал Димка. До зимовья Лепехина было десять километров. Это расстояние старик прошел часа за полтора. Мы не знали, что делать. Лепехин выжидающе смотрел на нас. Он не пожалел ни сил, ни времени, стараясь сделать доброе дело. Это решило наше сомнение. «Возьмем?» — спросил я Димку. «Возьмем», — ответил он. «Охотничий азарт загорелся в нас. Одним порывом мы приволокли тушу свиньи к зимовью. «Спасибо, отец, за службу. Руби на жареху мясо. Бери, бери, не стесняйся», — говорил Моргунов, собирая рюкзак. «Спасибо, ребят. Идите по моим следам, там все увидите. Ночевать приходите ко мне», — напутствовал он. Впервые за зиму мы надели лыжи и, свистнув собак, помчались по льду. Ни на минуту не прерывался наш бег, и скоро мы увидели, как следы Лепехина повернули к берегу. В тайге на лыжах идти стало трудно, и пришлось их снять. Следы пересекли широкую пасть, поднялись на трог и скатились в небольшой распадок. Там, где Лепехин шел вниз, нам приходилось карабкаться вверх, и на середине высокой сопки мы почувствовали, что силы изменяют нам. Ноги стали тяжелыми, неповоротливыми, легкие свистели, нам не хватало воздуха. Становиться нельзя. Вперед! Только вперед! Ага, вот и вершина. Спуск совсем невелик, впереди небольшое плато. Здесь следы топчутся на месте и заворачивают под острым углом. Угу, где-то близко. А, есть! Впереди на снегу видны изломанные прутья, красные гроздья рябины, перья и пух. Вздыбилась шерсть на загривках собак. Они зарычали и нервно забегали, распутывая следы. Мы поспешили пристегнуть их на поводки. «Взять ее! Куси, ребята!» Закричал Димка, и собаки бросились в кусты. Снова бег. Нистовый бег погони. Ничего не замечаем, кроме круглых размеченных следов рыси. Куда берутся силы? Мне даже кажется, что бежать стало легче. Пот заливает и щиплет глаза. Пар валит от наших разгоряченных лиц. Бежим по низине. Впереди плотной стеной темнеет молодой ельник. Проклятие! Мы можем надолго застрять в нем, а солнце уже скрылось за горизонтом. Неожиданно букет взвился на задние лапы, за ним Волга и Жулик. Их удивительный нюх уловил близость зверя. Они вдруг заклокотали низкими грозными голосами, готовые разразиться боевым гончим лаем. «Ату ее! Ату, звероловы!» Подобно спущенным стрелам метнулись освобожденные от поводков собаки. Неожидавшая нападения рысь не успела оторваться от них. Спасаясь, она вылетела из ельника и метров через двести прыгнула на приваленное к скале дерево. «Наконец пригодились сделанные нами петли. Я прикрепил их к шесту и пошел навстречу зверю. На противоположной стороне стоял Димка. Без куртки, с широко расставленными ногами он держал рогатку. Рысь ударила лапой по меньшей внутренней петле. И в то же мгновение я бросил на нее остальные петли. Трос большой петли затянул голову и лапу зверя. Рысь рванулась и, сорвавшись, дерево повисло в воздухе. Под тяжестью ее тела шест заскользил вниз по стволу, но удержался на сучках. Рысе удалось выдернуть лапу. Это ее и погубило. Петля намертво стянула хищнице шею, и она задергалась в конвульсиях. Все было кончено за десять минут. Мы даже испугались, что рысь задохнулась, но к нашему облегчению она ожила. Часы показывали половину девятого, когда мы вышли на берег Большой Усурки и в изнеможении опустились возле оставленных лыж. «Пропал Новый год!» — с досадой сказал Димка, растирая затекшее плечо. «Может, пойдем к старику?» «И клетку у него делать, и за одной ночи?» «Да и выпить у него, наверное, нет», — добавил он. «И мексиканки, наверное, уже поджидают», — не удержался я. «Да, все нехорошо». Идти на лыжах и тащить на плечах рысь стало совсем невозможно. Груз раскачивался и валил нас с ног. «Какого черта мы ее прем на себе, как принцессу!» — возмутился Димка. «Пусть волочится!» Из охотничьих лыж получились отличные санки. На концах лыж мы провертели ножом дырки и из остатков вязочного материала и полосы одеяла соорудили упряжь для собак. «Хо-хо!» — обрадовался Димка. «Я буду сегодня пить медовуху и танцевать индейский танец!» «А клетку?» «Елки-палки, забыл!» «А что, если посадить их вместе?» «Не, рискованно!» «Шут их знает, как они живут меж собой!» «Вдруг начнут грызть друг друга!» «К черту клетку!» «Бежим прямо в деревню, там что-нибудь придумаем!» До полуночи оставалось три часа и двадцать пять километров пути. Собаки легко стронули с места свою поклажу, и мы побежали за ними следом. На зимовье свернули только затем, чтобы сменить лыжи на нарты. В половине двенадцатого ночи мы взбирались на берег возле Мельничного, а через десять минут открыли дверь в дом Аянки. У него уже собрались гости. «Дима Маргун пришел!» Сплеснула руками хлопотавшая возле плиты Ульга. Мы втащили завернутую в одеялье рысь и бросили на пол. «Что это?» Удивилась Ульга. Из комнаты вышла русская женщина с девочкой лет восьми. «Новогодний подарок принес невеста!» Сказал Димка. Женщины с любопытством подошли ближе. Маргунов сдернул одеяло, и они с криком отпрянули в стороны. На них сумасшедшими глазами смотрела с пола рысь. Глава шестая «У тебя короткая память», — резко сказал Маргунов и отвернулся к окну. Сузев молчал, наклонив голову. Мы сидели за столом в доме Аянки и обсуждали кандидатуры тигроловов. Разрешение на отлов тигров было получено, и нам предстояло послать кому-то приглашение. Перед столь редкой и ответственной охотой в Сузеве заговорил дух осторожного хозяйственника. Он предложил вызвать трех человек, опасаясь, что с меньшим числом людей мы не справимся, и Маргунов со всей своей страстью восстал против этого. У него возмутилось самолюбие тем недоверием, которое выразил Сузев по отношению к нам. Вызвать одного Игната Трофимова, пятым взять Степана Селедкова. Охотник он добрый. — Кого? — переспросил Сузев. — Того, кто кормил тебя, — рявкнул Димка. — Дмитрий, но тигр не рысь, — попытался возразить Сузев. — Ты что, боишься? — Я ничего не боюсь, — вспыхнул Сузев. — Мы упустим тигров! — Не упустим, — спокойно произнес Маргунов, положив руки на стол. Сузев посмотрел на них и тяжело вздохнул. — Ну смотри, упустим, шкуру с тебя содрать будет мало, — сдался он. — Все правильно, валяй-валяй, выстрецовый островной, — миролюбиво сказал Маргунов. — Степану нужно дать заработать, сам видел, как живет человек. — А насчет того, что упустим, не волнуйся. — Трофимов, Сузев, одни имена чего стоят, — польстил он Сузеву. На связь с Лострецовым и Островным ушло едва ли не полдня. К счастью, Трофимов оказался в деревне, и хотя поговорить с ним не удалось, телефонограмму пообещали доставить ему незамедлительно. С Селедковым мы разговаривали. Островное недолго было пробежать из конца в конец, и скоро в трубке мы услышали голос Степана. Он обрадовался нашему предложению, без колебания готов был тот час отправиться к нам. Мы сказали, чтобы он подождал Трофимова, который должен зайти за ним по пути из Вострецова. — Привет по линии скворцам! — кричали мы в трубку. — Спасибо, спасибо! — гудел измененный расстоянием голос Селедкова. На следующий день мы перевезли зимовья рысей, дичь и весь наш скарб. Часть мяса сдали, часть отдали о Янке, на попечении которого оставляли рысей. Поздно вечером, когда все собрались уже спать, в дверь дома постучали. Проделав за день 75-километровый путь, к нам пришли Трофимов и Селедков. Шумные приветствия, расспросы, и мы засиделись за полночь. Моя встреча с Игнатом Трофимовым не изменила впечатление о нем. Он оставался все таким же — спокойным, уверенным и простым. Он уважал себя, но с не меньшим уважением относился и к окружающим. Как все здоровые люди, он не был лишен чувства юмора. Своё ремесло от игролова он вовсе не романтизировал и относился к нему, по крайней мере, внешне, так же, как и к своей профессии комбайнера. Разве чуть громче звучал его голос, да блестели глаза, когда он говорил про охоту? Ко времени нашего знакомства Трофимову можно было дать под 50, но я знал, как обманчиво внешние впечатления о жителях тайги. Однажды в Дерсу я пытался определить возраст двух человек, и ошибся на четверть века в меньшую сторону. Разговаривая с Трофимовым, я видел, что в нём ничего не было от бородатых, замкнутых и грубоватых таёжников, столь милых сердцу журналистов и режиссёров. По общему молчаливому соглашению он был признан руководителем охоты. Половина следующего дня ушла на сборы. Всё, что мог рассказать нам Сузев о следах, было немногим. В пяти километрах от Мельничного прошла тигрица с тремя тигрятами, и, судя по следам, тигрят ходили с ней уже последний третий год. Как долго продлится охота, мы не знали, и брали с собой груза столько, сколько могли унести. Солнечным и морозным январским днём уходила наша группа из деревни. Растянувшись в цепочку, шагали мы по льду большой усурки, и от тяжести ноши не чувствовали мороза. Только на коротких привалах он набрасывался на наши разгорячённые тела, проникая острыми иглами под одежду. В тот день столбик ртути стоял на сорокоградусной отметке. Воздух был настолько сухим, что, попадая в лёгкие, казался наполненным песком. Собаки сразу же сворачивались клубками, закрывая нос хвостом. Теперь их у нас было шесть. Двух громадных жёлтых псов привёл селёдков, и одну Трофимов взял у заезжего лесника. Последнюю звали пиратом, и он был по характеру сущим разбойником. Мы только диву давались, откуда в этом крохотном существе столько злости. Волчьи окраски, с вечно налитыми кровью глазами, он мог свободно пройти под брюхом любой нашей собаки. Однако это не смущало его, и он при малейшем поводе, а зачастую и без него, задирался со всеми псами, видимо, нисколько не задумываясь над тем, что так однажды может лишиться жизни. Ему не раз задавали трёпку, но ума у него от этого не прибавилось, и пират, одержимый упрямством, продолжал злобствовать и ненавидеть весь мир. В конце концов, собаки в нашем присутствии начали избегать его, но я не мог поручиться, что завяжись у них потасовка где-нибудь в укромном уголке, голова и хвост пирата не оказались бы в разных местах. К концу дня мы встали на след тигрины семьи и прошли километров семь. Рассматривая следы, Трофимов подтвердил, что тигрят действительно трое, и они трёхлетнего возраста. В манере ходить у тигров ощущалась общая кошачья повадка. Расстановка следа мало чем отличалась от рысьева. Ночевать остановились недалеко от большой усурки. Следы продолжали идти вдоль берега. На этот раз у нас были и палатка, и крохотная железная печурка, которую принёс Трофимов. Разбивка лагеря не заняла много времени, но к вечеру мороз усилился, и я не заметил, как обморозил кончик носа. У Маргунова и Сузева побелели щёки, пришлось оттирать их снегом. К ужину Трофимов натопил два котла нутряного сала, накрошив туда сухарей. Мы с Маргуновым с удивлением смотрели, как наши компаньоны начали есть невообразимую кашу. В наших глазах разница между касторкой, рыбьим жиром и топлёным салом была невелика. Давляя спазмы, мы отважно отведали по две ложки диковинного варева. — Хм-хм, хороша тюря, да аппетита что-то нет, — сказал Димка, откладывая ложку. — Айли! — прищурился Трофимов. Маргунов засмеялся. — Да знаешь, Игнат Трофимович, я как-то летом на перевальной с непривычки после изубрятины всю ночь просидел в кустах, а сейчас не лето. — Обыкнешь, — засмеялся Трофимов. — Так-то ну так, — согласился Маргунов. — Да пока обыкну. Хе-хе. На скорую руку мы сварили себе мясной суп. — Игнат Трофимович, правду говорят, что у вас какой-то мёртвый тигр ожил? — спросил Димка, укладываясь спать. — Как? — не понял Трофимов. — Да рассказывают, будто в молодости вы с батей убили тигра. Пошли в деревню, взяли лошадь, привязали тигра к телеге, чтобы не свалился, и двинули. Шли, говорят, по улице, а за вами зеваки толпой. И только к дому заворачивать. Тигр возьми, да живи. Уля вроде его по башке скольском саданула. Тигр как рявкнет, лошадь на дыбы и в намёт. — Людишки кто куда. — Привёт, значит, кобыла по деревне, а в телеге привязанный тигр. — Ха-ха-ха-ха-ха, врут люди, — засмеялся Трофимов. — Жаль, — разочарованно сказал Димка. — Что жаль? — Жаль, что врут, а то ведь... — Где такое увидишь? Наутро мы увидели, что тигриная семья перемахнула большую сурку и идёт её правым берегом. Темп нашей ходьбы всё ускорялся. Мы всё дальше уходили в верховье реки, в глухие безлюдные места. Вскоре нам попался медвежий след, который протянулся за тигрином. — Гляди, сколько ходового зверя нынче! — заметил Трофимов. — Давно не упомню, чтоб так зверь шёл. Я сказал ему, что и мы видели следы двух штунов. — Это точно! — махнул рукой Трофимов. — Бывает, куда как много! Не урожай где-то, не лёг зверь, вот переходит. Слова Трофимова подтвердились. К вечеру вслед тигрицы с тигрятами шло уже два медведя. — Какого чёрта они прутся? — спросил Моргунов. — За объедками! — ответил Трофимов. Вскоре нам встретилось место, где тигрица убила изюбря. На ночь тигры ушли от добычи, а вернувшись на следующее утро, нашли только обглоданные кости. — Вот ведь нечисти, косолапые! — ругал Селёдков. — Всё ж задержались бы тигры. Остановившись на ночлег, мы с облегчением сбросили тяжёлые котомки. Плечи у меня ныли тупой давящей болью. После ужина, укладываясь спать, Трофимов сказал, ворочаясь в тесной палатке. — Ох и жирны вы, мужики! Ровно медведи перед Лёшкой. Случить что, так и не выберешься. — Пожар, что ли? — спросил Димка. — Может и пожар, а может и того смешнее. — Вот зачинят тебя тигра лапой выуживать, — лукал посмотрел на Моргунова. — Ну вот! На ночь да такие страсти! Дай-ка, командир, я в середину лягу! — потряс судьего Димка. — Смеёшься? — улыбнулся Трофимов. — Ну-ну! Он улёгся на спину и, помолчав, заговорил. — Давно это было. На перевальной, на той самой, где вы норок ловили. Выше вашего барака. Тогда ещё не было ничего. А вот. Сплывал я тогда на лодке вниз и не упомню, чего ты задержался в дороге. Устал и не хотел разводить костёр. Поставил палатку, пожевал в сухую, да и спать. К снегу уж дел шло и спалось зябкое. Так, не то сон, не то явь. И надо ж такому привидеться, будто в палатку залез мой брат Макар и, ну, меня теребить. — Давай, — говорит Игнат, в пятнашки играть. — Тьфу, на тебя шалый, — говорю ему. — Да ты никак спятил. Я, отродясь, в них не играл. Макар не унимается. — Вставай, — говорит Игнат, — всё одно не дам спать. И ну меня за ногу, то за плечо дёргать. Стал я его просить. — Ты что, Макар, как дитя малое? И заиди, дай мне спать. А он знает своё. Рассерчал я и в сердцах влепил ему в ухо, да ещё и ногой боднул. Обиделся на меня Макар, заворчал как-то по-чудному, свалил в злость палатку и ушёл. — Ну, дурак, — сказал я ему вслед. Повернулся на другой бок и заснул. Даже теплее стало, как палатка упала. А утром проснулся, хватит рукой, и вправду палатка на мне лежит, да тяжёлое что-то. Выбрался из-под неё, вокруг бело, снег выпал. Потёр я глаза, глянул вокруг, будто внутром мне снегу насыпали. Так вот какой Макар ко мне ночью приходил, полосатый. Да добро бы один, а то ведь ещё три рядом были. Тигрица с тремя тигрятами пришла к речке. Ну, те дети, как дети, вместе с матерью воду пили, а этот, видать, блудный был сын. Заметил мою палатку, подошёл и давай взыгрывать ровно кошка. Подёргал, подёргал, повалялся на плотнище, а потом и меня нащупал. Стало ему интересно, что ж там такое в серёдке лежит. Вот пошёл лапой шурудить, пока я ему внюх или ещё куда не брыкнул. Ладно, не стал он поднимать шум, попрыгал к своим, а то ведь и тигрица могла прибежать. Хех, напилось всё семейство воды и подалось своей дорогой. — Мда, — сказал Димка. — Что, да? — спросил Трофимов. — Да не, я ничего. Я говорю, что ночью перекантую всё же командира к стенке. Хе-хе, на всякий случай. Медведи шли за тиграми не отставая. Мы ругали их беззлобно, но в середине дня наше отношение к ним сменилось тревогой. К двум шатунам присоединился третий. Это сообщество стало угрожающим, и Трофимов забеспокоился. — Так ведь они и тигрят сожрать могут, — сказал он, рассматривая следы очередного косолапого бродяги. Димка выразил сомнение, но и Селёдков, и Сузев были согласны с Трофимовым. — Только отвернись, тигрица, и сходу передушат, — говорил Трофимов. — Им сейчас всё нипочём. Через час медведей стало четверо. — Ну их что, из мешка вытряхнули? — растерянно спросил Моргунов. Никто не ответил. Все чувствовали неладное. Почувствовала это и тигрица, и, опасаясь случайностей, вывела своих детей на лёд большую сурки. Здесь, среди прибрежных деревьев, она настигла второго изюбря. Тигрята насытились и устроили возню, разбросав клочья шерсть оленя метров на сто по льду реки. Тигрица была настороже, и медведи не рискнули показаться ей на глаза. Они залегли на противоположном берегу, жадными глазами наблюдая за происходящим. Третью ночь мы провели в беспокойстве за судьбу тигриной семьи. Едва забрежжил рассвет, тронулись в путь. Мороз отпустил, идти стало легче. На следующей стоянке Трофимов не захотел растапливать для ужина снег, и, прихватив все котелки, отправился к видневшейся на реке промойне. Подойдя к ней, он позвал меня и Димку, и, доумевая, мы отправились следом. — Да не топчите вы снег, — недовольно сказал он, когда мы подошли. Трофимов стоял почти у самого края полыньи и что-то внимательно рассматривал вокруг. — Ну, охотники, расскажите-ка, что тут случилось? — с хитрецой спросил он, обведя рукой полынью. Мы осмотрелись и увидели, что к полынье шли не только наши следы. Веером к ней сходились следы волков. День назад хищники зачем-то сбежались к открытой воде, побегали вокруг у самой кромки льда, затем ушли, вытянувшись в цепочку, шагая след в след. — Ну, что тут хитрого? Спартакиада у волков была, бегали наперегонки, кто быстрее, — шутовски сказал Димка. — А это что? — спросил Трофимов, показывая на незамеченный нами след. — Изюбрь бегал. — От кого? — А я все знаю. Как и я сразу не сообразил, — Димка хлопнул себя по лбу. — Серые гнали изюбря, но запалились и, отходившись водичкой, подались несолно хлебавши. А изюбрь куда делся? — Как куда? — Димка поднял голову, но так и не договорил. — Неужели утонул? — растерянно спросил он. Следы оленя вели прямо в промойну. Я обошел ее и, с другой стороны, увидел продолжение следов животного. Это окончательно запутало нас. Не мог же изюбрь перепрыгнуть двадцатиметровую полынью. Если и так, то почему волки не стали преследовать его дальше? Мы беспомощно посмотрели на Трофимова, но он не спешил с объяснениями. — Сколько их гналось? — спросил он. Подобная задачка была нам по силам, и мы быстро подсчитали. Волков набиралось пять. — А сколько ушло? На это было ответить сложнее, потому что одного волка мы не досчитались. — Что за напасть? Куда делся пятый волк? — Ничего не понимаю, — сознался Маргунов. — Я вот тоже впервой так же голову ломал, — усмехнулся Трофимов. Потом довелось раз увидеть. Изюбрь-то запрыгнул в воду, там и остановился. Глядите, воды-то ему чуть меньше брюха. А с дуру до скровожадности за ним волк кинулся. Тут ему и конец пришел. Течение-то вон какое. А лапами ему до дна не достать. Да еще и изюбряк копытом, наверное, нападал. Вот он за лед хватался, — показал Трофимов. Теперь мы поняли, куда девался пятый волк. Он просто-напросто утонул, унесенный под лед течением. — Так сколько ж изюбрь стоял здесь? — удивился Димка, опустив руку в воду и тотчас выдернув ее от холода. — Ха-ха-ха-ха! Жить захочешь, будешь стоять! — засмеялся Трофимов. Видишь, перестоял беду. Волки поняли, что здесь им не поживиться, пошли искать другую добычу. Тогда он и выбрался. Все, что рассказал нам Трофимов, было и ново, и удивительно. До сих пор я никогда не слышал, нигде не читал о подобном. Во всяком случае, вся популярная литература об изюбрях утверждала, что спасти их от волков могут только быстрые ноги, да высокие каменные отстои, куда не могут забраться хищники. Неужели никто из натуралистов не знал, что изюбри спасаются еще и таким способом? Я поделился своими мыслями с Трофимовым, и он мне ответил. Ну как не знают? Известно им это. Ходил я с их братьей по тайге. А вот почему в книжках об этом не пишут? Не знаю. На пятый день мы, поднявшись по безымянному притоку Большой Усурки, пересекли хребет и вышли в долину реки Приманки. Здесь, наконец-то, медведи оставили тигров в покое. На Приманке стало заметно больше корма. То и дело попадались кабани и следы, и медведи один за другим разошлись в поисках более легкой добычи. В одном месте мы увидели, что тигры прожили там около трех дней. После короткого перехода они останавливались еще на три дня. Затем следы направились в верховье реки. Трофимов задумался. «Надо бы нам чушку убить», — сказал он. «Дальше стрелять нельзя будет». На другой день, наткнувшись на свежие кабани и следы, мы рано остановились на ночлег. Селедков взял у меня винтовку, и все, кроме нас с Димкой, ушли из лагеря. Вскоре за сопкой прокатился одиночный выстрел. Уже в темноте на свет костра вернулись охотники. Селедкову удалось подкрасться к одиночному сикачу, и он выстрелом из винтовки смертельно ранил зверя. Неосторожно подойдя к нему, он чуть было не поплатился за это. Скинувшийся в вагонии кабан бросился на него, распоров шинельного сукна брюки. К счастью, он не задел охотнику ногу. «Повезло тебе, Степан!» — говорил за ужином Трофимов. «Болтают про кабанов зря, редко они бросаются. Ну уж брось, соберегись. Нет, зверя злее. Медведь, к примеру, заломает и бросит охотника. Потом, глядишь, и очухается человек, а кабан не бросит. Будет рывать зубами, пока не разорвет. До войны пропал в нашей деревне охотник, так, когда нашли его, «Ха, не на что было смотреть». На седьмой день погони Трофимов ушел по следу вперед. Тигры оставили реку и шли по склонам распадка таежного ключа. Котомки наши уменьшились наполовину, но даже с таким грузом мы обливались потом. После полудня, поднявшись по стрелке небольшого отрога, мы увидели идущего навстречу Трофимова. «Все, мужики, пришли», — сказал он, подходя к нам. «Тигры». И он рассказал, что увидел утренний след тигрицы. Тигрят с ней не было, но, вероятно, они находились где-нибудь неподалеку. «Натянув на берегу ключа палатку, мы взяли на поводки собак, и, чтобы они не подрались, привязали их по отдельности. Дальше всех я посадил пирата. Мне и Маргунову Трофимов приказал остаться в лагере и запасти на ночь дров. «Только топором не стучите, ищите сушняк и ломайте в палатке», — предупредил он. Вместе с Селедковым и Сузевым он уходил на последний обход тигриных следов. «Мы успели наломать дров, приготовить ужин, а их все не было. Наконец в темноте послышались шаги, и в палатку втиснулся Селедков. «Нашел вороний базар», — сказал он. «Издаля посмотрел и обратно. Кого-то тигра задрала. Ничего не разобрать, а ближе подходить, побоялся наследить». За Селедковым пришел Трофимов. «Ну что, мужики?» — обратился он к нам. «Рыси выловили. Завтра попробуем амбу». «Как поймаем, считай, что стали охотниками». «Ты, Дмитрий, будешь отгонять тигрицу», — продолжал Трофимов. «Бери побольше патронов, беги во весь дух по ее следу и пали. Не бойся, не съест». «Ты сам кого хочешь съешь», — пошутил он. «Первым делом прижать тигрицу и накрыть ей глаза. Морду вязать буду я», — говорил Трофимов, грея руки над печкой. «А где это ваш начальник запропастился?» Вдруг недовольно спросил он. Дал я его, ждал возле сопки, да так и не дождался. Сузев пришел, когда мы, потеряв терпение, уже поужинали. На наш вопрос он отвечал уклончиво, вытягивая в ухмылки губы. По той суете, с которой он начал укладывать рюкзак, я понял, с ним что-то произошло. «Тигрицу видел», — наконец сказал он, и мы как по команде повернулись к нему. «Стою под скалой, а она на меня смотрит и не шевелится». Посмотрела, посмотрела, да, видать, не разобрала, что к чему, и тихонько так пошла. «Когда ты тигрицу видел?» — спросил Трофимов. «Смеркалась уже». «Где?» «По ключу». Шел напрямки и заметил. Трофимов изменился в лице. «Ммммм», — стукнул он кулаком. «Напрямки, а как уведет зверь тигрят?» «Да?» «Что да? Кто тебя просил ходить напрямки? Пугнул зверя?» Досада Тигролова была так велика, что он не хотел слушать никаких объяснений. Да и ничем нельзя было оправдаться. Вместо того, чтобы вернуться назад своим следом, Сузев вошел в запретный круг. Тигрица, потревоженная присутствием человека, могла увезти своих детей, неизвестно, как долго нам пришлось бы гоняться за ней. «Я-то старый дурак поперся чего-то», — ругал себя Трофимов. «Ночью я спал плохо. Мысли о предстоящей охоте не выходили из головы. Ведь все, что мы делали до сих пор, было только подготовкой. Завтра нам предстояло сдавать самый трудный экзамен на высшую аттестацию в звероловном образовании. Робкий рассвет поднимался над сопками, и в тайге еще стоял полумрак, когда мы вышли из лагеря. Мы шли налегке, ведя на поводках повеселевших собак. Легкий скрип снега до пара дыхания двигался вместе с нами в промерзшей чаще деревьев. Тайга притихла, и только изредка резкий крик черного красноголового дятла нарушал ее тишину. Торопливо шли за Трофимовым, мутной тенью скользившим впереди. Он не пошел к месту встречи с узевости Грицей, а вел нас по вчерашним следам Селедкова. «Уже скоро», — предупредил Степан, и мы остановились, прислушиваясь. Вороны молчали. Видимо, не прилетели еще с ночлега или были заняты пиршеством. Перевалив небольшой вал, Степан показал рукой на распадок. И в это время над головой пронзительно закричала Сойка, оповещая весь лес о нашем присутствии. И присоединилась вторая, карк или неизвестно откуда взявшиеся вороны. Трофимов махнул нам рукой, и мы покатились вниз, уже не заботясь об осторожности. В зарослях бересклета увидели место тигриной тризны. На утоптанном снегу валялась почти съеденная дикая свинья. «Здесь!» — только и крикнул Трофимов, едва взглянув на место. Шерсть на загривках собак встала дыбом, и с глухим рычанием бросились они по следу. Раньше всех распутал следы пират, и удерживаемый поводком заскреб лапами по снегу. Так же бесстрашно кинулись и все остальные. Одна только волга в нерешительности встала на месте. Мы прошли кустарник, и перед нами потянулись свежие следы тигрины семьи. Собак невозможно было удержать. «Пускаем?» — возбужденно спросил Селедков. «Нельзя. Скормим собак. Стреляй!» — на бегу повернулся Трофимов к Димке. Воздух разорвали гулки и выстрелы. Спокойный шаг Тигров перешел в бег. Видя, что Маргунов легко догнал нас, Трофимов махнул ему рукой вперед, показывая, чтобы он не прекращал стрельбы. Димка, передав мне пирата, обогнал Трофимова, и вскоре впереди загремели еще выстрелы. «Молодец!» — никому не обращаясь, на бегу выдохнул Трофимов. В горле першило, в глазах поплыли круги. Где-то впереди, нисходя с места, Маргунов разрядил воздух, две обоймы и затих. Потом его выстрел прозвучал уже в стороне. В месте, где на снегу чернели вмятины от десятка винтовочных гильз, следы тигров разошлись. Нервы у тигрицы не выдержали, и она бросила своих тигрят. Заряженные страхом матери, они бросились в разные стороны. Димкины следы топтали самый крупный след зверя — это была тигрица. Все глуше и глуше слышались его выстрелы. Собрав нас жестом руки, Трофимов указал на след одного тигренка. «Пускай!» — скомандовал он. Мы отстегнули ошейники, и собаки исчезли за деревьями. Спотевшие, красные от бега и возбуждения, мы двинулись за ними. Нистовый лай, вспыхнувший впереди, бросил нас в последний рывок. Все ближе и ближе бушует надрывный собачий хоровод. Временами слышится в нем и прорезающийся голос молодого тигра. Выхватив на бегу топор, Трофимов бросился к молодому ореху рубить рогульку. «Стой!» — услышал я голос Трофимова и увидел, как Сузев, крикнув что-то непонятное, побежал вперед. «Стой!» — еще раз крикнул Трофимов, но Сузев уже скрылся из глаз. «Картина, которую я увидел в следующую минуту, не изгладится из моей памяти всю жизнь. В небольшой низине среди молодых елочек сидел, прижавшись к деревцам, тигр. Вокруг бесновались собаки, и зверь скаля матовые клыки отмахивался от них лапами. Маленький серый пират безумным храбрецом вертелся перед тигриной пастью, норовя вцепиться ему в щеку. Отброшенный могучей лапой он кубарем покатился в снег, но на его место тотчас встал жулик. Псы селедкова наседали с боков, букет старался зайти со спины. Только волга, увлеченная общей атакой, лаяла, но не решалась подойти поближе. Тигр дергался в разные стороны, мгновенно отражая наскоки врагов. Вот он метнулся влево, но заметил бегущего к нему Сузева и замер. В следующую секунду собаки остались позади. Полосатое тело зверем мелькнуло в воздухе. Сузев остановился и, защищаясь, поднял рогульку. Родкое рявканье, взрыв белого снега, холодное бесцветное небо и медленно падающая на землю рогулька. Все, что осталось от того мига в памяти у меня. Сузев исчез. Там, где был он, лежал тигр. Следующее, что я увидел, была рука Сузева в пасти зверя и бешеный взгляд тигра, направленный на меня. Не раздумывая, я размахнулся и ударил его по переносице. Тигр отпрянул. Сузев выдернул руку и в этот момент чья-то рогулька схватила тигра за шею и повалила на землю. — Накрывай! — повернулся Трофимов к подбежавшему селедку. Степан быстро закрыл голову тигра своей телогрейкой. Сузев навалился на лапы тигра. Слепленный, прижатый рогатками, тигр на мгновение затих. Воспользовавшись этим, Трофимов связал ему передние лапы, а я затянул вязки на задних. Стянув лапы тигра, Трофимов сел ему на шею, сдернул телогрейку и накинул на мордник. Тигр пришел в себя, когда мы отошли от него. Пытаясь вернуть похищенную свободу, он яростно крутился на утоптанном снегу. — Как рука? — спросил я растрепанного без шапки Сузева. — Нормально! — радостно ответил он, пошевелив пальцами. — Рукавица-то у меня шубеная, где ж он ее прокусит? Подошел Трофимов и осмотрел руку Сузева. — Стареешь, друг Сузя? — тихо сказал он. — Как? — не понял улыбающийся Сузев. — Да так, заполошным становишься. — Наверное, в рубашке все же родился, не то была бы тебе рукавица. Сузеву нечего было сказать. Он понимал, что спас его только кулак, попавший тигру в глотку и не давший ему сомкнуть пасть. Иначе трудно было бы предугадать последствия его объятий с хищником. Отдохнув, мы собрали брошенные на бегу винтовки, рюкзаки, нарубили подстилки для тигра, развели костер и вскипятили чай. — А чин есть? — весело говорил Селедков, разливая кипяток. — Здоровый черт! Пудов на шесть будет! Я тоже не мог оторвать глаз от тигра. Подойдя к нему, я погладил его полосатую спину. Мне не верилось, что только недавно я боролся с ним. Заметив мои круги возле зверя, Трофимов едва заметно усмехнулся. Тигра мы завернули в кусок плащ-палатки и, пригибаясь под его тяжестью, понесли к лагерю. — Что тут, дружка, твоего долго нет? — сказал мне Трофимов, когда мы сели отдохнуть. — Димка будет гонять тигрицу, пока не уцепится ей за хвост! — засмеялся Селедков. Трофимов насмешливо, весело смотрел на нас, но ответить не успел. Сзади раздался треск, глухой удар. Я повернулся и увидел голову тигра. Трофимов, Селедков и я, как пужаленные, прыгнули в сторону, и только Сузев остался на месте, прижатый лапой зверя. Подвешенный на деревьях тигр урчал и ворочался в своем мешке. Мы перестали обращать на него внимание, и ему удалось освободить переднюю лапу и сдернуть намордник. Разорвав плащ-палатку, он свалился сверху на нас. Сузев закрылся от него рукой и моментально был пойман когтями. Пока я выбрался из сугроба, Трофимов прыгнул на спину тигра, схватил его за уши и с такой силой заломил ему голову, что в горле тигра заклокотало. Мы поспешили на помощь и освободили руку Сузева. Пачкая кровью одежду и рюкзак, Сузев достал вязки, мы связали отчаянно сопротивлявшегося тигра. «Вот напасть!» — растерянно проговорил Трофимов, рассматривая рваную плащ-палатку и тигра. «Первой такая штука». На левой руке Сузева кровоточили две глубокие раны. Он морщился от боли, пока я перевязывал, но терпел. Отсутствие Моргунова беспокоило Трофимова. «Он что, за правду решил на тигрицу охотиться?» «Как бы она его не сохотничала», — сказал он. «Я не знал, что и думать. От Димки можно было ожидать что угодно. Он появился уже в сумерках. Заметив связанного тигра, сорвал с головы шапку и, завопив, подбросил ее в воздухе. Только осмотрев и ощупав зверя, он ответил на наши вопросы. «Где был?» «Шорох на его мамку наводил», — показал он на тигренка. «Жаль, патроны кончились. Отто бы я ее к морю загнал. Не рассчитал. Только до лысой сопки хватило». Трофимов недоверчиво посмотрел на него. До этого места было не меньше двадцати километров. Но я верил Димке. Теперь он свободно мог пробежать эти километры туда и обратно. Поверил в это и Трофимов, когда мы, закончив делать клетку, сели ужинать. Ни слова не говоря, Маргунов налил себе пол котелка непризнанной когда-то тюре и первым вылезал ложку. Утром зашумела, заволновалась тайга. Холодная, неуютная она бросала в лицо снег, сорванный ветром с деревьев. У Сузева распухла рука, а он остался в лагере. Мы пошли в тайгу. Теперь все зависело от того, смогла ли тигрица за ночь найти своих разбежавшихся тигрят. Если бы это ей удалось, тигров мы бы уже не догнали. Конечно, Трофимов это понимал, и уже при отлове первого тигренка он проявил расчет. Мы взяли того, чей след был расположен ближе к следам тигрицы. Остальные два звереныша оказались как бы в клещах между нашими вчерашними следами и лагерем. Шагая за вторым беглецом, мы не надеялись скоро встретить его, но все получилось иначе. Километров через восемь собаки вдруг кинулись в сторону и зарычали. Под развесистыми ветками молодой пихты отпечаталась лешка полосатого хищника. Неизвестно, где и сколько ходил тигренок, напуганный случившимся. Неприветливый и враждебный показалась ему тайга, и, преодолевая страх, он направился в поиски матери по своему вчерашнему следу. Устав, он прилег отдохнуть и в это время учуял нас. Панические прыжки зверя выдали ужас и смятение, охватившие его. «Наморники, наморники!» — торопливо сказал Трофимов. Вчерашняя схватка заставила нас сделать для собак эти штуки. Пестрыми клубками замелькали собаки на снегу в сладостном азарте дрогнуло сердце. Вторая охота началась. Загодя мы вырубили себе рогульки и, подгоняемые нетерпением, быстро зашагали по следу. На этот раз мы не бежали, а шли плотной кучкой, прислушиваясь. Дружный лай, вырвавшийся из-за собки, сбросил наше сдерживаемое волнение. Мы встрепенулись и побежали. Тигра мы увидели на небольшой площадке из-под волна. Она как ступенька врезалась в склон собки и как нельзя лучше подходила для защиты. Бедная Волга, впервые рискнувшая приблизиться к тигру, уже расставалась с жизнью, скатившись сверху под его лапы. Одним ударом он перебил ей хребет и отшвырнул далеко вниз. Склон был крут, и если в нападении сверху был риск не удержаться, то снизу тигр легко отбивал все атаки. Спина зверя прикрывалась выворотнем, и только один подход со стороны пасти и лап оставался возможным. «Бросай!» — тихо сказал Трофимов, и мы бросили винтовки и рюкзаки. Свою котонку Трофимов насадил на рогульку. Выставив вперед рогатки, мы пошли на тигра. Он заметил нас, но не побежал, а лишь сильнее припал к земле. Сморщенный в страхе и ярости нос, оскаленная пасть и прерывистая утробная рявканье встретили нас. Мы подошли уже совсем близко, когда тигр, не выдержав, рявкнул и бросился к нам. Котонка Трофимова полетела ему навстречу. Схватив ее тигра, рванул неподатливый брезент, и в это время Трофимов кинулся к зверю. Оскользнувшись, он попытался удержаться, но тигр ударил лапой парогульки, и Трофимов упал возле самой его морды. Выручая Трофимова, вперед бросился Димка. На какое-то мгновение они столкнулись в упор, и не успел тигр что-нибудь предпринять, как Димка, подобно боксеру, двинул его кулаком в челюсть. Голова стокилограммового зверя мотнулась, как у тряпичной куклы, и в эту секунду мы с Селедковым прижали его к земле. Схватив тигра за уши, Трофимов заломил ему голову. Селедков багровый от напряжения продолжал удерживать зверя рогулькой, а я и Моргунов захватили его лапы. Тигр оказался прижатым брюхом к земле, и все было бы хорошо, не будь таким крутым склон. Иссыпанные снегом листья скользили под ногами, и мы неудержимо катились вниз. Рванувшись, тигр разбросал нас, и все перемешалось. Крики, рычания, отчаянная борьба, каким-то образом все очутились в куче бурелома. Голова тигра попала под нависшую валежину, кто-то прыгнул на нее и придавил шею зверя. Тигр распластался на снегу, мы мертвой хваткой вцепились в него и опутали вязками. Валежина не причинила тигру никакого вреда, зато и мы, и собаки, истекали кровью. У нас были исцарапаны руки, лица, но никто не чувствовал боли. «Вот так повоевали», — сказал Димка, вытирая кулаком разбитый нос. «Ведь это ты драку затеял, а?» — улыбаясь, отозвался Трофимов. «И что за народ! Вчера один палкаю хайдакал зверя, сегодня другой зубы ловчил кулаком переломать. А у вас что там, на Чуркине, все такие?» Мы облегченно засмеялись, а Трофимов, обойдя тигра, сказал. «А знаете, мужики, пожалуй, это самая большая амба, которую мне довелось добывать. То-то мы с ней так и барахтались. Волгу мы похоронили на площадке, где она кинулась на тигра. Нам было грустно расставаться с собакой, ставшей нам близкой за пять месяцев жизни. Димка бросил возле ее тела горсть сухарей. «Пусть всегда у тебя будет там пища», — серьезно и печально сказал он. В лагерь пришли ночью. Сузев укрепил за день клетку, похожую на обледенелый сруб, и мы пустили туда тигра. Зверь рыкнул, попробовал лапой бревна, и, жалуясь на судьбу, братья начали облизывать друг друга. К счастью, все наши раны оказались незначительными. Правда, их было много, и мы, израсходовав на прижигание флакон зеленки, перестали узнавать себя. Особенно свирепый вид был у Моргунова, с распухшим носом и зеленой полоской от него к уху. «Шайноморник», — посоветовал ему Селедков, — «а то ведь последняя тигра пропадет с перепугу». Добрый дар Прометея светил нам в следующую ночь на далекой, неведомой людям приманке. Теплом огня и духом товарищества согревались мы, кутаясь в свою обтрепанную одежду. Холодные звезды смотрели на нас сверху, и загадочный мрак тайги окружал нашу последнюю стоянку. Искры костра летели в небо и гасли, умершвленные холодом и пространством. Пробуждаясь от дремоты, я видел спящие морды собак и согнутые фигуры своих друзей. Собаки, тихонько взвизгивая, вздрагивали во сне. Последний тигр завел нас далеко. Судя по следу, это был самый маленький из семьи тигров. Он бродил по отрогам и падям в поисках матери и пищи, в надежде на спасительный случай, но уже обреченный на плен. Целый день мы петляли по притокам реки и, не догнав зверя, остановились на ночевку. На рассвете, когда мы, затоптав костер, шли к его последней вольной лёжке, на его и на наш след напала тигрица. Сердце матери, презрев все опасности и страхи, повело её на защиту своего детёныша. Тигрица опоздала. Тигрёнка, оказавшегося самочкой, мы взяли быстро, без суеты и приключений. Трофимов, как дирижёр, руководил нашим оркестром. Спустя час тигрица смотрела на истоптанную лесную поляну, где оборвались следы её любимицы. Ненавистный дух человека ещё носился в воздухе. Из груди зверя вырвалось приглушённое хриплое рычание. Опустив голову к земле, тигрица лёгкой тенью заскользила по следам похитителей. Полдень мы остановились на отдых возле небольшого ключа. Метрах в сорока от нас начиналось ущелье. На вершине ливобережной скалы я заметил сухую берёзу, которую можно было бы сбросить вниз и подтащить к костру. Взяв топор, я забрался на обрыв и посмотрел вниз. «Пока скатятся, готовые дрова будут», — подумал я. И тут отчаянный крик раздался с нашей стоянки. Глянув туда, я увидел в руках Трофимова и Маргунова винтовки, направленные на меня. Они изрыгали огонь и гром. В страхе я отшатнулся, но тут что-то тяжёлое ударило меня в спину. Ноги шагнули в пустоту. И последнее, что я запомнил, было ощущение бездны. Резкая, разрывающая голову боль вернула меня к действительности. Открыв глаза, я увидел пустое бесцветное небо. Временами на нём появлялись тёмные пятна. Жизнь входила в меня вместе с физическими ощущениями. По покачиванию и толчкам я догадался, что меня несут. Я ощущал своё тело, но почему-то только его положение в пространстве и никак не мог почувствовать его тяжести. Я совершенно определённо знал, что у меня есть руки и ноги, и даже то, что одна рука лежит на груди. Но пошевелить ими не мог. Опустив глаза, я увидел фигуру человека, идущего впереди. По ватнику и широким плечам я узнал селёдкова. И тут к мучившей меня боли добавилось новое. Я вспомнил дулы винтовок, стрелявших в меня, и горькая волна недоумения и растерянности заполнила моё существо. Не было ни чатких мыслей, ни суждений, только мучительное желание что-то узнать терзало меня. Тёмные, расходящиеся круги поплыли у меня перед глазами. Второй раз я пришёл в себя от ощущения тепла. Рядом горел костёр. Возле него сидел селёдков. Я без труда пошевелил сначала руками, потом и ногами. Селёдков посмотрел на меня, улыбнулся какой-то жалкой и извиняющейся улыбкой. К костру подошёл Трофимов. «Ну вот и ожил охотник. Наш брат живучий», — сказал он, подсаживаясь ко мне. Я с удовольствием, смешанным с любопытством, продолжал шевелить пальцами рук и ног. «Целы?» — заметив это, задушевно сказал Трофимов. «Всё, брат, целы. Вот мозги у тебя, наверное, малёха, сотряслись. С высока всё, что кувыркнулся». Я посмотрел на Трофимова, и он пояснил. «Тигрица на тебя, брат, бросилась. Заметили, что сзади тебя несётся, а стрелять боязно ты закрываешь. Ну ничего, всё обошлось. Прям в пасть ей угодили, мёртвая тебя истолкнула. Дружок твой ушёл в мельничное, взял харчишки, которые у нас оставались, и прям оттуда и пошёл. Говорит, хоть под винтовкой, а врача притащу. Вторые сутки пошли». «Тигры все в куче, Сузев присматривает за ними, а мы вот со Степаном решили идти навстречу. На речке не разменёмся. Димке мы наказали, чтобы лошадь взял». Я слушал Трофимова и смотрел на небо. Теперь оно не было пустым и бесцветным. Я видел лёгкое облако на фоне прозрачной голубизны. В это голубое пространство тонкой струйкой поднимался дым затухающего костра. Слух мой уловил и звук, идущий с неба. Звук появился на горизонте и, приближаясь, превратился в знакомый гул самолёта. Вскоре показался маленький белый самолётик, летевший над рекой, как копчик, выискивающий добычу. Заметив нас, он скользнул вниз. Трофимов и Селёдков вскочили на ноги и побежали на лёд. Самолёт развернулся и сбросил вымпел. Краешком глаза я увидел, как Трофимов и Селёдков сошлись, потом разбежались в разные стороны. Самолёт гудел и гудел над нами, затем гул его прижался к земле, и он, коснувшись лыжами снега, заскользил по реке. Не выключая мотора, он остановился на средине реки. Из самолёта выскочили люди, их было двое, и один из них Димка. Обросшись, свалившимися и воспалёнными глазами, он смотрел на меня и улыбался. Уважаемые слушатели, запись этой книги стала возможной благодаря моей слушательнице по имени Елена. Елена, если вы слушаете сегодня, в день премьеры, позвольте, пользуясь случаем, поздравить вас с Днём Рождения. Пожалуйста, не забывайте в комментариях поблагодарить её. Я лично отвечу каждому из вас. Обязательно поставьте лайк, и не забудьте поделиться этой прекрасной книгой со своими друзьями. Сейчас объясню, где можно послушать все аудиокниги, которые для вас записываю я, Костя Суханов. Если вам понравилась эта книга, и вы хотели бы услышать другие произведения автора, тоже обязательно напишите мне об этом. Ну а ваша финансовая поддержка с упоминанием этой книги будет, пожалуй, лучшим доказательством, что делали мы это всё не зря. Я думаю, многие согласятся со мной, что автор действительно незаслуженно забыт. А ведь у него ещё множество прекрасных книг, из которых можно сделать замечательную таёжную серию. Отдельная огромная благодарность с любовью моей супруги Майи за помощь в озвучании женских голосов. Ты прекрасна! Дорогие друзья, уважаемые слушатели, любимые подписчики. К сожалению, закончилась очередная прекрасная книга. Это не повод печалиться. Вместе мы сделаем ещё не одну прекрасную аудиокнигу. И оставим свой добрый след в истории, ведь я не устану повторять. Книги вечны. Сейчас перечислю все свои контакты, чтобы мы всегда оставались на связи и вы могли найти все мои аудиокниги в интернете. Я говорю «мы», потому что только мы вместе делаем так, чтобы новые аудиокниги появлялись на свет. Каждый ваш комментарий. Я лично отвечаю на каждый, чтобы вы знали. Подписка на канал. Лайки, конечно. Особенно репосты. Это если вы нажимаете «поделиться» и делитесь аудиокнигами с близкими, друзьями. Это вклад в продвижение творчества. Конечно, понятно и вполне естественно, что любая аудиокнига выходит только благодаря материальной поддержке меценатов. Любого, кто жертвует хотя бы 10 рублей на новые книги, я считаю меценатом. И сердечно благодарю. Эти деньги я расходую на оплату кредитов за оборудование. Оно сейчас, хоть и куплено в долг, но является оборудованием очень хорошего уровня. Сравнимого с оборудованием, на котором работают лучшие федеральные радиостанции и телеканалы. Также деньги всегда нужны на оплату прав авторам, текстов, музыки, звуковых эффектов. Некоторая часть идет на поддержание жизнеспособности моей мамы, лежачего инвалида, и на собственное здоровье. Я лично даю слово, что ни копейки не идет на праздности развлечения. Ни копейки. Все в дело и на производство новинок. Отдельная благодарность меценатам, которые целиком оплачивают выход той или иной книги, а порой и серии книг. Пусть вас пока немного, но огромное спасибо, что вы есть. Поддержать финансовый выход аудиокниг можно очень просто. Буквально в течение минуты, сделав перевод на карту Сбербанка, Тинькофф, Юмани или Яндекс.Банк по номеру телефона. Плюс 7 901 715 2788. Плюс 7 901 715 2788. Или по номеру карты Сбербанк 22 02 20 61 93 35 59 92. Тинькофф 22 00 70 01 78 29 81 04. Электронный кошелек Юмани 40 48 41 50 47 04 18 98. Яндекс.Карта. Можно через Сбп выбрать Яндекс.Банк, тогда без комиссии. 22 04 31 01 03 89 29 91. Личная просьба. Очень прошу, не забывайте черкануть хотя бы пару слов к переводу. Это тоже всегда очень приятно. Если вы живете не в России, то можно поддержать через Бусти. Это очень просто, работает из любой точки мира. Перейдите по ссылке в описании на канал Костя Суханов в Бусти и поддержите там. Кроме того, там можно скачивать аудиокниги, смотреть их в видео версии или слушать в аудио версии. Даже с выключенным экраном смартфона. Обязательно подписывайтесь на YouTube канал Актер Костя Суханов. Именно там все выходит в первую очередь. Рутуб, Дзен, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники. На портал клуба любителей аудиокниг с сайта Акнига.орг или сайт Книговухи. Там бывают эксклюзивные материалы. А в Телеграм есть даже беседка, где мы мило болтаем со слушателями 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Все ссылки есть в описании. Если вы хотите заказать озвучание аудиокниги, незабываемое поздравление для близких, рекламу, да и вообще любую профессиональную озвучку, тем самым также поддержав мое творчество, Вот номер телефона, он же номер Телеграм, он же номер WhatsApp, он же привязан для переводов на банковскую карту. Я всегда отвечаю на сообщения и комментарии лично. Работаю каждую ночь. Скоро услышимся. Огромное спасибо вам. Успехов и настоящего счастья всем хорошим людям и вашим близким. Обнял. С любовью и уважением к слушателю. Костя Суханов. Субтитры создавал DimaTorzok